Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В Уэстбруке Травматим отскребает от асфальта Жертв очередного киберпсиха А пасифика Ну Пасифика И спасифика С вами как всегда был Стэн Впереди новый день В городе мечты Модуль электросцепления Когда я приехал, ты сказал ничего серьезного Я специально уточнил Ну, значит, ошибся Поищи другую мастерскую Где не спросят Зачем одинокий кочевник Крутится у границы Я дам, сколько договаривались Не больше За столько можешь брать инструмент И чинить сам Окей Отойди Что? Ты хоть знаешь, что делать? Хочу обойти модуль и замкнуть провода Компрессор будет молотить Заглохнет еще Твоего мнения не спрашивали Ладно Проверим, что получилось Ну, а я что тебе говорил? Нет, нет Неплохо Вопрос только Сколько выдержит? До Найт-Сити доеду А там уж Что-нибудь придумаю Ну да Ну вот Как два пальца Это не ремонт А халтура какая-то Ты бы еще на жвачку Все прилепил Мне главное, чтобы работало Я ищу человека По имени Джеки Уэллс Может, вы его Антенна на этой херне не слишком мощная Особо много не услышишь Да что ты говоришь Здорово, Мэйк Не знал, что у тебя клиенты Он тут пару часов как Я думал Думал, он к тебе заезжал Не принимай близко к сердцу Сейчас решим вопрос Тебе не говорили Что в городе первым делом Надо показаться шерифу Рассказать, зачем приехал Выпить с ним чашечку кофе Не волнуйтесь Я надолго не задержусь А я тебя разве об этом спрашивал? Меня зовут Эндрю Джонс Слышал, наверное Да нет, не случалось Последнюю войну я служил в спецназе Знаешь серебряных сюгунов? Нет, первый раз слышу Кажется, мы не поладим, да? Ты что, из кочевников? Я мог бы догадаться Я так понял, вам что-то не нравится? Я тебе скажу, что мне не нравится Меня воротит от таких бродяг, как ты Где лагерь твоего клана? У меня нет ни клана, ни лагеря Я здесь один Ну да, конечно Кочевники всегда держатся вместе Моя семья распалась Поэтому я и еду в Найт-Сити Значит, ты изгой даже среди изгоев Надеюсь, ты не собирался тут поселиться навсегда? Я слышал, это место славится гостеприимством Приятно было в этом убедиться Мы очень гостеприимны При условии, что гость умеет себя вести Я по дороге видел передатчик и вышку У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться Никто тебе экскурсии устраивать не будет Вали, пока я добрый Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне Я же сказал, мне проблемы не нужны Ну так и иди отсюда, если не хочешь их найти Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет Прием, прием А, вот, наконец-то Вилли Маккой, рад тебя слышать А, не могу разделить твои радости Почему это? Ты бросил клан Я тебе больше не помощник Не знал, что ты такой пугливый Я, в принципе, Альбин Правило есть правило, без них система работать не будет Кочавники получают здесь работу, потому что это их земля Если бы ты был с бакерами, проблем бы не возникло Надо было присоединиться к змеиному народу, когда твой клан так решится Змеиный народ может пойти нахуй Мне нужна твоя помощь Последний раз А, опять последний раз Мне надо понять, куда клиент уехал с моим товаром А тут никакой связи У меня сцепление накрылось Я и до сюда-то чудом доехал Может, клиент оставил сообщение? Проверь, пожалуйста Такс Ладно, только это в последний раз Как его звали? Джеки Уэллс Да, есть сообщение Он ждет тебя на ферме Отправляю его координаты Спасибо, Вилли, я у тебя в долгу Это точно Смотри, не получи пулю И не звони больше Скажи, судя boiled КЛАН ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец-то! Я уж думал, фермерам заделаться. Надеюсь, ты меня ищешь? Это ты, Уэллс? Джеки, пор фавор. Яви. Тебе кажется, надо перевезти какой-то груз? Там, откуда я родом, сначала рассказывают о себе, а потом говорят о деле. Традиция или вежливость. Так ты человек с принципами? Принципы – полезная вещь, Каброн. У тебя могут забрать все, но их не заберут никогда. Ну ладно, тогда начнем с тебя. Я родился в Найт-Сити. За Хейвуд всех порву. Мне это ни о чем не говорит. Я не был в Найт-Сити. Представь себе место, где каждый твой брат, сестра или хотя бы двоюродный племянник. Да, понимаю. Вы можете друг другу не нравиться, но вы семья. А, вот это Хейвуд. Только у каждого при себе ствол. Теперь ты. Тогда, можно сказать, я тоже вроде как из Хейвуда. Ну что, тогда мы с тобой поладим. Наш товар. А что внутри? Меньше знаешь, крепче спишь. Поэтому лично я понятия не имею. Ты правда не знаешь, что мы везем? Это же краденый груз корпоратов. Прямо сразу и краденый. Один мужик потерял, другой нашел. И передал дальше, вот и все. Этот эффект бабочки, или как там его? И ты уверен, что груз не будут искать? Вопрос не в том, будут ли искать. А в том, найдут ли до того, как он пересечет границу. Ну, давай загружать. А уэво. Я уж думал, ты не приедешь. Да, меня задержали. А потом пришлось еще тебя искать. Ясно. Я решил не торчать на виду. Местный шериф, похоже, редкостный мудила. Да уж. Да. Тяжелый, сука. Ну так что, едем? А документы на этот ящик есть? Конечно, есть. Фиксер тебе ничего не сказал? Сказал. Просто решил уточнить. Слушай, друг. Мы оба профессионалы. Скажи-ка, ты же это, раньше перевозил контрабанду? А ты что, нервничаешь? Не? А, порфавор. Ну, может, немного. Эй, почте у заставы. Что делаем? Ничего. Нас просканируют и проверят бумаги. Окей. Говорить буду я. Направьте машину на контрольную полосу. Оставайтесь в машине. Сейчас начнется проверка безопасности. Зараза, чувствую какую-то подставу. Хватит. Они сразу поймут, что ты на взводе. Возьми себя в руки, блядь. Ладно, ладно. Дай мне документы. Они точно их попросят. Держи. Посмотрим. Тут отметка УПП. Отлично. А что это значит? Утеряно по прибытии. Такие метки ставят, если груз должен потеряться после пересечения границы. Так они знают про контрабанду? Нет, но сейчас узнают. Владелец машины на контрольной полосе вызывается для беседы. Чингада мадре. Что теперь? Спокойно. Это обычная процедура. Пока все идет по плану. Ну, раз ты в этом уверен, то окей. Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой? Да. Из головы вылетело. Ага, вылетело, конечно. Двигатель глушить не буду. На всякий случай. Окей. Осторожно! Садитесь. Бумаги? Все в порядке? Может быть. Посмотрим. Хм. Что перевозите? Там все есть. Прямо все? Ну, если что-то не так, вы скажите. Мы наверняка сможем договориться. Я еще ничего не сказал. Вопрос в том, должен ли я решить, что что-то не так. Вот. Еще небольшое приложение к документам. А, вот как. Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? У меня нет клана. Я работаю на себя. Смело. И не слишком умно. Честное слово. Смотрю я на таких, как вы, и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Идите. Ваш напарник ждет вас в автомобиле. Не забудьте забрать свои личные вещи. Осторожнее с этой штукой. И добро пожаловать в Натис. Этим мелким говнюкам кажется, что Найт-Сити – это рай какой-то. Ну, а как иначе? Они молодые, наивные. Мозгов у них в голове еще нет. Ну, как все прошло? Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Понял. Ну, ладно. Ну, говори уже, чего там у вас было? До таможенника козел прицепился. А не должен был? Ну, не до такой степени. Думаешь, будут неприятности? Рули, Джеки. Просто рули. Сюда кто-то едет. Как мне все это не нравится. Немедленно остановите машину. Жми на газ, Джеки. Окей. Вы перевозите украденный груз, который принадлежит корпорации. Повторяю, остановите машину. Блядь. Полный газ. Мы их скинем. Давай, вперед. Вот пиндеха суперты. Ви, не рискуй! Мерда. Пронесло. Мы оторвались. Это конерканик, черт. Жми дальше. Рано выдыхать. Тут вроде все заброшено. Остановимся, разберемся кое с чем. Потом поедем дальше. Твою мать! Чуть за жопу не взяли. Перевезли груз, называется. Чингадо. Все должно было пройти гладко. Без проблем. Да что ты завелся. Всякое случается. Хватит. То есть у тебя такое не в первый раз? Пограничная охрана донесла корпоратам, что мы везем их товар. То есть любой таможенник может нас отыметь, если его левая пятка захочет? Без последствий! Он рискнул. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. Что дальше? Меня только одно интересует. Ты так и будешь ныть? Или доведешь дело до конца? Честно скажу, я без гроша заплатить мне тебе нечем. Сначала спихну эту корпоратскую поеботу, а потом уж раздам долги. А, я типа буду сидеть и терпеливо тебя ждать. Вообще-то я не собирался тебе платить. Я хотел смыться, как только мы перейдем границу. Но передумал. Спасибо за честность. Да, пожалуйста. Ну, и что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Открывай. Твоему клиенту не понравится, что ящик открыт. Еще, не дай бог, сделку отменит. Да шел бы клиент нахер. Настало время работать на себя. Без комиссий и посредников. А если искать нового покупателя, надо же знать, что я продаю. Твою мать. Тут написано Арасага. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. С каких еще антильских? Передачу видел. Этот вид вымер 30 лет назад. Он водился на малых антильских островах. Далеко же тебя увезли, хвостатая моя. Думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарник. Бабло пополам. Но хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатому еблану. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже и имя придумал. Мэнни. Да, кстати. Уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт-Сити? А почему ты спрашиваешь? Мне просто кажется, у тебя много времени, которое некуда потратить. А в Найт-Сити в любом случае без друзей придется не сладко. Да ладно, не ссы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. Ах, всегда хорошо, когда есть те, кто поддержит. Семья там, например. Может, и ты свою найдешь в Найт-Сити. Спасибо, будет круто. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягода. Я бы поработал с тобой еще. Напарник. Эй! О, какая она ласковая. Ладно, напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли. Мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебе приют, а потом останавливает на улице и спрашивает. Закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морден Блэкхенд и Вайланд Бо-Абоа. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшей линии люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити? На кладбище. К счастью, тут всем абсолютно насрать. Чего ты начинал и откуда приехал? Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал? Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Давай, хуже не будет. Поудачи, Ви. Ну так, понравилось? Можем заняться настоящим делом. Алло. А как и сказала, как лучше выполнять этот заказ? Я тебе не мама. Тебе платят, ты думай. Работа легчайшая. Я готов. Лифт. Пошли. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не рассказываешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. Блядь, господи боже. Пиздец, Ви. Меня сложно напугать. Я всякое повидал. Но это... У меня внутри все переворачивается. Такое творит с людьми. Они тут все ебанутые. В пизду такие заказы. Телохуру порми матре. Это она. Наша цель. Мол, успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Выглядит она дерьмолая. Она лежит в ванне. Еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышал, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают, почему. Пьешь такую холодную воду, и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к биомону. Проверим, что с ней. Подключаюсь. Сандра Дорсет. НС 570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чайку должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху Тибак. Это тебе не вип-клиника. Тут ванны со льдом, и крюки с топорами. Хм, значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. А это безопасно? Может, просто ее вынести? Она еле жива. Ты хочешь ее угробить? Если есть внутреннее кровотечение или что-то еще, монитор это отловит. Вытаскивай щепку. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через три минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90 процессов стоимости транспортировки и лечения. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. Блядь! Она уходит! Ави, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало. Джеки, инжектор! Лови, сэр! Ну, вроде... Вроде помогло. Фуэрэ, сэр! Выноси ее отсюда! Крысы побежали с корабля. Наверное, зассали связываться с травмой. Осторожно! Нет посадки. Зависим на косу всего безопасности. Следуйте указания. Стали входа! Посадку! Доцеплю! Пять шагов назад. Быстро! ТТ-133 к центру. Получили пациентку МС-570442. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Ману. Вот какое дело. Можно взять твой точек? А-а-а. У меня свидание с Мистей. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель, Ви. Что, может подбросить тебя домой? Ну, давай. Я все равно устал. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Лотсон оцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Ману. Я поведу. Продолжение следует... Как же круто в Найт-Сити, а? Город как город, только большой. Нет, Ману. Это не обычный город. Орган Блэк Хэнд, Эндрю Уэйленд, Адам Смайшер. Тут растаются легенды. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Тыка. Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? Да, точно. Блин. Мне кажется, или... Я так и знал. У нас на хвосте висит фургон. Чингадовый. Не нравится. Это совсем не нравится. Это они! Их остык путан. Дави на газ, Джеки. Давай вис. Чингадов, Ману. Не могу. Веди нормально. Держись, Ви! Мерда, пардон! Попались, мрази! Ви! Зайцев водителя! Чингадов! Попортил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Черт! Они явно решили не мелочиться. Вот он блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, официант. Серьезно? А что у меня такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, своей девушке. Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс. Понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно. Проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты ей понравился. Моя неподдельная искренность тронула ее сердце. Да. А что, я верный. Горожу отношениями. А главное, скромный. На задницу. Ходер. Ты глянь мне. Тут все серьезно. Не похоже на обычную облаку. Так потому, что это не обычные копы. Это Макс Даг. Охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только, когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так на один зуб. Все. Спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Продолжение следует. Ладно, увидимся. Передай привет мести. Передам. Ай луэго. Передам. 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 Добрый вечер, Найт-Сити. Мой первый гость сегодня — глава церкви последнего. Родитель Ильяна. Забыла сказать, у знакомого Нейтранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Пересылаю контакты. Хвала тебе, невестный наш отец. И наша вторая гостья — Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся». Активная сторонница кибернетических инфлантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуй, Зики. Спасибо, что позвал. Итак, сегодня я хотел бы обсудить с вами самый редкий и пользующийся спросом имплант на рынке — биочип от Арасаки. Но для начала нам все-таки стоит ввести наших зрителей в курс дела. Карина, что такое биочип вообще? Можно одним словом? Одним словом? Пожалуй, бессмертие. Бессмертие? Неужели? Именно так. Ведь в биочип можно полностью перенести сознание умирающего. По сути, это мобильное хранилище человеческой души. Этот человек никогда вас не покинет. Всегда будет рядом вместе с вашим собственным сознанием. Вы так? Дитя, дитя, задумайся на мгновение, что ты говоришь? Ваш биочип — это сквер, на котором питается человеческим горем. Противоестественное зло, золотой телец, рожденный ложными пророками. Арасака говорит о сохранении души. Но все, что они могут гарантировать — это бездушный, бессердечный алгоритм, пищающий голосом покойника. Эта технология станет еще одним инструментом неравенства и коррупции. Доступ к ней будут иметь лишь богачи несильные мира сего. И они заплатят абсолютную цену за возможность так называемого бессмертия. Ну, ну, вообще-то да. Корпорация Арасака ограничила доступ к биочипу для того, чтобы... Ваши обещания — ложь! Злонамеренная ложь! Мое местижательство, босс! Ха! Да уж, это сильно. Э, простите? Лживые обещания — жадность жертвы власти. Знаете, мне это напоминает палить... Что? Как вы смеете? Разве вы не обещаете загробную жизнь? Не берете со скорбящих плату за похоронные ритуалы? Может, ваше преподобие боится здоровой конкуренции, а? Ах, конкуренции? То есть, по-вашему, все в этом мире можно оценить, измерить, рационализировать? А разве мы не правы? Мы можем создать искусственный мозг, сформировать новое сознание? Но скажите, зачем? Что это нам даст? Неужели мы, жители Земли, станем от этого хоть немного счастливее? Вы заявляете, что биочип дарует вечную жизнь. Но все, что вижу я — лишь вечное страдание. Не отпуская человека, мы создаем иллюзию его постоянного присутствия. А вы что думаете? Кто же прав? Может, мисс Ли, а может, преподобный Колвер? Здесь решать вам. Отправьте сообщение Ли или Колвер на номер 7892, чтобы отдать свой голос, и укажите свое имя, если хотите выиграть билеты на плей... СИТИ! До встречи, Найт-Сити! Пока! Да блин, опять ворота заела. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Надо будет сказать пару слов начальнику. . Продолжение следует... 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 Нечего сказать, растешь. Типа того. Что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду спокойный дядя. Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лику. Старая техника не потянет. А, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Не нуди, Вик. Я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Оптика, Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Кироши? Вик, у них же лучшая оптика. Ну, а что? Мы себя тоже не на помойке нашли. Я сказал, что заплачу, но на такую технику у меня вряд ли хватит. Да ладно, придумаем что-нибудь. Мне главное, чтобы ты вернулся живым и здоровым. И с деньгами. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговицы глаза, ну, а бонусом создает помехи для внешних лиц. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Хм. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готов. Вырезай. Отлично. Можем работать. Давай клади свою руку, игрок высшей лиги. Как сам-то? Что нового у доктора Вектора? Ну, если честно, все как всегда. И меня это устраивает. Я когда-то жил в мире, где было важно, кто есть кто, кто с кем и что почем. А потом? Однажды я все бросил и с концами. Легендой я уже не стану, зато могу нормально спать по ночам. Вот так. Молодец. Ну что, сейчас обезболим и можно резать. Чувствуешь что-нибудь? Ничего не чувствую. Все как всегда. Ты меня каждый раз спрашиваешь. Как будто сегодня все будет как-то иначе. Да все будет нормально, малыш. Там, конечно, есть риск инфаркта или там паралича, но мне-то откуда знать. Я же просто доктор. Вот именно. Сейчас будет темно, не пугайся. Ну а теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Поначалу, может быть, неудобно, но там, знаешь, помехи, туман или там размытость. Ну как тебе? Все в порядке? Да охренительно. Ха-ха-ха, супер. Теперь сканер. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. Хе-хе-хе. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должен увидеть счетчик патронов и новую мушку. Там еще этот нейровирус с последней работы. Проверишь? Я уже проверил и удалил, когда ставил тебе имплант. Заодно слегка почистил куясов. Считай, официальная проверка антивирусом. Черт, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу и еще два через час. И что это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланта. Спасибо еще раз, Вик. Я у тебя в долгу. Покажи там всем. Только старика не забывай, когда выйдешь там в свою высшую лигу. Твоя сердечная чакра немного в дисбалансе. Я ее гармонизирую, но тебе надо избегать мест с негативной энергией и вообще всего красного. Ви, тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах около Громши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Привет. Хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит, но мне кажется, что экспериментальная терапия это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Дам. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить псих, а я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно? Хм. Йоу, мистер Ви. Рад встрече. Декстер Дэшон. Собственной персоной. Езжай. Вылазь, Бестович. Хуже будет. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до тридцати? Это что, проверка? Нет, просто моя любимая тема. В смысле, загадки? Нет, мистер Ви. Философия. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Ну и что за дело ты приметил? Есть один прототим. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Нет, не проблема. А смертный приговор. Найт-сити, их территория. Они же нас раскатают. А как иначе, мистер Ви? Больше риск, больше добыча. Первое правило по смерти. Да и я тоже не дурак. Сделаем все так тихо, что не оставим даже следов, которые надо заметать. Мы друг друга поняли? Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрёма. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного. Она просто нервничает. Хочет увидеть исполнителя. Так, а что за дело надо уладить с Мальстрёмом? Вставляй щепку. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были Мальстрёмовцы. Среди этой техники был болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрём. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрёма главарем. Мы ударили по рукам, а через три дня его сместил ближайший друг из подвижник, Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мэридит Стаут из Мелитеха. Что за человек этот, Ройс? Просто психопат. Из тех, что любят хром. Тут таких много. Твоя правда. Отличие только в том, что не все отправляют друзей в промышленную микроволновку. Говорят, сначала лопаются глазные яблоки. Чпок и всё. Потом тело превращается в гуляш. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая. Спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Её зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить её по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдёт прямо в Пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Думаю, я знаю всё, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. И ещё, мистер Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? До скорого. Джеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Большой перестраховщик, я бы сказал. И своего не упустит. Мы не получим большой заказ, пока не поможем ему с парой мелких. Там какой-то бот. Военная разработка. Мальстрём его украл, а Декс купил. Но не получил, потому что у них сменилось руководство. А, да, слышал. Ройс устроил Брику. Дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Ещё дал номер какой-то бабе из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. А, не слышу восторга в голосе. Ты что-то знаешь про Ройса? Ройс просто наглухо ебанутый. Для него хром, как наркота для торчка. Ещё вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин барин. Итак, с кого хочешь начать? С Мальстрёмовцев или с Паркера? Думаю, сначала постучимся к Мальстрёмову. Ногой. Орели, тогда я поеду в Коу-Фудс и посмотрю, что там почём. Hasta luego. А, вот и ты. Рассказывай, что надо. Долго ждал? Мимадре всегда говорит, терпение вознаграждается. Тибак там жива? Ты ей не звонил? Жива. Она в теме, рвётся в бой. Уже готовится. Они с Дексом уже работали до того, как он ушёл на каникулы. Это что, Арч? Ё, какой красавец. Ну, и взял по дешёвке после спасения этой тёлки. Скажи-ка, как ты вообще наскрёб на Арч? Даже подержанный. Ну, что-то было, что-то одолжил, но мой пекинитто. В смысле, оно же того стоило, скажи. Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперёд? Их, холи. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Думаю, по-хорошему не получится. Это же мальстрём. У банд правила простые. Кто сильнее, тот и прав. Или ты всех ебёшь, или ебут тебя. Ну что, хромовый ад? Дай мне минутку. Ладно, скажи, когда будешь готов. Стал, начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвоем. Эй, соткни его! Говори, что знаешь. Быстро! Не по телефону. Встретимся и обсудим сделку. Сделку. Ладно. Первый съезд со Скайлайн в сторону Нордсайда. Под переходом есть водосток. Встретимся там. Вот и славно. Мэридит Стаут. Ты звонил, правильно? Думал, ты меня шантажировать будешь, пиздёк. Условия ставить? Давай свои условия! Блядь, лапы от меня убери! Господи, Мэридит! Хлебала завали! Эта херня готова? Так точно. А теперь отвечай на вопросы. Быстро и честно. Ты тут один? Один, как видишь. Это правда? Проверьте территорию. Теперь слушай внимательно. Это он твой наводчик. Энтони Гилкрист. Он слил тебе инфу по конвою. Я жду ответа. Я его первый раз вижу. Не врёт. Слушай, я знаю, где груз. Я могу тебе помочь. Мне просто нужно кое-что взамен. Я же говорил. Я, блядь, говорил тебе, что я не крыса. Господи Иисусе. Заткните его. Выпусти меня, пока я... Его можешь отпустить. Хочу послушать, что он скажет. Мне нужен бот. Модель Болт. Он у ребят, которые тебя грабанули. Оставишь мне бота, я сдам налётчиков. Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой. А могу заплатить, как они и надеются. Второй вариант. Только платить им, ты будешь нашими деньгами. Звучит годно. Я в деле. Просто заплати этим чипом, остальное тебя не касается. Если захочешь меня наебать, я очень быстро тебя найду. не верь ей. Эта штука в расцельном списке. Она же сольёт тебя. Деванья ждут, да, Ману? Ладно, ладно. А чем они отличаются от других? Вот возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадре. И честь для них тоже кое-что значит. Ты знаешь, чего им надо, как они живут и что их может выбесить. А вот с Мальстрёмом хуй просышь. А, вот и ты. Звони, пусть открывают. Я вас не знаю. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Да, уютно тут. Пару фикусов поищу. Они хорошо подготовились. Уёбки, блять. Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Со вкусом. Заходи в лев, ты, баран. Спокойно. Они нас просто пугают. Спокойно, Виль. Не залупайся. Мы на их территории. Чего вам надо? Мне нужен Ройс. У меня с ним сделка. Мистер Ройс пока что занят. Говори, чё надо. У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за Болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Нет. Будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. На диван, бля. Быром. Тебе чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе чё, непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз не сделал. Джек, просто сядь. Это плохо кончится, но... сука. Ну, заебись. Чё такой хмурый? Улыбнись! Донь! Спасибо, не употребляю. Ну, и пожалуйста, мудила правильный. Болт, модель НТ-0, Д-1-2. А Мелитех его искать не будет? Да насрать, пусть ищут сколько хотят. Мы стерли у болта серийный номер и переназначили админские права. Так что, если уж он твой, то он твой. Дай заценить. Да, пожалуйста. Хитровыебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер Вора. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванаде и кевлара. Смотри, чё будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку. Да, можно и блевануть. Ну как тебе? Да, мы его берем. А-а-а. Очень хорошо. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь брика, а? Да брось. Нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, а что нельзя. Скажи, заплатить два раза, заплатишь два раза. Условия простые. Нужен болт. Показывай, Эдди. Ты что, оглох? Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Бля-ть! Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дэшон. Декстер Дэшон! Жердяй, который наебал половину Пасифики. Он до сих пор жив? Жив. Еще тебя переживет. Просил передать привет. Теперь подумаешь над моим предложением? Деньги здесь. Фу. Болт хорошая штука. Болезни собаки и есть не просят. Бля-ть, бля-ть, бля-ть! Нас едет, ребята! Нас сломают! Обнулите собою! Вот это экстремный урон! Вали мне! Вали, твари! Вот это, коврог! Мерда! Нас отрезало! Забирай боты и контроллер. Только побыстрее! Надо понять, как отсюда выбраться. Все наши. И боты контроллер. Пошли! Чем быстрее, тем лучше. Кирилл. Кирилл. Спаселяйся кирп. Рот закрой! Я готов! Рот закрой! Кирилл! Сейчас начнет. Ха! Сопляк! Я тебя пожарю! Какой я! Вот теперь я отстрелил! Давай! Бери шара! Жаль портить такое личико! Начинай копить на новую башку! А-а-а! Болоком стреляйте, блядь! Готов! Готов! Смываемся отсюда! Давай, Ви! Надо выбирать! Милитех! У них эти дроны в каждой дыре! Давай за ворота! Там поговорим! Сучка из Милитеха! А-а-а! Что, не ожидал меня увидеть? Ты знаешь, мне нравится, как ты работаешь. Может, будем сотрудничать? Сука, ты меня обманула! На чипе был не финансовый трекер! Я наебала тебя. Ты наебал банду. А в начале этой истории кто-то наебал корпорацию. Видишь, как это работает? В конце концов, корпорация получает свое. Подумай об этом. Сделай выводы. Может, тогда, через пару лет, будешь на моем месте. Отцепить район! Знаешь, нам пора, Сэр. Нифига себе, Ви! Я думал, мы оттуда уже не выйдем. Спасибо, Джек. Ты крут. Ну, ты тоже. А че такое-то? С тобой все нормально? Да просто хотел. Короче, мы хорошие напарники. Мне нравится, как мы работаем. Мне тоже, Ви. Мне тоже. Эй, дай знать Дексу, что болт у нас. Потом предлагаю завалиться в посмертие. И обмыть это дело. Айлуй, Губи. Как дела на фронтах, мистер Ви? Бот у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчет милитера? Само собой были проблемы. Ройс на хую вертел твой договор с Бриком. Как ты его уломал? С помощью корпоратки? Встретился со Стаут, мы договорились. Ну, надо же. Она дала мне бабла для Мальстрёма. Правда, кое о чем Стаут не сказала. Чип был с вирусом. Корпораты такое, Люд. Неужели Ройс ничего не заподозрил? Вирус атаковал их систему, кое-кого даже поджарил. Остальных уложил я. Ты крепкий орешек, мистер Ви. Уже поговорил с Эвеллен Баркером? Как раз собирался. Ага. У нее есть информация, без которой до чипа не добраться. Паркер будет ждать тебя в баре Лизис. Удачи. О, котик, ты что-то потерял? Не хочешь топовый Брей? Что тут есть? Что у нас есть? Девочки и мальчики твоей мечты. Актеры выше синаптической липи. Никаких подтасканных чуваков из порновирта и разгвозданных кукол. Авторский материал. Экстаз в чистом виде. Эмоции такие, что у тебя еще неделю сердце колотиться будет. Затем сюда и приходят. Продавать-то вы умеете. Это не реклама, а предупреждение. Мы-то готовы подстроиться под каждого. Просто не все выдерживают. Не хочешь попробовать? Индивидуальный подход? Это круто. Я бы попробовал. Окей. Только сначала пройдемся по правилам. Значит, за несанкционированную запись положено наказание. Наркотики принимать запрещено. Все просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейнданс и идешь в кабинку. Я что, из детсада, по-твоему? Полный лох? Окей. Дверь открыта. Развлекайся, малыш. Добро пожаловать. Ты смотри, какое миленькое личико. Да он ее уже бросил. Кто б сомневался. Смотри, отчего тебе хочется. Может, расскажешь поподробнее. Привет. Будешь что-нибудь? Я ищу Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь. А кто спрашивает? Меня зовут Ви. Она назначила встречу. Приятно познакомиться, Ви. Я Матео. Ага. Так что с Эвелин? Клуб большой. Ну, еще ее, может, найдешь. Все в порядке, Матео. Я его ждала. Эвелин Паркер. Я сразу поняла, что это ты. А что сразу не подошла? Хотела немного на тебя посмотреть. И как? Понравилось? Когда не нравится, я даю знать. Не сомневайся. Пойдем. Тут слишком много любопытных ушей. Мы будем в лаунже, Матео. Если что, нас ни для кого нет. И чем такая гадкая девочка? Все нормально, честно. Почему ты не хочешь сказать мне правду? Я уже сказал. Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь. И никогда не подводишь. Надеюсь, он не преувеличивал? Я не знаю. Любит Декс преувеличивать или наоборот? Преуменьшать? Я с ним недавно работаю. Я слышала, есть два типа фиксеров. У одних постоянные команды на долгих контрактах и коротком поводке. Им важны верность и предсказуемость. А вот Декс, он как раз относится к другому типу. Ну, не томи. Рекрутеры. У них другие приоритеты. Они верят не в людей, а в свою интуицию. Им важен потенциал. Если они вдруг ошибаются, это становится их последней ошибкой. Поэтому я надеюсь, что у Декс с интуицией все нормально. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип, ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Арасаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да, они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Компеки Плаза. Знаешь, где это? Был там? В корпоратском отеле-то? Нет, конечно. Откуда у меня такие деньги? Интерьер там топовый. Скоро сам увидишь. Так, где именно хранят чип? В люксе, на последнем этаже. Там живет Юри Нобу Арасака. Юри Нобу Арасака? В Найт-Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Только лениво не написал, что Юри приехал в Найт-Сити. Он последний сын Сабура Арасаки и главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И что? Арасака-младший приехал в Найт-Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт-Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. А ты как раз знаешь. У каждого из таких шишек своя армия по вызову. К отелю, наверное, вообще не подступиться. Фишка в том, что у Юри Нобу нет никакой охраны. Совсем. Причем уже давно. Ха. Это почему? Знаешь поговорку про разведку Арасаки? Когда ты чихаешь в Найт-Сити, в Токио опадает цветок Сакуры. Юри Нобу уверен, что охранники постоянно доносили на него отцу. То есть мы крадем даже не у корпорации, а у самого Юри Нобу Арасаки? Юри Нобу марионетка. Все его влияние пошло коту под хвост, когда он поссорился с отцом. Сабура уже много лет крепко держит его за яйца. И вполне может их оторвать, как только поймет, что сын опять принялся за свое. Ну ладно. Если у тебя в рукаве есть какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юри Нобу сам вынес чип из лаборатории Арасаки. И договорился продать его сетевому дозору. Уже понял, что у меня за туз? Или надо разжевать? И какие у них с Юри Нобу условия сделки? Неважно. Сосредоточься на биочипе. Что могут предложить бравые солдаты киберпространства? Тайны его врагов? Это тебя вообще не должно волновать. Твоя задача устроить так, чтобы сделка не состоялась. Погоди. Дозор вроде держит нейтралитет. Дозор занимается безопасностью корпораций. И корпусы за это платят бешеные миллионы. Однако это не отменяет того, что в наше время святых нет. Все хотят урвать побольше. Чтобы выиграть, надо идти ва-банк. Значит, чип лежит без охраны, потому что Юри Нобу вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, где он? Скоро сам увидишь. Если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. Что еще ты знаешь про Юри Нобу? Довольно много. Он изучал биотехнологии и финансы в Токио. Скорее всего, не по своей воле. Сабур готовил его себе в преемнике. Потом сыночек вдруг стал самостоятельным и на несколько лет ушел из корпорации. В итоге блудный сын вернулся в семью, но осадок остался. Но это с одной стороны. Есть и другая. Это умный парень, у которого свой собственный взгляд на мир и свои планы на Арасаку. Очередной корпорат, которому лишь бы дорваться до власти. Ты хоть когда-нибудь задумывался, как живется сыну императора? У тебя есть все, и при этом ты никто. По крайней мере, пока ты в тени великого собура Арасаки. Согласись, неприятное чувство. Оно делает его беззащитным. И ты собираешься это использовать? И еще один вопрос. Что за данные на этом чипе? Это не важно. Вообще. Мы говорим о данных, которые Еринобу спер у Арасаки и хочет передать Дозору. Это не может быть не важно. Послушай, Вия. Чип нужен мне. Тебе нужны деньги. Давай исходить из этого. Ты выполняешь задание. Я перевожу на твой счет кучу денег. Окей. Что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию. По брейн-танцу из Кампеки Плаза. О, привет. Это Ви. Он за материалом. Ви, это Джуди. Лучший монтажер брейн-танца, которого я знаю. Ой, не начинай. Меня сейчас тошнит. Привет, Джуди. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровата, конечно. Но сойдет. Самое главное, чтобы Ви мог туда попасть. Ну да. Откалибруем под него. Ну. Нам с Чпок-Стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Ну, тогда чего? Запускаем Ви. Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готов? Уже бывал в сыром брейне? В смысле сырой? Он чем-то отличается от готовых? Готовые, если они качественные. Передают тебе эмоции и ощущения, которые ты вряд ли когда-нибудь испытаешь самостоятельно. Это массовый продукт. Там все заскриптовано, закодировано. Тихо и мирно. А сырые? Там как в виртуальной реальности. Можно ходить, все рассматривать. Монтажеры разделяют их на слои. Отлавливают там яркие эмоции. И из них создают брейнданс на продажу. Ну, садись в располагательство и приступим. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юрюнову держат чип. Судя по виду, ты просто мясо для гибли. Я угадал. Эвелин, ей, ей было страшно. Но она быстро взяла себя в руки. Я сказал, нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я… Простите, полагайся, пока. Я закончу. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. И через минуту. Это мы посмотрим. Мой отец – замученный безидейный дед, который не любит перемены. И хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Так послушай еще. Сабура. Неплохо. Уровень восприятия вкуса подняли? Нет. Он живет в мире, которого уже нет. Скоро будешь пить такое же в реале. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Слышу гудения. Вентиляторы, кондиционер или серверы. Надо же как-то управлять всей этой умной херней. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Мой отец – замученный безидейный дед, который не любит перемены. И хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура. Безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя пренебрегать. Хватит. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Прости, пожалуйста. Работа – такая штука. Ничего. Я даже еще не совсем потеряла терпение. Все в порядке. Ты какой-то напряженный. Ничего. Скоро пройдет. Ага. Я этим и займусь. Но при одном условии. Ты будешь ставить условия мне? Только одно. Все внимание на меня. У нас остались конфеты? В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке. В спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди. Найду что-нибудь подходящее. О, вот это тебе понравится. О, блядь. Я как будто сам с ним. Ви, работай. Не отвлекайся. Воруй-ка, мэ. Как я скучал. Я знаю. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да. Иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где ее Ренобу держит биочип. Кейс кишечневший. На месяц у нее в последний месяц решения. Соединяем. Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, ее Ренобу точно держат кейс тут. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай редактор. Нашел, что хотел? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брайн-данса. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас, и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Нам нужен был этот брайн-данс, Джуди. Он практически сделал все за нас. Чувствую, этот брайн-данс нас угробит. Я серьезно. Если Арасака узнает про эту запись, вам конец. Мне конец. Джуди, перестань. Никто ничего не узнает. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Все, пойдем. Ну, что думаешь? Кажется, я понял, откуда ты столько знаешь про Юринобу. Ну да. Мужчины в постели много болтают. То есть вас объединяет секс? Бизнес. Только бизнес. Ты уверена, что Юринобу не ожидает от тебя подлянки? Юринобу ни о чем понятия не имеет. Он думает только о том, чтобы договориться с дозором. Хотя, если даже каким-то чудом он начнет что-то подозревать, то не успеет вовремя среагировать. Ты же об этом позаботишься, правда? Неужели ты не боишься? Арасака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юринобу. Много ходить придется. В том числе к тем, кто известен побольше моего. Как думаешь, на кого пойдет подозрение? На корпоратов и наемников или на девочку в его койке? Инфа про Юринобу, про чип, брейнданс из Кампеки. Все складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? Хочу понять, что ты не блефуешь. Не хочу вляпаться в говно, из которого не вылезу. Ви, с чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке, правда. Поверь, все под контролем. Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Хочешь кинуть нашего фиксера? Как знал, тут что-то не так. Декс просто посредник. При этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. Мы сделаем по уму. Неважно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой. У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я думаю. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов Джуди. Как дела на фронтах, мистер Ви? Эта запись Эвелина из Кампеки стоила потраченного времени. Неплохо. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать бюджет. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания. Ты как будто марафон бежал. Что-то случилось? Вроде крутой наемник, а все равно потею, как в парилке, когда с мамой по телефону говорю. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике. Как большинство Уэлсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Ну, завтра это закончится. Нас ждет посмертие. Хе-хе-хе, да. Посмертие знают далеко за пределами города. Серьезно? Тут кочевые кланы получали одни из самых крупных заказов. Ну еще бы. Это же лучшее место, чтобы искать работу. Готов пить шампанское? Хе-хе-хе. Пошли! Здесь когда-то был морг. Прикинь? Да что ты. Офигеть, да? Ну, это тысячу лет назад было, когда людей еще хоронили по-человечески. Вы кто такие, детки? Мы друзья Декста Радашона. Он ждет нас. Эй, Декст, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да. Ну ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Мы и так собирались въеху. Вот оно. Сердце Найт-Сити бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзан Форест. Бо-бо. Может даже Морган Блэкхарт. Привет. Садитесь, я сейчас подойду. Испали на этой самой стойке. Все, наша очередь. Эй, видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее глупо. Что будете? Ты заказывай. Две текиллы олдфэшн с каплей сервеса и чили. То есть два Джонни и Сильверхэнда? Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. А мою сожрала собака. У нас традиция. Называем напитки в честь завсегда ты. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно назадай. Хераси, какая красивая традиция. Смерть – небольшая плата за то, чтобы стать легендой. Сначала поживи, как легенда. А смерть – это так. Просто финальный аккорд. За выход в высшую лигу. Вот за это я выпью. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. Сто граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Мистер Дэшан вас ждешь. Это часть моей работы? Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Кстати, про Декса. Он часто заходит? На самом деле, он уходил, так сказать, в отпуск. Мы его два года не видели. Старый кот гуляет сам по себе, да? Ну, не знаю, где он там гулял, но пару кило точно скинул. Может, туда просто пиццу не доставляли? Ни пуха, ни пера. Черт. Идемте. Ох и здоровый ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже. Боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Эста пинча типо. Да, эксельсиор. Конечно, наличными. Как всегда. Счастливо. А, вот и мистер Ви. Ну что? Наконец-то вся семья в сборе. Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Парой мясников меньше, уже хорошо. Мария нас еще благодарить должна. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет. Мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мистеру Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркером? Хорошо, я бы сказал. Погулял по компеке Плаза, по местам, которые она засняла на брейнданс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник Императора. Юрино Буарасака. Да, парень с фамилией на миллионы, без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились, или было что-то еще? Я понял, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет, ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деломейн высаживает вас у главного входа в компеке Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Хиринобу и забираете биочип. И все это по-тихому. С минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Мы едем с Деломейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. На Даман. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деломейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный эскин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деломейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план. Но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Хьюго Конуэлл. Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия. У вас переговоры с Росакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиметаки. Еще вопросы? Как нам попасть в пентхаус? У ее Реноба почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отелей круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди. Как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас не возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает Болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Я узнал все, что хотел. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30%. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Да ну, Декс. Как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал Болта? Кто вытащил инфу из Брейнданса? Мы лезем в отель, где на каждом углу люди Арасаки. Ради какой-то пластмасски у сына их главного. Мы работаем. А кто дает вам надежный план, транспорт, нетраннера и информацию? Хотите дальше торговаться? Джек прав, Декс. Мы заслуживаем намного больше, чем 30%. Ладно. 35% и не процентов больше. Договорились. Конфликт исчеркла. Давно со мной никто не торговался. Это даже забавно. И последнее. В компейке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чи-до! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать, Деди? Все зависит от мисс Паркер. Но, думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Летаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет на страже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Что думаешь про это дело? Ну, я надеюсь, после него купить себе виллу на Крите и послать киберпространство ко всем херам. Пришлешь мне открытку? Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Ты давно знакома с Дексом? Эм, а что? Ну, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. И ты тоже философ. Неудивительно, что Декс тебя любит. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну, так что, ты готов ехать? Поехали. Чего ждать-то? Как чего? Богатство. Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я три месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дел. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Эксельсиор. Эксельсиор? Ха-ха-ха! Дело набирает обороты! Эксельсиор? Это пакет услуг, разработанный для наших премиум клиентов. Ага. Лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Доломейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха! Ну ладно. Но вообще он, хотя армию Арасаки может выкосить, если понадобится. А что еще включает Эксельсиор? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин. Че ты каркаешь-то раньше времени? Боевой режим вообще разрешен? Разумеется. Во второй поправке Конституции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной, в том числе, как оружием. Экс прямо расщедрился. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. Эксельсиор. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую ливу. Не радуйся раньше времени. Мы в нее пока еще не въехали. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блядь. Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ебаная жизнь прошла на небе. И я туда не вернусь. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы... мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы везти вас через компэкги. Ви позвонит Джеку. Проверим синхронизацию. На всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бах. Величайшие преступления совершают стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает. Сэра миорки си. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Доломей. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал. А с оружием туда нельзя. Ну что, Хьюго, вперед. Как жизнь, значит, с вами снова Стэн. Погоди, я возьму болта. Ты смотри, выдвигается. Иди сюда, Ви. Что дальше? Подключайся по-личному, и я посмотрю. Ясно. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. Там кто-то летит. Бак. Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится мне это. Ты долго ищу, Ти? Черт, Юрина обойдет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф. Почти готова. Есть. Круто. Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Все, уходим. Стоп, нельзя. Юрина обу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет. Полезайте в нее. Мы успели. Проблему это не решила, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Эмпо Сидли. Это что, Адам Смешер? Охранник. Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Барк кого там несет? О нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Тише. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Куби-вотскомане декорит Тейталаро. Куби-вотскомане. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. 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 Сабура Арасак. Сабура Арасака. Сабура Арасака. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДмайTorzok ДимаTorzok Автомобиль замечен в воздушном судном противника. Я разберусь! В воздушном судном противника ликвидировано. Ты молодчина, Дэл. Заказ выполнен! У нас получилось, Джек! Да, вроде того. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Вези нас к риперу, сейчас! Приношу извинения, но это невозможно. Маршрут поездки был определен и оплачен заранее. Я не имею права его менять. Нахуй твои права! Делай, что я говорю! Ничего, Ви. Я выдержу. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Все будет нормально. Увидишься с Мистей, с мамой, со всеми своими! Джеки, не закрывай глаза! Ви, Джеки, не потеряй ради меня. Мистер! Субтитры создавал DimaTorzok Мистер! Мистер Уэллс скончался. Куда доставить его останки? Что? Пакет Excel-Zer гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Вик Вектор позаботится о нем. Родным лучше его таким не видеть. Хорошо. Как пожелаете. Мистер Дэшон ожидает вас в номере 204. До встречи в высшей линии Джеки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусти. Тебя ждут. WNS. 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине? Да, он там. Он мертв. Соболезную, друг. А где Чек? Не смогли украсть. Хоть одна хорошая новость. Хорошая? Собура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Это понятно. Поэтому нам нужно валить из Найт-Сити. Нам? Ты же фиксер. Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Новое место, новая личность. Но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Ну ладно. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Декс, ты ебнулся! Без лучей славы. Эй! Привет. У тебя все норм? Лучше некуда. Они похожи. Тебе туда нельзя. Тихо, тихо, успокойся. Ну ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня я... Я пришел, чтобы с вами попрощаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деньги – это деньги. С ними блять не шут. На что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, с тобой все нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джонни, подожди! Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Ты хочешь, чтобы я сдался? Это очень в твоем духе. А знаешь почему? Потому что ты всегда был тряпкой, Керри. Хочешь, дам тебе совет в память о старых временах? Кончай, блять, себя жалеть. И начни двигаться дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты опоздал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обожаю, когда ты бесишься. Моя южная кровь сразу кипит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Залезай, пока я не передумаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, шайтан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поднимаемся. На, надень. И не снимай. Понятно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доки горят. Пасифика отрезана. Света нет. Вот санитанки на улице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сука, пиздец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беспорядки. Это наша работа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это план Джонни. Уэйла достекает внимание Арасаки от башни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А то, что по-граждански стреляют, тоже часть плана? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас тут не слез пацифистов, Томпсон. Не нравятся твои проблемы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цель в зоне обстрела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держать позиции! Прикрывайте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Взрыв разрушает фунтамент, башня валится. Хаос, попли, рок-н-ролл. Времени на отход будет мало. Подключайся. Едят ли кошки-мошек? Едят ли кошки-мошек? Едят ли кошки-кошек? Мёрфи, ты достала уже? Хватит шариться в базах. Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже. Кто вписал этот манифест? Угадай с трёх раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит нейтрамер. Вперёд! Приготовиться! Твою ж мать! Чё, блядь, я разозлилась? У меня тут ситуация! Мёрфи! Я сказала, на перстках и травмах гонялась надёжной вилкой. Джонни, груз! Как там называлась бомба? Бушидо-2. Канчай! Нам надо сваливать! Дима-Литрон! Ну, погнали! К вам идёт спецназ! Бегите! Стреляй по кабелям! Прогревайте двигатели, мы возвращаемся! Так, это ещё не всё. Надо скормить это их подсети. Сука, ну конечно! Ты срать хотел на корпоративный колониализм. Это всё ради твоей ебучей фанатки. Прости, бестия. Тебе не понять. У тебя четыре минуты. Ни секунды и дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я взломала дверь. Тебе идёт ещё отряд. Напождаю тебе. Классный ледокол. Импортный. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол подсети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина без вопросов. Спасибо, Мёрфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина. Мы в телевизоре. Неизвестная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозило разрушить Арасака Тауэр. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, свалить памятник корпоративному колониализму. Конец цитаты. В ответ мэр Найтси, тем более Эбуники, выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Арасака Тауэр. Все готово. Теперь уходи. Они поднимаются. Беги на крышу. Чёрт! Это Адам Смэшер! Джонни, беги! Дорфи! Двери заперты, но долго не выдержат. Беги, Джонни. Вали оттуда. Смэшер! А я говорил, малыш. Говорил, что я тебе однажды прикончу. Дорфи! Продолжение следует... 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 Только не теряй сознание еще раз. Не закрывай глаза. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть рипперы, которым ты доверяешь. Я знаю кое-кого. Мы должны ехать к рипперу. Быстро. Виктор. Надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь. Ладно, ладно. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери. Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику мести. Рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Что ты делаешь? Эй! Личный порт поврежден. Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха. Но не слишком глубоко. Между лимфоузлами подмышцей должны быть дополнительные нейропорты. Если я поврежу вену, он умрет. Как и в случае, если вы ему не поможете. Кажется, я нашел порты. Подключите его. Так, переносим его. Я не могу. Мне надо отдохнуть. Это твоя кровь? Мести! Мести! Давление падает! Это нейрогенный шок. Он умирает. Придется пилить затылочную кость. Другого пути нет. Есть риск, что... Я знаю, что делаю! Постепенно. Порядок. Эта моя кровь. Толан. Замбурأ. Толан. 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 В示жение! Толан! Порядок. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет Ви, ты меня слышишь? А, как больно Как себя чувствуешь? Блять Не знаю, Вик В ушах звенит И всякая хрень мерещится Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка, давай, пиши Свет бьет прямо в глаза Очень шумно Я стою на сцене и почти задыхаюсь Меня разрывает От Ненависти Я ору что-то Злобное в микрофон И понимаю, что это не помогает Ненависть не уходит А потом Только не смейся Я подкладываю бомбу под Росака Тауэр Было бы над чем смеяться Найт Сити выглядел По-другому Незнакомо И я ненавидел его Всех Всех, кто в нем есть Все было по-настоящему Никак во сне Ви, это были не сны Это были воспоминания На твоей щепке Конструкт личности Ты видел Его прошлое То есть я вижу Воспоминания другого человека Как так получилось? Не знаю, как это произошло Но теперь вы двое связаны Двое? Я и кто, Вик? Кто второй? Джонни Сильверхенд Террорист В моей молодости Все в городе его знали Я бы сейчас поговорил О более важных вещах Ты меня пугаешь, Вик Что такое? Ну, в общем Тебе осталось недолго, малыш Что ты сказал? Биочип Это Это как бомба Замедленного действия В общем Тебе осталось Недолго Максимум Пара недель Конструкт Сильверхенда Переписывает Твое сознание Он будет работать Пока не получит контроль Над твоим телом И тогда Ты просто Исчастнешь Вик Это важно Ты меня слушаешь? Ты же меня починишь, правда? Вик Да я бы рад, Вик Честное слово Но это Это выше моих сил Ты же Лучший из лучших Почему ты отказываешься мне помочь? Тебе длинное объяснение или короткое? Вот ты говоришь Тебе осталось недолго Ты исчезнешь С чего бы? Докажи Декс Тебя застрелил, правильно? Пуля повредила Твой на аэропорт И твой мозг Биочип Реанимировал тебя Потом Закоротил И начал Выгружать данные Тебе Мозг Он Посчитал его Пустой скорлупой Понимаешь Которую можно Скопировать Энграмму Другого человека Пустой скорлупой? А я тогда где? Я Вот он Ты биочип Не читатель Биочип Писатель Голова у тебя болит Потому что он меняет Нейронные структуры Понимаешь Он убивает старые Нейронные связи Чтобы создать новые По его мнению Ты и то Что от тебя осталось Это опухоль С ней надо бороться Вик Ты же Всегда мне помогал Если не можешь Меня спасти Хоть посоветуй Что делать Пожалуйста Вик Если б я знал, малыш Висти Ты слишком много хочешь От такого дедули Как Вик Пойдем Я отвезу тебя домой А потом он умер И я подумал И я подумал, что тоже сейчас умру Там, во сне Сон Это маленькая прелюдия смерти Может я и не просыпался Я же Мог просто там сдохнуть Не думай об этом, Ви Расслабься Смотри Это твои таблетки Омега-блокаторы Принимай регулярно Они замедлят действия Твоего чипа Эти таблетки Заставят молчать Гостя В твоей голове Псевдоэндотрезин От меня У него обратный эффект Он ускорит процесс Освободит демона Так сказать Таблетки, которые Будет этого уебка Чтобы он быстрее Меня убил Какое-то время Все будет нормально А потом Настанет долгая И болезненная агония Я просто даю тебе Выбор, милый Мозг можно обмануть Анестетики Это и делают Твое сознание Погибнет, Ви Ты будешь чувствовать Как распадается Твоя личность В какой-то момент Ты не узнаешь себя Это будет ужасно И болезненно Но ты можешь Этого избежать Сука Тогда зачем таблетки Я просто сразу Пущу себе пулю в лоб Тогда погибнут Сразу две души Ты этого хочешь? Мне нужно лечь Ах да Последний подарок Она была у тебя в черепе Возьми на удачу Обещай мне, что поспишь Ты очень хорошая, Мисти Спасибо Отдыхай, Ви Сладких тебе снов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я выберусь отсюда Ты понял Я убью любого Кто встанет у меня на пути И тебя тоже Мне надо покурить Где у тебя курева? Как ты сюда зашел? Почему мы разговариваем? Да мне-то откуда знать? Не понял Ты, блядь, кем себе возомнил? Отвали ты от меня На кого ты работаешь? Говори Че? Че? Ебаный чип Я его своими руками выдеру Нет, стой! Я получу контроль Я найду, как Ты меня слышишь? Свали из моей головы Нет! Лучше вставь себе ствол в рот И застрелись Я чувствую, как наше сознание соприкасается Я словно гниль Которая пожирает тебя И я не могу это остановить Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться? Это только копия энграммы А есть и другие Должны быть Я... Я убью тебя! Давай Что тебя останавливает? Ебать Как бы я... Слышишь? Продолжение следует... Надо встретиться. Приходи в Дайнер Тома. Это еще зачем? Потому что я тот, кто спас тебе жизнь. Честно говоря, я еще не пришел в себя после того, что со мной случилось. Это случится еще не скоро. Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Дайнер Тома. Я буду там. Садись. Ты выглядишь неплохо. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь. Зачем вы мне помогли? Ты был нужен мне живым. И сейчас тоже. Дело в биочипе. Поэтому вы звонили. Хм. Да. Я слышал, что он испорчен. Если его извлечь, это может обернуться для тебя смертью. У Вика слишком длинный язык. И золотые руки. Без него бы ты умер. Чего вы, собственно, от меня хотите? Для начала, скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Эвелин? Зачем она вам? Она в интимных отношениях с Йорино Буарасакой. У нее есть к нему подход. Я сам хотел бы с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от Чипа. И я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Почему вам кажется, что она уехала? Я искал ее. Но безуспешно. Думаю, она замела все следы. Ты говоришь, что Паркер обещала помочь тебе с Чипом. Она работает на корпорацию? Вы задаете слишком много вопросов. Мне интересно много того, что ты знаешь. Может, лучше скажите что-то, что интересно мне? Я хочу жестоко наказать Йорино Буарасаку за совершенное убийство. Простите, что не смог вам помочь. Я немного тороплюсь, так что... Ви, подожди. Ты нужен мне. Йорино Буарасака должен ответить за отца убийства. Ищите справедливости? В Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. Есть люди, которые помогут мне прикончить Йорино Бу. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какому-то наемнику? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю и за мной охотятся. А если я откажусь? Я скажу, что тебя ждет, если ты мне поможешь. Так мы что, такие зайдем в Арасака Тауэр и объявим всем, что Йорино Бу преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сам. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Во всем виноват Чип. Изобретение Арасаки, о котором знают только там. Арасака может тебя убить, но может и спасти. Главное, чтобы нужные люди встали на твою сторону. Ну, политика. Кого конкретно сейчас вы имеете в виду? Есть люди, которым важна Арасака. Те, кто заинтересованы в развитии корпорации. Вы говорите про Андерса Хельмана? А откуда ты о нем знаешь? Я же готовился к налету. Хельман разработал и создал этот чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более, Андерс Хельман бежал из Арасаки. Он предатель. Куда ни плюнь, везде Арасака. Эй, я вообще-то слушал. Слышь, не ори. Никому, кроме тебя, не интересны эти корпоративные шлюхи. Что ты сказал? Че слышал? Так и Мура не надо. Хотя бы один из вас не кретин. Я бы не стал привлекать к себе внимания. Извини, глупые рефлексы. Спасибо за предложение. Я подумаю и перезвоню. Мне нужно время, чтобы придумать план. Ты много выиграешь, если мне поможешь. Только прошу тебя, не уезжай из города. С чего бы? Скорее всего, только здесь я и найду кого-то, кто мне поможет. Кого-то, кроме специалистов Арасаки, таких людей не существует. Мы только что обсуждали варианты. Андерс Хельман создал этот био-чип. Я найду его. И он решит проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он, как это говорится, как камнем, как в воду канул. А вы немало узнали за последние дни. Я не стану сидеть, сложа руки. Мне нужно добывать информацию и готовиться к тому, что предстоит. Ну, это ваша работа. Бывшая работа. А зачем вам Хельман? Это от него Сабуру Сама узнал о планах Йори Нобу. Хельман хорошо знал их обоих. Поэтому он может быть ценным свидетелем. Крысы громко пищат, если прищемить им хвост. Я собирал информацию несколько дней. Все пути вели в одно место. В клуб по смерти. Меня там быстро развернула королева фиксеров. Бестия. Вы работали на Сабура и до сих пор не знаете, как говорить сильными мира сего? Она не хотела иметь ничего общего с тем, кого называют убийцей Сабура Арасаки. У бестии много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. Для начала я попробую поискать Эвелин. Если она не помогла тебе до сих пор, то уже не поможет. Слышали? Про воровскую честь. Да. Только у воров как раз нет чести. Есть просто честь. Юри Нобу Арасака бы с вами согласился. Это Паркер тебе не поможет. На твоем месте я бы приготовил запасной план. Я не могу здесь больше оставаться. Ты можешь делать, что хочешь. Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Когда люди из Арасаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Тогда до связи. Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана, дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним есть о чем поговорить. Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Арасака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, бестия еще жива. Отъебись уже от меня! Чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Что ты доебался? Что, не можешь простить мне ту ночь? Ты хотел меня убить! Хотел, но больше не хочу. Я все взвесил и передумал. Иди в пизду, урод! А представь, каково было мне. Ты проснулся на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с бестии. Я ее тысячу лет знаю. Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм, и нихуя никого не помнят. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль – это ее старый дружок Джонни? Да ладно. Бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видел твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас в посмертие. Нет никаких нас. Ты? Это ты? Блин. А я думала, ты умер. Честно говоря, не ты одна. Я тоже думал, что мне конец. Неужели все пошло не так? Все мимо плана? То есть, ты знаешь про налет? Наверное, Эвелин сказала. Да весь город только об этом и говорит. Слушай, мне надо найти Эвелин. Давай лучше не будем о ней. Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай меня. Точка. Джуди, серьезно. Ты моя последняя надежда. Мне надо ее найти. Я знаю, ты можешь мне помочь. А кто сказал, что я захочу? Давай, может, встретимся и поговорим. Ты в Лизис? Эй! Кажется, я тебя уже видела. У меня хорошая память на лица. Мы сейчас закрыты. Я ищу Эвелин Паркера. Не знаешь, где она может быть? Бывало тут когда-то, но я уже давно ее не видела. Мне нужно поговорить с Джуди. Она у себя? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Только без глупостей, а то я тебя выведу. Ясно? Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаешь. Что мне с ними всеми делать? К нам всегда шли те, кому нужна помощь. Такая уж у нас репутация. Что-то я не помню, чтобы мы открывали тут приют. Да ладно тебе, дай им шанс. Каждый из них может пригодиться. Дай мне много времени. Раз тебя так заботят левые люди, займись вон своим гостем. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Кто у нас тут такой настойчивый? Нам больше не о чем разговаривать. Я вроде ясно выразилась. Или что, намек был слишком тонкий? Это сьюзи довольно пробивная дама. Ваш босс? Ты что, специально пришел выяснять, кто есть кто в шельмах? О чем вы спорили? А, в кого ни плюнь, все живут в каком-то своем мире. Если твоя жопа в тепле, то на остальных похуй. Вы мне чем-то напоминаете кочевников. Они тоже любят поговорить о поддержке и взаимопомощи. Классическое противоречие. Что важнее, семья или остальный мир? Здесь клуб. И всем насрать на твое мировоззрение. Джуди, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти. Это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сам просрал? Ты знаешь, чем все кончилось. Значит, вы с ней говорили. Я знаю, что ты запорол дело и потерял всех своих. Настоящий профессионал. Вообще-то ты тоже к этому причастна. Налета бы не было, если бы ты не помогла ей с брейндансом. Вы же меня в это втянули. Ты и она. Я знала, что это плохо кончится. Я вам сразу говорила. Будешь изображать жертву, да? На тебе нет ни единой царапины. Ладно. Придется разгребать это говно вместе. Но ты в отчаянии. У тебя это на лице написано. Окей, ну, допустим, я в полной жопе. Биочип, из-за которого устроили налет, медленно убивает меня. Заказчик Эвелин может что-то знать об этом биочипе. Это может меня спасти. Вот поэтому я хочу узнать, кто ее нанял. Ну, допустим, я тебе верю. Ладно. Эвелин кукла. Раньше работала в облаках. Советую искать ее там. А где это? Там на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелину, когда ее найдешь. Мега-башня. Статусное место. Стой. Скажешь потом, как у нее дела? Окей? Окей, я тебе позвоню. Спасибо. Спасибо, Ви. Кукла. И почему я не удивлен? Тенграмма в поврежденном мозгу. Тебя ничего не должно удивлять. Ну что, поедем в эти облака? А почему бы и нет? Меня зовут мистер Хэнс. Если тебе нужна работа в Пасифике, звони мне. Я Ви. Ну, не слышу, приятно познакомиться. Наше знакомство – честь для меня. Нужна будет работа. Звони. Ви, давно о тебе не слышно. Вакака Каакада. Госпожа и хозяйка Уэстбрук. Загляни ко мне, когда будет минутка. Нам нужно рассчитаться. За Сандру Дорсет. Вы хорошо сработали. Ты и твой друг. До связи. Единственное, что мы можем тут получить – это пизды. Причем, скорее, в плохом смысле. Сто шестьдесят шестой и сто первой. Свидетели считают… Откуда такие прогнозы? Я что-то упустил? Это монтажерша что-то скрывает. Башню Яна держит тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Уровень угрозы в регионе до второго. Старайтесь избегать второстепенных… Тигриные когти, считай, филиалы Росаки. Интересно. Все корпораты играют грязно. Но улицы еще хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на Узбудбандер. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительного? Я не про это. Если Эвелин хотела спрятаться, тем более это Росаки, тут не лучшее место. Не хочу показаться грубым, но я все это в руки был. Что, хорошее настроение? Не каждый день полумертвый чувак таскает тебя по борделям в поисках хер знает кого. Классно же я развлекаюсь. С чего ты взял, что Джуди врет? Это называется интуицией. Знаешь про такую? Да, так называют способность, которая позволяет уверенно пиздеть. С чего ты взял? Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Я ищу Эвелин Паркера. Она здесь работает? Сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Я должен ее увидеть. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я не клиент. Значит, у вас все еще впереди. Каждый когда-то был в облаках первый раз. Вы не пожалеете. Достаточно только подключиться. Мы зарегистрируем вас и создадим ваш профиль для сеансов. Прости. Она сказала что-нибудь полезное? Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару. То есть? Заходишь как клиент и смотришь вокруг. Не хотят раскрывать карты? Отлично. Мы и без них сыграем. Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слова. Самурай. Сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Два совпадения. Интересно. Это нормально или... А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Наверное, выберу Скай. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Вот, пожалуйста. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Скай ждет вас в девятой кабинке. Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. А не пошел бы ты нахуй, Джон? Облака – одно из самых безопасных мест. Спасибо. Желаю вам приятного отдыха. Эй! Клиентам сюда вход запрещен! Если не трудно, закрой дверь с той стороны. Ты же видишь, я очень занят. Я ищу Эвелин Паркер. У нас тут такая не работает. Раньше работала. Что с ней стало? Наверное, исполнила мечту всех кукол. И охмурила какого-нибудь богатого оленя. Эээ, мой тебе совет. Попробуй лучше Рокси из второй кабинки. Жопа! Такая же круглая. Остальное чип доработает. Разницы не почувствуешь. Это же тебя зовут Дубманом. Теперь ясно, почему. Ты тупой, как пень. До тебя до сих пор не дошло, в какое говно ты влядывался. Говно? Какое говно? Думаешь, я трясусь при виде каждого придурка, который сюда заходит, да? Мне кажется, мы можем решить все вопросы мирным путем. Давай не будем усложнять друг другу жизнь. Это ты тут усложняешь? Послушай внимательно. Я рано или поздно ее найду. И после этого с некоторыми людьми начнут происходить разные вещи. Будет печально, если среди них окажешься ты. И тебе кажется, что с тобой вещи не произойдут? А ты угадай. Ладно, ладно. Я расскажу все, как есть. Твоя телка, как ее, Паркер? Ее тут нет. Это я уже давно понял. Где она сейчас? Думаешь, ты во всем разбираешься? Да ни хера подобного. Куклы тут сидят не потому, что по жизни любят ебаться хрен знает с кем. Они работают. Их задача приносить доход. Эвелин не приносила доход? Увы, к сожалению для нее. Чип ей расплавили так, что не восстановишь. А кто? Клиент? Нет. Кто-то снаружи. Какой-то крутой нетранер. Прошел через наш лед, как через бумагу. Превратил девчонку в овощ. Мы пытались починить ее имплант, но там было без шансов. И часто у вас такое случается? Ты встречал технику, которая не ломается? Вряд ли. Поведенческий чип раскалывает тебе сознание пополам. Некоторые просто сходят с ума. На место каждой сломанной потаскухи сразу приходят десять новых. Слушай, давай перейдем к делу. Что в итоге стало с Эвелин? Сверху поступил приказ ее утилизировать. Ты ее убил? Нет. Я нашел рипера, который хотел на нее посмотреть. Сказал, что как-нибудь починит. ты вложил свои деньги, чтобы помочь бедной, убыточной Эвелин? Да ладно. Тебя не проведешь. Рипер сам мне заплатил. За сломанную куклу. У всех свои причуды. Поверь, я на этой работе всякого навидался. И не такое видел. Фингерс в этом плане уникум. У него есть все фетиши. Даже те, про которые никто не слышал. Он-то наверняка нашел Эвелин применения. То есть ты отправил ее к риперу, несмотря на приказ? Не слишком ли смело для тебя? Ну, еб твою мать! У меня же тут не бойня. Ликвидация это крайняя мера. И я всегда звоню семье, если она есть. Но как, по-твоему, сколько папочек захотят ухаживать за мелкими шлюхами, которые скатываются в киберпсихоз? Немного. Выбрасывать их на улицу тоже не вариант. Это испортит нам репутацию. Для таких, как ты, в аду отдельный котел. А для таких, как ты, должны быть курсы по оскорблениям. Мы закончили. Давай фамилию и адрес рипера. Фамилии не знаю. Не зли меня. Очень надо. Зовут его Фингерс. У него клиника в переулке по Чпок-стрит. Там и ищи эту свою. Эвелин. И больше тут не показывайся. Ясно? Поезжай лучше на лифте. Чем быстрее ты отсюда съебешь, тем лучше. Доктор Фингерс Чпок-стрит. Прям влажная мечта студентки. Не забывайте свое оружие. Хорошего дня. Если захотите снова оказаться в облаках, будем рады помочь. Да уж, веселенькое местечко. От такого веселья и повесяться недолго. Вижу, ты не изменил мнение о кукольных домах. Нет, почему же? Раньше я считал, что их надо обходить за километр, а лучше за два. А вот теперь я совершенно уверен, что их надо выжечь напалмом. Как думаешь, у этого Фингерса мы ее найдем? Ви, если бы я был предсказателен, то не оказался бы ебаным чипом в голове живого трупа. у тебя был план, но он провалился. потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. А, блядь! Ну, да что за херня? Да что ж такое? Господи, хули тебе от меня надо? Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнешься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с чипом. Ну, ты же сам хотел, чтобы я сдох. Это было давно. Я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужен живым. Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо. Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться. У меня Карасаки личные счеты. Я выставил их 50 лет назад, и сейчас я хочу закончить начатое. А для этого мне нужен ты. Скажи, зачем? Тебе так важны твои устаревшие идеалы, или это личная месть? Тебя не касается. Просто доставь меня из пункта А в пункт Б. Слушай, погоди, я все придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться, и кто нам в этом поможет. Ты, наконец, избавишься от чипа, а я раздавлю Аросаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Ладно. Что такое Микоши? Начнем издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Аросаки появляется возможность натравить на тебя эскин под названием душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. пока следишь за мыслью. Да. Так ты и стал конструктором. Именно. Молодец. Так вот, Микоши это логово душегуба. Там он хранит анграм всех своих жертв. Аросаку. У тебя есть еще одна бомба? И у бомбы есть имя. Альт Каннинген. Ни разу про нее не слышал. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю. Короче, не тормози. Надо понять, как забраться в Микоши. Ви, ты все-таки мне позвонил. Ну да, я же обещал. Обещать все могут, а держать слово уже нет. Но как? Получилось что-нибудь выяснить? Эвелин уже не работает в облаках. Поведенческий чип сломался, поэтому ее списали и отправили к риперу по кличке Фингерс. О, сука. Не знаешь, где искать этого Фингерса? Да, у него свояка Навальный на Чпок-стрит. Блин, Ви, на нем клейма ставить негде. Еду к нему. Вдруг она там. Говорила я ей держаться подальше от облаков. О, ладно. Пока, Ви. Да тут так смешно было вообще. Какие-то малолетки пытались войти по... Ну, атмосферка тут что надо. Я им сказал, что ввалили. Они упертой оказались. Оброшли здание и прорезли вокруг... Ну как? Тут получше, чем в облаках. Тут ты хотя бы знаешь, кто перед тобой. и, короче, один из них увидел тут свою мамашу. Она там как она тебе еще хребетки сломала. Эй, ты, мудасвон! Сраный ты кусок говна в жопу не доебать! А ну, стой! Стой, котик. Он тебя бесплатно зачипировал? Пиздишь! Ага. Выглядит бедненько, зато работает. И не попросил с тебя денег? Да? Даже в рассрочку? Я же говорю, мы после операции просто сказали. Увидимся. Неплохо. Вик, ты можешь говорить? Это важно. Что случилось? Кажется, я нашел решение нашей общей проблемы. Я связался со своим старым другом из Иросаки. Он сейчас здесь, в Найт-Сити. У него есть связи с очень влиятельными людьми. Старый друг, у которого есть связи с влиятельными людьми. Что за намеки? Давайте ближе к делу. Я говорил, что буду пробовать варианты. Стучать в разные двери. Нам нужно встретиться втроем. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне. Что происходило в кампэке Плаза. Я сомневаюсь, что мы его убедим. Но с чего-то надо начинать. Уж кто-кто, вы должны знать, что Найт-Сити все проверяет на прочность. Даже самую старую дружбу. Вы уверены, что этому человеку можно доверять? У нас уже много раз была возможность убить друг друга. Да, я доверяю ему. Ладно, где и когда встречаемся. В Джапантауне, после заката. Сейчас я вышлю тебе точный адрес. Встретимся на месте. Эй, а ну-ка, не шагу дальше. Слышь, ты к кому? Слушай, мне проблемы не нужны. Просто дайте мне войти. И все. А может, мне войти в тебя? Ладно, ладно, заходи. Лапу убрал живо. Думаешь, я тебя боюсь, соска? Ты допиздишься, и шельмы придут в эту дыру в полном составстве. Если она тебе что-то должна, иди и подавай суть. Трогай меня. Окей, я понял. Мое терпение кончилось. Как только выплатишь то, что ты мне торчишь, можешь валить куда хочешь. Привет, ты знаешь этого, фингерс? Как все. Слышала о нем кое-что? Что именно? У него иногда руки соскальзывают. Хоть кто-то знакомый в этой дыре. Я очень за нее боюсь, Ви. Я не знала, что у нее какие-то проблемы. Мы ее найдем. Обещаю. После налета Эвелин сначала пряталась у шельма, правильно? Все верно. Тогда с какой стати она решила вернуться в облака? Подумала, что там будет безопасней. Черт знает. Я говорила, что это плохая идея, но она не слушала. Ты говорила с фингерсом? Нет. К нему попасть труднее, чем к лучшим хирургам. Блин, мы так до следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну, или придумай что-нибудь получше. Ты не в курсе, где фингерс? У себя в кабинете оперируют кого-то. Уже довольно давно. Должен скоро закончить. Не особо надейся, киса. Иногда он по несколько часов не выходит. Особенно, если принимает оплату сразу после операции. На, купи себе какой-нибудь нормальный хром у настоящего рипера. Если у тебя хватает на настоящего рипера, что ты здесь забыл? Господи, тебе-то какая разница? Нравится ему тут может. Скажи спасибо и пойдем отсюда. Я все вижу, как в тумане. Давай, пойдем. У панели было более вытянутое лицо. Троя пережимают от зрительной нервы. Не волнуйся, глаз привыкну. Вон вроде все. Что, заходим? Получили серьезные ожоги и токсические исправления. Шведская академическая премия по литературе объявила... Да, здравствуйте. Чем могу помочь? Удели-ка нам минуту. Всего минуту? Ну, как мало. Жаль. Я мог бы часами смотреть на ваши сладкие губы. Но простите, сейчас я немного занят. Вы от когтей? Что такое? У меня все уплачено. Мы от шельм. Шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. Через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила. Я их понимаю. Они хотят, как и любой человек, чтобы их похвалили, погладили по головке. Как будто они заслужили это. Конечно. Проходит время, и я их забываю. Прошу, располагайте ваши попки поудобнее. А как насчет лого? Ты же делаешь какие-то записи? Да нет. Такая техника не регистрируется. Никаких фамилий. Ничего. Голубые волосы, кукольный чип, сломанный имплант для Брейна. Она была здесь? О, бедная девочка. Я пытался ей помочь, но вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника. Говоришь, ты не мог ей помочь? Какая ей нужна была помощь? Если бы я знал, она бы сейчас стояла здесь, живая, здоровенькая. у чипа был сожжен регистрик команд. В угольки, понимаешь? Я его заменил, но без толку. Но почему это могло случиться? Техника была топовая. Сама по себе сгореть не могла, это точно. На нее кто-то напал? Нетранер, скорее всего. Такой, который хорошо шарит в коде. Ближе к делу. К делу? Да. Дело в том, что я понятия не имею, где она. Блядский кусок дерьма. Что ты с ней сделал, урод? Пожалуйста, надень намордник на эту тварь или усмири ее. С таким отношением у нас разговора не получится. Не говори так о ней. Она меня оскорбила. Так, чем быстрее ты все расскажешь, тем быстрее мы оставим тебя в покое. Итак, Эвелин Паркер. Где она? Скорее всего там, где девушки становятся звездами нелегальных брейндансов. Больше я ничего не знаю. Что значит нелегальных? Не знаю. В смысле, я никогда такие не смотрел. Снаф, Гура. Я же сказал, не знаю. Ты уверен, что она там? У меня она была четыре дня. Почти все время пребывала в Ла-Ла-Энде. Да, как мертвая. мы не успели подружиться настолько, чтобы она отправляла мне открытки из своих путешествий. Где мне ее найти? Мне что, надо повторить еще раз? Я... я не знаю. Любой на мое место поступил бы, как я. Я пытался ей помочь, но это оказалось невозможно. Когда я позвонил своему фиксеру. в тот же день за ней приехали два амбала. Кому ты звонил? Кто твой фиксер? Вакака. Я сказал ей, что хочу слить куколку с брейндансовым чипом. Куда ее забрали? Еще раз тебе говорю, не знаю. Они были не сильно разговорчивые, а я же не идиот таким людям лишние вопросики задавать. Ты не идиот? Как тебе кажется, почему девушки, которые сюда приходят, позволяют тебе их лапать, а? Потому что ты заботливый и неотразимый? Хуй там! Позволяют, потому что у них нет выхода. А на самом деле, они бы плюнули тебе в рожу при первой же возможности. Опиши, как они выглядели. Как ты, как я, как обычные люди. Неужели как ты? Вот это да. Ну, к таким ребятам обычно стараешься не присматриваться. Помню, что у одного была бородка. Парни, которые за ней пришли, не говорили, зачем она им? Что они с ней будут делать? Да, они говорили про Вирты с какой-то бабочкой. Мол, она для них идеально подходит. Не знаю, почему. Больше я ничего не знаю. Ты ее продал как вещь, блядь. Как манекен какой-нибудь. Ну, живым человечком ее нельзя было назвать. Мне надо подышать. Жду внизу. Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. Хватит успокойся, мы ее найдем. Мы найдем то, что осталось от ее изуродованного трупа. Эй, возьми себя в руки. Ты что, уже сдалась? Нет. Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. И что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Ты не видела что-нибудь с мертвой головой на логотипе? Что угодно? Рынок просто огромный. Это целая индустрия. Каждый занимает свою нишу в зависимости от фетишей. А нелегальные студии на одном месте долго не задерживаются. Они делают все, чтобы их труднее было накрыть. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Слышишь, что орешь? Чего тебе? Я бы проверил, может, они где-то в своих миртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставили. Да уж я догадался, где. Ну, ты в деле? Нет, Уилсон, для забавы не стреляю. Достойная позиция. а ну соберись. Ладно, это, тогда до скорого. все на этом свете оставляют какие-то следы. Надо только знать, где искать. Кроме того, со мной главная специалистка Найт-Сити по брейн-дансам. От нас ничто не ускользнет. Я же все-таки профи. Так что да, есть идея получше. Есть в Даркнете такой сайт удовольствие Найт-Сити. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное. Сейчас надо подумать. Да, думаю, ты права. Давай посмотрим, что на этом сайте. Ага. Надеюсь, ты сможешь что-нибудь там нарыть. Я подожду в машине. Мне нужно что-нибудь я зайду как-нибудь еще. Наверняка. А ты что, покупаешь что-нибудь или так и будешь клиентов отпугивать? Что у тебя есть? Вирты. только обычные? Я так скажу. Кто знает, зачем пришел, тот не спрашивает. Мне нужны брейны. Особого рода. Особого? Агент, что ли? Копы же как дети. Мама не разрешает им гулять одним по таким районам. Ладно, ладно. Я на всякий случай. Чего хочешь-то? давай лучшее, что у тебя есть от мертвой головы. Да ты, я гляжу, из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. Откуда ты берешь эти записи? Так ты агент или нет? Да мне просто любопытно. Любопытство лучше прибереги до тех пор, пока не запустишь вирт. Те, кто их снимает, помешаны на секретности. Я даже и не думал спрашивать, где они все это берут. Осовал бы свой нос куда не просит, может и не разговаривал бы с тобой сейчас. Ну, покажите, что у вас интересного. Приятно иметь с тобой дело. залезай. Привет, Вин. Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Готов. Жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила. Планеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Баба из мусорщиков. Кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейндансы. Это наверняка мусорщик. Других таких стилях в Найт-Сити не найдешь. Видишь что-нибудь? Может, они оставили что-то важное? Переключи слои. О, этот божественный аромат синта-кофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Обычный ящик. Логотип Деккер, Танако и Роджерс. Типично для помойки. Громкость выкрутили до предела. Видимо, чтобы заглушить крики. Спецовка с нашивкой Корпоэлектрик. Заказ недавний. Кофе остыл. Явно стоялся вчерашнего дня. Пицца выглядела свежей. Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, ищем станцию электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. У электриков была большая станция в Чартер-Хилле. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки. В любом случае, нам на электростанцию в Чартер-Хилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Ладно, поехали туда. Слыхали? Ясное дело. Со мной? Да, поехали. И мы на месте. Ну что, идем? Найди пока вход. Я останусь и проверю подсеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса. Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. Учти, там будет опасно. И? Если ты хочешь оставить меня здесь... Прости, не выйдет. Ладно, я пошел. Я нашел спуск. Видишь, где? Ага. Буду через минуту. Жди меня. Ви, подожди. Я сейчас. Я здесь. Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держат там. Ты слышишь? О, знакомая рубашка. Вон там как раз подсобка. Посмотрю, что можно сделать. Из нее вырезали все импланты. И заодно пару внутренних органов. Чего добру пропадать, правда? Запасливые суки. Мусорщики. Сколько их не отстреливай в какой-нибудь дыре, все равно найдешь еще больше. Приходилось иметь с ними дело. Да уж. Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Ну что, я готов. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз, два, три. Давай. Слава богу. Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Понял. Идем к лифтам. Ну давай, тебе трудно, что ли? Ну хотя бы одну. Ради меня. Ладно, пожалуйста. Можешь хотя бы куриться, мне насрать. Ой, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. И не говори мне, что тебе не стало легче. Ну что, заходим? А чего нам еще ждать? Не для того мы прошли ад, чтобы торчать под дверью. Бради уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Как она себя чувствует? А ты как думаешь? Ключи воображение. Эта студия высосала из нее все человеческое. Она отдала, что могла. Но этого им было мало. У нее продолжали отбирать все больше и больше. Такое ощущение, что она в каком-то трансе. Совсем погрузилась в себя. Не реагирует на то, что ее окружает. Мне очень не хотелось копаться у нее в мозгах. Просто знай, что я сделала это только ради тебя. Мне надо с ней поговорить. Ви, я понимаю. Ты хочешь получить от нее ответы на очень важные вопросы. На твоем месте я бы тоже хотела. Только у тебя не получится. Она выпала из реальности. Блядь, она что, шутит, что ли? Почему ты на нее злишься? Когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другого... Знаю. Все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. То есть, ты их уже видела? Да. Пришлось поработать, чтобы хоть что-то понять. Но я не хочу тебе навязывать никаких выводов. Просто посмотри и составь свое мнение. Сколько брейндансов тебе удалось выдрать? Два. Из них только один целый и понятный. Остальное... Ну, все в том же состоянии, как сейчас Эвелин. Окей. Показывай. Погоди. Дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла Тарвечи. Пойдем, Ви. Ладно. Запускай. Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Ага. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас. Они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла же. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройство и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из вирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафе Бори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип не твоя проблема. Сними верт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройство и охранные системы? Можешь осмотреться, если хочешь. Лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы этой тетей ни была, она серьезный инотранер. Или просто работает на пару с таким. А если он сам вдруг начнет говорить? А, это не так важно. Может быть. Но они все из пасифики. Это сужает область поисков. Я знаю, что это. И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, что вадуисты. Но это просто слухи. Я не то, чтобы на сто процентов уверен. Ты про банду нитранеров? Их тяжело найти. Они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. Отлично. Думаю, на этом все. Что скажешь? Женщина, которая наняла Эвелин. Знаешь, кто это такая? Первый раз ее вижу, если честно. Извини, Винь. Теперь ясно, что случилось в облаках. Это они пытались ее обнулить. Из-за них сгорел ее чип. Не понимаю. Ее наказали за то, что она попыталась их наебать? Они поняли, что Эвелин знает гораздо больше, чем должна. Это от них она пыталась убежать. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще, если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увезти био-чип прямо из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Запускай. Меня уже ничто не удивит. Зачем замрешать? Да, что ты решишь. У тебя получается, что я очень-нечко может понимать. Как еще. Я перечисляла на каруне. Она летела на коррекции. Она намного позже. на каком языке она говорит не знаю на креольском раз уж это водуисты постойка кажется у меня где-то был автопереводчик ты пока попробуй настроиться на частоту телефона интересно что говорят с той стороны просканируй телефон есть погоди секунду она говорила про юри ногу наверное поэтому эвелин спрятала эту запись я слышала еще одно имя что-то вроде silver hand надо перевести что они говорят вдруг что важный опа я кажется нашла сборку автопереводчика он должен быть совместим с твоей системой давай остановлю а ты пупея дежа алле вуе ле а лео ле у тебя ризо манзе ту интеллижен порссапо де бьям Почему мы решили? Нет, я не приглашу. У нас есть правильный момент, чтобы мы приедем на революции. Чтобы мы проведем это. Я не знаю, что я не знаю. Что мы делаем? У нас есть правильный момент? Хорошо, если вы решили, как вы думаете, то вы должны работать. Окей, Джуди, хватит. Ладно, отключаю. Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер. И это было сто лет назад. Ви, ты не знаешь? Помнишь, мы украли био-чип? На нем была записана инграма Сильверхенда. Инграма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. Конечно. Кто они? Ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блять, Ви. Последние полвека я был мертв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечки с голубой каемочкой. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну, хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом био-чипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? А что, боишься, что я натравлю их на Эвелин? Нет. Сначала я тебе не доверяла, но если бы ты хотел отомстить Эвелин, ты бы уже давно это сделал. А что тогда не так? Просто хочу, чтобы у тебя все получилось. Что ты будешь делать? Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С вудуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Спасибо, Джуди. Это тебе спасибо, Ви. Ты хороший парень. Крутой. Эвелин всегда судила о людях поверхностно. Если бы она познакомилась с тобой поближе, может, все сложилось бы совсем по-другому. Ви, как жизнь? Мне нужно связаться с вудуистами. С их боссом. Поможешь? Так-так. Значит, заходим сразу с козырек. Хм. Босс вудуистов, мама брешит. И связаться с ней будет тяжеловато. А мне казалось, ты можешь договориться о чем угодно. Ха. Примерно так говорила моя третья жена, когда ей хотелось новую сумочку. Мама брешит? У них там что, какая-то религиозная секта? Не было случая спросить, почему у нее такое имя. Просто ее все так называют. Я очень сомневаюсь, что это как-то связано с релией. Вудуисты со своим гаитянским наследием обращаются довольно фривольно. Я так понял, ты с ними не работаешь. Уж точно не со жрецами, боссами и кто там еще у них. Они там все такие важные, что со мной даже разговаривать не будут. Если хочешь, я могу поспрашивать, поискать для тебя что-нибудь. Только сначала уточни детали. А, у меня то, что они ищут. Неужели? Ты хочешь что-то загнать вудуистов? Поверь мне на слово, им от нас ничего не надо. Они живут в своем мире, со своими контактами, сетями и технологиями. Но, как знаешь, я посмотрю, что можно сделать и перезвонить. Ви, как жизнь? Мне нужно связаться с вудуистами, с их боссом. Поможешь? Так-так. Значит, заходим сразу с козырей. Хм, босс вудуистов мама брешит. И связаться с ней будет тяжеловато. А мне казалось, ты можешь договориться о чем угодно. Примерно так говорила моя третья жена, когда ей хотелось новую сумочку. Мама брежит? У них там что, какая-то религиозная секта? Не было случая спросить, почему у нее такое имя. Просто ее все так называют. Я очень сомневаюсь, что это как-то связано с религией. Вудуисты со своим гаитянским наследием обращаются довольно фривольно. Я так понял, ты с ними не работаешь. Уж точно не со жрецами, боссами и кто там еще у них. Они там все такие важные, что со мной даже разговаривать не будут. Если хочешь, я могу поспрашивать, поискать для тебя что-нибудь. Только сначала уточни детали. У меня то, что они ищут. Неужели? Ты хочешь что-то загнать вудуистов? Поверь мне на слово, им от нас ничего не надо. Они живут в своем мире, со своими контактами, сетями и технологиями. Но, как знаешь, я посмотрю, что можно сделать и перезвоню. Вия, что-то ты пропал совсем с тех пор, как Джеки не стало. Мама Уэллс, я правда хотел позвонить, но вы же понимаете. Всегда находились какие-то более важные дела, да? Что случилось, мой мальчик? Просто хотел рассказать, почему не звонил. Не тревожься, Ви. Не нужно объяснять. Я все понимаю. Я был с Джеки, когда он... Ви, послушай меня. Мой сын сам выбрал этот путь. Он знал, на что подписывается. Если бы его можно было спасти, ты бы спас его, я знаю. Ты же, наверное, до сих пор занимаешься тем же, чем раньше. Береги себя, не лезь на рожон, ладно? Пусть он хранит тебя, Михо. Ви, Ви! Василика зовет. Если тебе так важно туда попасть, сегодня твой счастливый день. Тебе что-то подвернулось? Ну, как я и говорил, что им не попытаешься втюхать. Они это в гробу видали. Зато у них появился один заказ. Вот я и предложил тебе. Сделай все хорошо и удостоишься аудиенции у Брижит. Что мне надо будет сделать? А что? Ты у нас внезапно стал разборчивым? Придешь на место, все узнаешь. Ты знаешь, мне ничего не сказали. Мне вообще показалось, что это я им должен платить за каждое слово. Ладно. А с кем и как мне связаться? Найди часовню на Слоу и подойди к алтарю. До тебя дотронуться или кивнуть тебе. Что-нибудь такое. Понятно. Спасибо. Спасибо. Ты вид? Мы тебя ждали. Другого места не было. Не люблю похороны. Не бойся ты так, Эташ. Эти похороны не твои. Это ты заказчик? Мне наконец расскажут, что надо делать? Я просто посредник. Ты узнаешь все. Скоро. Что вам надо? Смотрите, один ли я? Какой у меня хром? Это что, проверка? Со многими мы работаем с детства. Мы знаем их ангелы. А тебя мы не знаем. Кто умер? Это как-то связано с заказом? Думаешь, мы проводим эти похороны для тебя? Мне нужна Брежит. Она где-то здесь? Нет. Иди в торговый центр у перекрестка. Там внутри будет мясная лавка. Найди Плосида. Он тебе все расскажет. Ты, Плосида? Я к вашему главному. Кисауме. Мне казалось, продажа домашней птицы незаконна. Птичья чума началась шесть лет назад. А сейчас вдруг раз и закончилась. Это не на продажу. Чего ты хочешь? Мне нужна Брежит. А пришел ко мне? Давай поговорим про заказ. Да, но не здесь. За мной. Куда мы идем? Что это? Клубок неразрешимых противоречий? Сюда. Как насчет Брежит? Потом. Сначала заказ. Что не так? Сначала, блядь, скажи, что ты хочешь сделать. Ты взял заказ. Делай, что я скажу. Так что давай, подключайся. А то что? Позовешь следующего желающего? Ви. Последний рывок. Финишная прямая. Прекрати. Не нравится мне все это. Ну, хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить. Что-то мне подсказывает, друзьями мы не станем. Нет искры. Как-нибудь переживу. Эвелин Паркер. Знаешь такую? Она не из нас. Как-то работала на вас. А что вы своих в гимне пошлете? Не наш метод. И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Виктор, твой хромовый шаман? Что, знаком с ним? Мне это не нужно. Железо-дрянь. Поменяй его. О, ты тоже в рипперы записался? Знаешь что, с меня хватит. Думаешь, так можно? Просто встать и уйти? Помни, зачем мы здесь. Я все понимаю. Меня этот хер тоже вымораживает. Но без его Вуду мы не сможем найти Альт. Все. Могу продолжить? Этот чип, у него нет сигнатуры. Для чего он? Он все равно поврежден. Как? Я получил пулю, чип перестал работать. Вот как. Ты ни разу не спросил ни про опыт, ни что я умею делать. Мы не корпорация, карьеру не предлагаем. Ты выполнишь для нас только одну задачу. Ну, что скажешь. Я гожусь для работы. Комьюнет. Комьюнет. 20.35. 07. Три секунды раньше. Бум. Мы хотим знать, откуда комьюнет приехал. Фургон явно сделан на заказ. Мы и сами догадались. Эй, я просто пытаюсь сопоставить факты. Вы все это писали сами? Камеры наблюдения, спутники корпоратов. Пишем со всего. Кроме того, что в ГИМе. Правильно? Навороченный фургон. У качков таких не водится. Его хорошо стерегут. Что бы там ни было, это важно. Сделаем перерыв? Там нужна твоя помощь. Они справятся. Ты молчи. Животные тут ни при чем. Они просто охранники. Их наняли. Кто-то с полным фургоном нитранерских приблуд. И мне надо узнать, кто это? Угу. Начни с комьюнет. Не светись. Просто смотри, что происходит. Я подключил тебя к из Агвы на наши сети. Что? Зачем? Через Агвы я буду слышать то, что ты слышишь. И видеть то, что ты видишь. Я проведу тебя через ГИМ. И еще один голос в башке. То, что Рипер прописал. Мы знаем, кто этот раннер. Что ему надо? Надеюсь, ты узнаешь. Следить за мной будешь? Вот оно. Доверие. Ладно. Что еще мне нужно знать? У Мола стоят наши. Они скажут, как попасть внутрь. И сколько я за это получу? Как будем рассчитываться? Хэн сказал, денег тебе не надо. Как я понял, у тебя проблема. Закончишь с ГИМом, Брижит решит ее. Условия изменились. Теперь мне надо работать мишенью на территории врага. Так что мои ставки повышаются. Посмотрим. Не обещаю. Ну ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брижит? Да. Соктий в конце коридора. На лифте вниз. Наши тебя пропустят. Мы закончили? Смотрю, чужих вы не любите. Таких, как ты, видно. То есть, лучше быть начеку? Угу. Точно. Брижит знает про встречу? Или ты один всю эту кашу заварил? Я же сказал, время придет, и шефин с тобой поговорит. Кстати, давно хотел спросить. Почему вудуисты? Вы же не верите в вуду. Спроси тех, кто нас так зовет. Значит, вы зовете себя по-другому? Ага. Но ты мне не скажешь, как. Ну что ж, ясно? Гляди, ты всегда можешь сделать вот так. С новой моделью так не прокатит. У этого датчик движения. Он реагирует только на действия. У новых моделей симуляторы мышечной памяти. Они реагируют на намерение. То есть, новые знают, что я буду делать еще до того, как я начал. Для этого я могу просто все время ранять. Ага. Точнее. Вход в кинотеатр перекрыт, который главный. Да, точно, точно. Я сам этот медиканствую. Так, я у фургона. Нейтранера тут нет. Я вижу, что ты видишь. Молчи. Так, подключайся к фургону. Раз уж и ты это видишь, скажи, на что я смотрю. Потоки данных в Пасифике. Они ищут Агвы. Кто эти «они»? Дозор. Они ведут на нас охоту. Что именно им нужно? Внутренней базы данных. Если наш лед треснет, они возьмут все Агвы и всю сеть. Мы вернемся в темный век Бартмаса. Все так плохо? Не знаю, сколько они данных собрали, но их карта не закончена. Они еще подтверждают источники. Ладно, в чем моя задача? Добраться до агента. Его легко найти. Смотри на карту. Он в кинотеатре. Уходи. Это не твоя война. Невд. Что? Пласит, что? Он нас отрезал, отбросил. Я дал тебе еще лед. Пока все под контролем. Но ничего не взламывай. И что теперь? Он знает, что мы видели карту. Найди его. Эй, тише, тише. Это че? Что ж, теперь он нам не помешает. Я оборвал связь с остальной пасификой. Выиграл немного времени. Сначала ты хотел меня обнулить. А теперь поговорить решил. Ну, какое обнулить? Просто отпугнуть. Но я тебя недооценил. Все, давай перейдем сразу к делу. Говори, кто ты такой. Брайс Мосли. Особый агент Дозора. Поговорим. У тебя был пассажир, да? Он все видел и слышал. Отдавал тебе приказы. Не знаю, сколько вудуисты тебе платят, но наш кошелек толще. Купить меня хочешь? Не совсем. Просто предлагаю альтернативу. Не ставь на вудуистов все, что есть. Они им не самые честные партнеры по бизнесу. А они в Найт-Сити уже сколько? Лет пятьдесят? А мышление до сих пор племенное. Взять хотя бы ненависть к чужакам. Не интересует. Деньги тут ни при чем. Мне нужна мама Брижит. Главная вудуистка. Брижит и ее прихвостиньте Нептун заморожены еще с тех пор, как мы установили вокруг их сети лед. А тебя, если я правильно понимаю, отправили их освобождать. Знаешь, почему тебе этого не сказали? Потому что ты раньон. Так они называют чужаков, которых нанимают. Половые тряпки. Когда заканчиваешь работу, тебя убирают. Судьба всех раньонов. Слышь, у тебя есть доказательства, что вудуисты хотят меня кинуть? В смысле хотят? Они уже кинули. Тебе через личный порт с пассажиром загнали вирус. Ты посмотри. Гладко стелец, скотина. Обрабатывает тебя в открытую. Я проверял. В системе чисто. Да? Тогда проверь еще раз. Проведи диагностику. Ладно. Так. Все окей. Никаких следов. Сделай еще раз. И сравни с последним результатом. Идентичный, да? Угу. Это не настоящий скан, это копия. Что у вас с вудуистами? Знаешь, сколько атак из-за черного заслона мы отбили в прошлом году? Я должен угадать? Не знаешь. И никто в Найт-Сити не знает, кроме нас. И знать не хочет. Людям кажется, что это несокрушимая стена. Универсальная защита, которая будет держаться до конца времен. А на самом деле это старый мусорный мешок, который кое-как натянули на разбитое окно. Да еще и вудуисты постоянно протыкают в нем дырки. Что сейчас с Брежитой этим, как его, Нептуном? Сигнал идет. Видимо, вудуисты на своей стороне поддерживают в них жизнь. Но они вряд ли смогут делать это вечно. Это верно. В какой-то момент Брежит и Ти станут бесполезны для нас. Мы пытались зайти в сеть вудуистов через их интерфейс, но Брежит оказалась упорной. Она нанесла пару ударов нашей системе, пока мы ее обезвреживали. Применила против вас ваши методы? Ага, зачем вы собираете данные на нетранеров из пасифики? Такая работа. Вам нужна Резаагвы. Независимая сеть, которую вам не разрешают охранять и защищать, да? Не бывает независимых сетей. Если вудуисты пропьют черный заслон, плохо будет всем так или иначе. Все-таки пойду по плану. Субтитры сделал DimaTorzok Эй, Ви, ты жив? Сейчас. Минуту назад ты был как он. Спасибо. Мне уже лучше. Что случилось? Сетевик был прав. Вудуисты тебя кинули. Как только ты дал им доступ к сети Дозора, они сожгли всех агентов. И тебя. Похоже, Биачип опять меня спас. Лосит этого не предвидел. Похоже. Так что, не за что. Думаешь, Брижит спасли? Ты же все-таки спас ее задницу. А Пласиду я бы на твоем месте показал, кто тут главный. Давай, ищай в Бати. Надеюсь, их главный амбал любит сюрпризы. Хочешь поговорить с Пласидом? Ты же этого хочешь? А то я могу отвезти. Поехали. Ты вернулся. Как? Как ты выжил? Ты меня подставил! Ты меня подставил! А это? Открывайся. Мы у тебя. Да. И я видела его сканы. Он не ранен. Я не пепну амба. Здесь стало опасно. Ты, наверное, Брижит. Сложно было тебя найти. У тебя ко мне дело. Получается, ты знаешь про Биачип? Да. И мы должны его проверить. Много узнала из моих сканов? Уж точно больше, чем Пласид. Ты узнала Биачип, потому что сама искала его раньше. Нужна проверка. Ты выжил, значит, удар принял конструкт. Вы о нем не думали, когда пытались меня убить. Я бы никогда не подставила Чип под удар. Если он в хорошем состоянии, мы дадим за него хорошую цену. Даже доплатим за моральный ущерб. Состояние Биачипа оставляет желать лучшего. Собственно, поэтому я и здесь. Он не работает? Все не так плохо. Просто никто не знает, как его вытащить из моей головы, чтобы я не сдох. Вам надо было, чтобы я его выкрал. Значит, у вас могут быть идеи, как мне помочь. Откуда ты это знаешь? Как ты нас нашел? Эвелин Паркин. Знаешь такую? А, кукла. Шлюха. Ты нашел нас, потому что она тебя к нам привела. Хоть на что-то эта девка в итоге сгодилась. Так вы можете мне помочь или нет? Можем, конечно. Только не здесь, а в Крипте. Нужен доступ к Биачипу. Нас интересуют данные. Потом мы займемся тобой. Я вроде бы и так достаточно для вас сделал. Другого способа нет. Чтобы достать Биачип, надо его осмотреть. Иначе вы ничего не получите, если облажаетесь. Я дала слово. Мы тебе поможем. Мы введем тебя в киберпространство. Там ты сможешь взаимодействовать с Конструктом. У вас что, есть своя версия синтеховского интерфейса? У нас есть своя версия для всего. Мы ничего не берем из города. Откуда мне знать, что я вернусь? Есть какие-то гарантии? Ты будешь в нашей цифровой крепости под надзором. Под вашим надзором? Если бы ты знал, что можно встретить в сети, не пытался бы спорить. Чем это отличается от простого нетранинга? Интерфейс показывает слои данных прямо из сети. Их можно считывать. Обычные нетранеры видят только карту. Им недоступно то, что под поверхностью. Оборудование слабовато. Так, так, секунду. Сначала объясни, зачем вам понадобился Сильверхенд. Мы хотим связаться с Альт Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт? Чип, который хранила Аросака, единственный путь к ней. Альт Каннингем. Слышал о ней. Да? Где? От кого? Джонни про нее рассказывал. Правда, немного. Джонни? Думаю, самое время ей сказать. О чем сказать? О нас. Конструкт активен. И мы с Джонни можем болтать время от времени. На это мы тоже посмотрим. Ты мне не веришь? Думаешь, я разговариваю с вымышленным другом? Мало известно о том, как инграмы взаимодействуют с нейронной сетью человека. А вот мне известно. Для человека это добром не кончается. А как вы хотите связаться с Альт? Мы выделим с биочипа уникальную часть инграмы Сильверхенда. Альт ее узнает. Если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. Эй, эй, ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон. Только что сказала. Дирекцион коннекте. Коннекцион стаб. О, нет. Только не ванна. Мы должны подготовить тебя к прыжку в сеть. Ты не привык к таким перегрузкам. Не выпендривайся, Ви. Делай, что она говорит. Я не хочу, чтобы меня замкнуло. Слушай, можешь рассказать, чего вы хотите от Альт? Только она одна знает безопасный путь за черный заслон. Когда придут перемены, мы хотим быть с победителями. Перемены? Когда создали черный заслон, все думали, что этого хватит, что лед отпугнет диких эскинов. Но прогресс идет, его не остановить. Скоро катастрофа повторится. Обязательно. И очень скоро. Корпорации даже не замечают опасности. Но мы... Мы будем готовы. Что вообще такое черный заслон? Я знаю, что... Ты знаешь, что говорит сетевой дозор. Последний бастион против эскинов после войны. Победа человечества над хаосом. Узнаю субботнюю рекламу дозора. Только черный заслон тоже эскин. Условия его работы не пропускать ничего с обеих сторон. Если бы эскины думали, как люди его бы сочли предателем. Джонни, похоже, ты будешь приманкой. Тебя это устраивает? Да мне похуй. Делай, что говорят. Можем работать. Что теперь? Джонни. Попробуй. 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 где мы это наша борта цифровая крепость мост в глубокую сеть тут все такое живой настоящий киберпространство все время движется меняется интерфейс подстраивает поток данных под возможности твоего мозга но ты ты совсем особый случай ты сейчас видишь больше чем я до киберпространство всегда так ладно что теперь можно начинать все готово мы усилили твою связь нейроны сетью сильверхэнда чтобы взять фрагмент конструкта нам нужны данные о вальд только о ней это займет всего бринджит что происходит а вылдава файдауэй Джонни! Да какого хера? Ты перегнул! Сильно! А теперь что? Что будет дальше? Вытащишь на сцену корпората, свяжешь его, обольешь бензином и поножжешь! Джонни! Джонни! Это не твоя личная группа! Ты тут не один! Ты вообще-то тоже. Больше никто ко мне не приебывается. Остальных просто достало что-то доказывать! Они поняли, что с тобой разговаривать бесполезно! Ты, блять, поехавший! Ты знаешь, зачем я это делаю? Нет! Нет! Не знаю! Ты допрыгаешься, и Арасака сама наступит на горло твоей песни! Но идеи-то только у меня есть. Так что, если тебе, как всегда, нечего предложить, отъебись! Блять! Это из-за концерта или Керри? А? Мы торопимся! Посмотри на себя! Аж вспотел от злости! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это было классно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА то есть просто покурить после секса уже не в кайф надо непременно выкопать топор войны все кончено джонни я просто не смогла исчезнуть ни слова не сказав но говори чего хотела тебе вот обязательно вести себя как скотина джонни чего тебе сегодня так накрыло не только сегодня мне казалось творческие люди должны улавливать намеки а тебе хоть бы что нормально же общались что тебе не нравится обижаешь подруга ты же знала на что подписываешь ладно бы ты был просто харизматичный самовлюбленный мудак джонни ладно бы ты гнался за своей мечтой как ненормальный я бы слова не сказала но но все это фикция как и этот концерт как и ваш самурай это фальшивка обман зрения ты не рокер джонни просто прими это ты мог бы стоять на улице как эти несчастные торчки пускать пену изо рта и скандировать смерть арасаки ты хочешь меня перевоспитать ну что ж не ты первая поверь мне очень надо я в такие игры не просто хотела сказать что ты сам себя обманываешь и только ты можешь с этим что-то сделать ими виду ты наверное что-то попутала мы встречаемся чтобы трахаться не чтобы ты ебалом не мозги ты просто боишься что ты что кири только у меня есть яйца что бороться против арасаки и это вас пугает всех вас на сегодня я уже наебался под завязку так что можешь выметаться знаешь мне казалось что это нечто большее что у нас отношения такие что можно ебать мне мозг по каждому поводу тебе именно показалось ты куда у меня встреча не надо хватит завтра снова играем ну что пойдем отсюда выпьешь с нами по капельке сильвер рокер в другой раз чумбы а если другого раза не будет а джонни ну бегом эй куда ты собрался нет уйдите от меня а а а джонни не трогайте меня а а а а а а а а и и Ну давай, подъём Сколько лет, сколько зим Сколько? Недели две прошло, как я тебя собирал Я успел соскучиться Не пизди Я кому повторный осмотр назначил? Мог бы хоть позвонить, тупорылый ты говнюк Он мне как сын Я уж вижу Ну и что там со мной? Я всунул тебе в жопу столько трубок Что там теперь чисто коктейль-бар можно открывать Ещё пришил синтетическую печень А то твоя выглядела как бумажный пакет с говном Супер Теперь буду жить вечно Практически А где Альт? Какая Альт? Она была со мной Он привёз только тебя Сука, её забрали И что, никто не видел? Спасителя своего спроси Говорит, его зовут Томпсон Это был ты в Уотсоне Надо поговорить Так, ладно На соплях, но держится Посиди тут хотя бы пару часов А то швы разойдутся к херам Ага Джонни Ах, пизду Всё равно не послушаешь Что ты видел? То же, что и ты Они приехали за ней А ты просто Был рядом А ты Стоял и задумчиво дрочил из-за угла Размышляя о смысле жизни Если бы я вмешался Нас бы покромсали обоих Скорость реакции у парня заметил? Не успел он, скорее всего Такие запчасти, как у него На дороге не валяются Так Чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет Материал у меня уже был Только его запихнули в фургон И увезли, чёрт знает куда Ты Будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка Не твоё собачье дело Ааа Сам не уверен Я слышал, что не всё гладко В датском королевстве Мне так-то не интересны Ваши сердечные драмы Я хочу знать, зачем её забрала Арасака Думаю, альт – случайная жертва На самом деле им нужен я Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе Ну и Таких дохера Арасаку может интересовать только то, что её ебёт Джонни Сильверхэнд Она работала на АйТиЭс Делала для них очень хороший чёрный лёд Такой, что не раскулешь во всех смыслах Арасака охотилась на неё Обычная межкорпоративная разборка Погоди-ка Альт хотела встретиться с тобой Угу Просила, чтобы я ей помог Были причины Корпораты давно за ней охотились Но до этого она как-то уходила от их клинков То есть она боялась И пошла к тебе? Ага И я начинаю понимать, почему Окей И чего они хотят? Слово Душегуб Тебе о чём-нибудь говорит? Конечно Не у каждой городской легенды такое хуёвое название Это не легенда Душегуб существует И твои чумбы из Арасаки уже взяли на работу его создательницу Ты только представь, что Арасака будет творить с Душегубом Подумать страшно Ты понимаешь, о чём я, Рокер? Они нагнут нас всех Душегуб обнулит любого нетранера, который хотя бы пальцем тронет их лёд Я видел таких Физических повреждений нет даже в нервной системе Никакой агонии и криков Остальное расскажешь по дороге Ты мне не веришь? История стара как мир Арасака хотела меня спровоцировать У неё получилось Ну а ты чё, пойдёшь со мной? Куда? В Арасака Тауэр Отбивать Альт Вдвоём? Тебя так сильно об асфальт приложили? Ага Пойдём Сможешь посмотреть из-за угла Всё, как ты любишь Я буду в машине Только давай быстрее Подождёшь Сколько надо Где бестия? Сядь И не рыпайся Сильверхэд! У меня тут счёт С твоим автографом Ты видел бестию? Она наверху А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался Ебаный брат Джонни! Можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь Да ладно Сейчас вот разговариваю Что теперь? А теперь можешь идти нахер Ты видела, с кем он разговаривал? Джонни! Энгельс, как дела? У них какая-то закрытая встреча Бестия тоже там? Да, но... Понял, понял Закрытая встреча Да я только спросить не ссы Ненавижу этот город Этих скользких фиксеров Этот ёбаный бар А где бы ты хотела быть? Я могу увести тебя на равнины По которым кочует мой клан Заказов там, конечно, немного Но мне кажется, мы найдем чем заняться Мы уже это все обсуждали Я сказала нет Сегодня нет А завтра будет видно Джонни Я тебя не знаю Это не проблема Главное, что все знают Джонни Сильверхэнда Нужна твоя помощь Мы ждем клиента Который не хочет светить Ага Настолько Что решил не приходить Тогда и нам нечего тут сидеть Ты же Не злишься на меня? За что, Джонни? За то, что ты мне напиздел И подставил моих людей? Или за то, что ты ебал еще трех баб за моей спиной Пока мы встречались? Не думай, что я не понимаю Было всякое Но у нас сейчас нет времени на чувства Я не тороплюсь Новый партнер Знаешь Эта твоя обаятельность Переоценена Или поистерлась с возрастом Так у тебя какой-то заказ, Рокер? Или ты просто языком потрепать пришел? У меня заказ Срочный Но я хорошо заплачу Сколько? Не лезь Это не твое дело Мое Рокер готов раскошелиться? Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа Он пришел поиздеваться В прошлый раз помню Значит, в этот раз Будь умнее И возьми деньги вперед Ну так Сколько, Рокер? Дело связано с Арасакой Я пойму, если вы не возьметесь Хотел заинтересовать? Получилось Если ты хотел получить скидку для друзей Это не ко мне Да ладно Вы же только ищете повода устроить махач с корпоратами Так-то да Только не за даром Такие приколы только для Рокеров Я плачу по двойной ставке По тройной И сам идешь с нами Если она тебе не доверяет То и я тоже По рукам Хорошо Срочный заказ, говоришь? Джонни! Ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхенд Пойдешь с нами Хочешь отвезти меня к Альт? Хм Так я и думал Хочешь поиграть? Со мной? Да ладно У меня тут ситуация Все так же, популярен Он на меня напал Хороший был бой А у тебя все-таки есть польза А, так вот что-то по-плохому Ну ладно Боец-кубир Вертолет? Серьезно? Осторожней У них тоже глаза есть Быстро, быстро! Граната, отходи! Мне этого не хватало Есть еще кто? Никого? Нет? Надо выбираться Когда мы закончим Хоронить будет нечего Несем большие потери Несем большие потери Я тут немного занят Снизу их будет еще больше Поверь мне Стреляй! Мы парканули снаружи Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине Кто? Журналист Ты не знаешь Хана тебе, крыса-кабарат Не боли его! Буряк! Кабарата! Буряк! Это пока только разогреть Солдат убит! Вот это я, добряк! Какой убит? За сегодня водитель Скорей! Валим отсюда! Чего ты там за... Мы сразу за тобой Так, за нами хвост Аросака! Водительный огонь! Если попадут по машине Нам пизда! А вот это было неплохо Что дальше? Их надо скинуть! Справа переулок! Верни! Ну что, держишься? Ну вот, кажется, и все Брошим где-нибудь машину И поболтаем Так, кого нам надо вытащить из Аросаки? На тренершу из АТС На тканинке О, понятно Ее, наверное, отвезли в башню Чем дальше, тем лучше И что вы хотите делать? У вас есть какой-то план? Да Отвлечем их Немного пошумим Сыграем у Аросаки под самыми окнами Отожжем так, чтобы стекла повылетали Этот концерт все запомнят Количество человек, пострадавших во время беспорядков, по-прежнему остается неизвестно Наши корреспонденты, которые находятся рядом с Аросака Тауэр Сходятся в том, что на площади было распалено психогенное вещество, изменившее поведение людей Неплохо Ты что, снимаешь все это? Да А что? Хочешь передать привет маме? Делай, что хочешь Только не мешайся Давно знаешь этого Томпсона? Ну нет А что такое? Не нравится он мне Пресса всегда к неудаче Чего? А представь, если его запись по закону подлости найдут Запись, где мы бегаем по Аросака Тауэр Подумаем об этом, когда выйдем отсюда Давай, у нас мало времени Нет, не заслужил он повышать Центральный компьютер Надо его найти А ты знаешь Ладно Слушай, внимательно Быстро, быстро Турели, осторожно Пора заработать Вот и все На этой двери столько брони, что без танка не пробьешь Есть идеи Дай-ка я Ах ты сука На-ка Теперь понимаю, почему мы его взяли Три Два Один Идеально Настоятельно рекомендую Ей не мешать Что ты сделал с Альт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни Иди-ка ты к хуям Альт Альт Нет, только не это Она Сука Джонни Ты совсем охуел? Ты что, еще пишешь? Не изменишь Она не... Джонни! Прекрати уже Убить его хочешь? Нам надо идти Джонни! Она не... Ну, говори, а то лопнешь Расскажи, что потом стало с Томпсоном? Не знаю Мы с ним больше не работали Может, потому что ты его разъебал, чтобы злость сорвать? Ты не понимаешь Он же падальщик Херас 2 бы он помог, Альт Ему была нужна история Он же охуел от радости, когда увидел, что Арасака ее обнулила Да этот уебок сам бы, блядь, ее убил Лишь бы снять материал получше Да Тебе тогда не присвоили звание мудак года? Да ты, блядь, про что сейчас? Брааль, ты всегда так себя вел? Поговори еще тут, Брааль Ты че, блядь, другой флешбек смотрел? Да и я ради нее разъебала Расака Тауэр Интересно, зачем? Правда, ты же ее, считай, послал Сказал, что нахую ее вертел во всех возможных смыслах Ты вообще слышал, что она мне говорила? Могла ведь просто уйти Но нет, сперва по яйцам дарила А ты никогда не думал, что она права? С чего бы? Она была та еще манипуляторша Вот уж кто бы говорил Это в каком еще смысле? Вспомни, каким ты был в двадцатых Неужели ты ничего не понимаешь? Нет У меня какое-то дежавю Ты такой же идиот, как она Почему тебе ебет, что было в две тысячи двадцатых? Потому что ты ее ищешь Чтобы попросить о помощи И вообще, ты тут как бы не один Мог рассказать и раньше про Альт А что бы это изменило? Я не знал, как ее найти, и ты тоже Ну, я бы узнал, кого мы ищем Уже было бы попроще Только как в итоге Альт нам поможет? По-моему, ее убили Она не умерла Она ушла Сбежала Ну, я же видел Она ушла от них в сеть Да ты гонишь Я наслушался про гениальных Нитранеров Сбежавших в большую прекрасную сеть Не думал, что ты веришь в такую херню Я не буду тебе ничего доказывать Просто делай, что я говорю Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже Ну и? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки Но они ей ничего не сделают И вообще попросила больше ее не искать Да? Че так? Она хотела, чтобы в этот раз я им все простил Потому что и так уже много людей погибло зря И что ты сделал? Для начала купил два термоядерных заряда И вернулся в Арасака Тауэр Думаешь, Альт еще жива? Пятьдесят лет прошло И ты их провел в Микоше? Дозор уже давно мог ее выследить О, они пытались Корпоратские крысы ничего не могли сделать свободному ИИ, который знал, как думает человек Пока они искали ее в Хрустальном дворце Она строила ебаный город духов для Кантау И бестия пошла с тобой Я хорошо ей платил Ты же говорил, она лучшая Она могла и отказаться По какой такой причине она решила работать на рокера-суицидника? Мало того, который постоянно огребает от Арасаки Видишь ли, тогда по-другому было Наемники не продавались корпорациям Достаточно было крикнуть Ебем, мать, и Арасаки И все бы сразу обкончались от восторга И бестия тоже Вудуисты вроде бы знают, где она сейчас За Черным заслоном Там, где ее не достанут Ближит ищет способ за него проникнуть Просто, чтобы найти Альт и поговорить с ним Ты, наверное, не потянешь С минутой Для меня прошло явно больше минуты Я увидел большой кусок жизни Джонни и Альт Вероятно Данные, которые были связаны с Альт Оставили яркий след в памяти конструкта Очень яркий И эти воспоминания вызвали сильную эмоциональную реакцию Которая спроецировалась на твое сознание Да уж, эмоций было через край В каком состоянии конструкта? По уцелевшим данным Альт увидит, что он аутентичен Что это вообще значит? Так что? У нас получилось? Да, мы получили нужный фрагмент из энграма Сильверхэнда Теперь все готово для связи с Альт Сначала нам нужно пройти дальше Туда, где уже нет границ За черный заслон Не многие переходили на ту сторону Никто не возвращался Она будет первой То есть, получается Вы понятия не имеете, что на той стороне? Мы скоро это узнаем А вот тени, которые я вижу Это дикие искины Пытаются найти проход Я выполнил свои обещания Твоя очередь Давай ты удалишь энграмму Джонни До того, как мы перейдем через эту стену Мы не пойдем туда Ты один перенесешь код на ту сторону Блять Как я не догадался Похоже, ты изначально не собиралась мне помогать, да? Теперь это не имеет значения Ты доведешь дело до конца Видимо, выбор у меня небольшой Али Как мне перейти на ту сторону? Ближит? Альт Джонни Тебе нельзя здесь оставаться? Альт Каннингем Альт Что происходит? Альт Здесь мы поговорим Спокойно Я сам с ней поговорю Джонни Ты прошла за черный заслон Только чтобы меня увидеть Значит, все нормально? Ты не злишься? Я распознала код твоей энграммы Но мне неизвестно, зачем ты здесь Хочу получить должок За то, что вытащил тебя Из-за Росака Тауэр Ви — это Альт Лучший Нэтранер в Найт-Сити За всю его историю Альт — это Ви Ты должна спасти ему жизнь Что ты сделала с Брижит? Она еще жива? Да Но в данный момент она нам не нужна Чего ты хочешь? Этот чип постепенно меня убивает Конструкт прописывает свои данные поверх моей нейронной сети Я вижу Почему ты считаешь, что мне это важно? А хули нет-то? Это ты создала душегу Ты вручила Росаке ебучее супероружие Которое поджарило мозги мне, тебе И половине раннеров Найт-Сити Ты погиб исключительно по собственной воле Ты серьезно, Альт? Я пошел за тобой И теперь ты говоришь, что тебе это все не важно? Да Альт Каннингем, которую ты пошел спасать Воросака Тауэр больше не существует Ты должен знать это лучше всех Потому что ее смерть на твоей совести Джонни не виноват в твоей смерти Откуда ты можешь знать? Я видел его воспоминания Это была случайность Ты видел не более, чем его субъективную версию произошедшего Образ событий, который остался в его подсознании И деформировался за годы воспроизведения Его версия не имеет ничего общего с истиной А кто ты тогда, если не Альт? Я пользуюсь данными ее энграммы Круто В ее энграмме написано, что она была равнодушной сукой Может вы попозже с этим разберетесь? Не знаю, чего я ждал от встречи с тобой Но уж точно не ссора виртуальных любовников Ты сейчас только хуже делаешь Хуже быть уже не может Ладно, я понял, ты ненавидишь Джонни А что насчет меня? Я не могу тебе помочь Или не хочешь? Не могу Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям В смысле? Это же твоя программа Ты создала душегуб У программы, которую я создала Мало общего с тем, что потом сделала из нее Арасака Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии Если бы у меня был доступ к Микоши Ее бы уже не существовало Отлично Тогда давай так Мы пустим тебя в Микоши А ты поможешь Ви Согласна? Лучший в истории Нетранер Найт Сити не может сам пробраться в Микоши? Меня там слишком хорошо знают Они поставили слой черного льда На котором буквально написано мое имя Прямо как арестантская роба, сшитая по заказу Я сделаю все, чтобы не оказаться там снова Так ты знаешь, как можно мне помочь? В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба А затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело Погоди То есть, чтобы меня спасти, надо сначала меня убить? Твое сознание, нейронные энграммы Будет записано в виде данных Остальное перестанет существовать Остальное? Душа Те, кто назвал мою программу душегубом Точно отразили суть того, как она действует Сука, я даже слушать не хочу эту лабуду Ви просто вернется в свое тело, правильно? Ничего не изменится Все изменится Ты это хорошо понимаешь Ладно, план у нас есть Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий Так в этом как раз и проблема Ты создавала их в сети А мы делаем ставку на человеческий фактор Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши Джонни немного приукрашивает факты, если что Я понимаю, ты ему не очень доверяешь Но даю слово Мы проложим для тебя безопасный путь в Микоши У меня и у человеческого фактора есть что-то общее Так мы договорились? Да, мы договорились Найдите путь к Микоши А я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети Как с тобой связаться, когда будет готово? Вот адрес борты Мы будем общаться по защищенному каналу А что в итоге с вудуистами? Они позволят вам уйти невредимыми Это часть нашей сделки Ты все-таки смог выжить Интересно, чем закончится ваше сотрудничество с Альт? Ее будет трудновато развести А я не знаю, умеете ли вы хоть что-то делать честно Ты еще смеешь меня поучать? Просто хотел отдать тебе должное Другие раньоны, наверное, не доживают до этой счастливой минуты Хватит Альт могла защитить тебя в сети Но сейчас ты на моей территории Да, я как раз собирался уходить Тебе сказали, чего Брижит хочет от Альта? Или это снова информация не твоего уровня? Как было с биочипом? Ты хочешь меня спровоцировать? Думаешь, это умно? Ну и как? У меня получается? Ты, наверное, очень разочарован Чем еще? Ну, тем, что не можешь просто меня убить Это не в моей власти Смотри-ка, смотри Видишь? Пидорасы, блядь Слушай, ты смотришь новости про Аросаку Или порнуху комментируешь? Какая смешная шутка Ты только посмотри, что они сделали с этим районом Хочешь что-то сказать? Говори Я же вижу, что твою инграму что-то грядет Я все это время разбирался, что у тебя в голове Пытался понять, с кем имею дело Сперва я подумал, что тебе просто не везет Но потом до меня дошло В чем твоя проблема? Ты мальчик с пустошей Который всю жизнь полагался на помощь семьи Но в Найт-Сити ты никто Ты воруешь у мусорщиков, об которых все наемники вытирают ноги Ты конченый мудила А ты тупой хуй Как знать, может мы все-таки подружимся Как много ты, однако, знаешь о моем прошлом Но это как раз логично Ты видишь фрагменты моих воспоминаний Я твоих Меня бесит, что наши воспоминания смешиваются Эта история с Чипом худшая, что было в моей жизни Неужто я еще не на первом месте в твоем списке? Но самовлюбленный мудак Это не такая большая проблема По сравнению со смертью Смерть через превращение в кого-то другого Ты не заслужил такой судьбы А ты как-то ощущаешь мои воспоминания? В каком смысле? Ну, в смысле, если абстрагироваться от того, что ты видишь или слышишь Что ты чувствуешь от моих воспоминаний? Разочарование, гнев, горечь, страх Правда, мне сложно разобрать, мои они или твои Ты боишься смерти? Нет, боюсь упущенных возможностей Как в Росака Тауэр? Как видишь, оттуда я тоже выбрался И мы с ними еще не договорили Нет, тебя просто бесит беспомощность Тебе не дают слова, от тебя ничего не зависит Что за чушь ты несешь, Ви? Когда-то весь мир вертелся вокруг Сильверхэнда А теперь всем на тебя срать Ладно, я скажу тебе, почему я хочу разрушить Росаку Но скажу только один раз Будешь слушать? Окей Я видел, как корпы забирают у фермеров воду, а потом и землю Видел, как они превращают Найт-Сити в машину Которая ломает судьбы, уничтожает надежды и выкачивает деньги Они давно получили контроль над нашей жизнью Но теперь им нужны и наши души С этим сложно спорить Может, ты и прав Ви, я объявил им войну не потому, что меня угнетает капитализм И не потому, что у меня ностальгия по Старой Америке Это война людей против системы Которая перестала нам подчиняться Борьба с блядскими силами энтропии Ты меня понимаешь? И я буду бороться Чего бы мне это ни стоило Придется убивать, буду убивать Нужно будет твое тело Я его, сука, заберу Твою мать Ты пока не видишь опасности Но это пока А, блядь Ви, ты можешь говорить? Это важно Что случилось? Кажется, я нашел решение Нашей общей проблемы Я связался со своим старым другом из Арасаки Он сейчас здесь В Найт-Сити У него есть связи с очень влиятельными людьми Старый друг, у которого есть связи с влиятельными людьми Что за намеки? Давайте ближе к делу Я говорил, что буду пробовать варианты Стучать в разные двери Нам нужно встретиться втроем Я, ты и мой друг Ты расскажешь ему то же, что и мне Что происходило в кампэке Плаза Я сомневаюсь, что мы его убедим Но с чего-то надо начинать Уж кто-кто, а вы должны знать Что Найт-Сити все проверяет на прочность Даже самую старую дружбу Вы уверены, что этому человеку можно доверять? У нас уже много раз была возможность убить друг друга Да, я доверяю ему Ладно, где и когда встречаемся? В Джапантауне, после заката Сейчас я вышлю тебе точный адрес Встретимся на месте Я рад тебя видеть, Ви Тут довольно-таки безлюдно Как раз сможем поговорить без свидетелей Что случилось? Выглядите довольно хреново Так выглядит тот, кого лишили имплантов Денег и уважения Но не все так плохо Меня почти незаметно в городе А где этот ваш друг? О да Скоро должен прийти Вы мне расскажете, наконец, кто это? Это телохранитель Ханако Сама Ханако Арасаки? Дочери Сабура? Которая приплыла сюда на авианосце? Да Если он тебе поверит, мы встретимся с ней Ему точно можно доверять? Да Ясно Очень убедительно Мне терять нечего Так лучше? Хуже Мне-то есть что терять На машине Это хороший знак Обычно он приходит незаметно Ура Ясно Ура 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 Это он твой вор Мой свидетель Я могу и сам за себя говорить Но говори Мне сказали, ты что-то знаешь Вам не понравится то, что я скажу Я хочу знать, что со мной ничего не случится Не случится, говори Ты можешь доверять тёде Ну хорошо Это произошло вечером в кампеке Плаза Сначала всё выглядело, как обычная семейная ссора А потом Юриноба внезапно кинулся на собора и начал её душить Молчи, ни слова больше Иначе ты навлечёшь на себя смерть Это правда Ханако сама должна его выслушать Всё, чего я хочу Это защитить её от этого забытого богами города Она в опасности? Нет Но на параде в честь Арасаки Сама Может случиться что угодно Я привёл тебе свидетелей его убийства А твои мысли заняты каким-то глупым парадом, дурак! Всё верно В отличие от тебя Я ещё не предал доверия тех, на кого работаю От правды всё равно не убежишь Я жалею только о том, что согласился на эту встречу За тобой идёт охота Ты должен меня благодарить, что твоя голова ещё не лежит перед Юринобу Сама Простите, а у вас это ещё надолго? Что бы ты сейчас сделал на моём месте? Я бы тебя не пожалел Принёс бы твою голову Юринобу Значит, тебе повезло, что я — это не ты Ода Ты Что? Мы говорим о человеке, который убил отца, чтобы встать во главе Арасаки Вы сделаете что-нибудь или нет? Увы, нет Но я позволю вам уйти и покинуть город живыми Увижу кого-то из вас снова убью без разговоров Будь осторожен, мой друг Мы все здесь далеко от дома Вот-вот, пускай уёбывает Одного опёздала из Арасаки нам за глаза хватит Ну, мы хотя бы попробовали Попробовали И даже узнали кое-что важное Что? Вы серьёзно? Ода дал понять, что они вернутся в Токио после парада Ты понимаешь, парад Возможно, это наш шанс Мы сможем как-то подобраться к Ханаку сама Сначала нужно провести разведку Нам понадобится точная карта Джапантауна Подождите Твоя очередь Звать друзей Кто из фиксеров мог бы нам помочь? Эй Эй, не так быстро Вас послушать так всё просто как ларёк ограбить Вы же говорили, что у Ханака лучшая охрана в Найт-Сити Да, поэтому я и хочу, чтобы ты связал нас с местным фиксером Но мне на ум приходит только Вакака Акада Она держит салон починка на Чпок-стрит Нужно нанести визит этой женщине Бестия, дорогая Это явно какое-то недоразумение Не знаю, кто напал на твоих людей Но это точно были не Копти Мои знают своё место Теперь прошу прощения У меня гости Так, так, так Неужели это Ви собственной персоной? В моём скромном салоне? В Акака? Давно не виделись Зачем ты здесь? Кто твой очаровательный друг? Мы просто вместе работаем Вот и всё Истинный джентльмен Жаль только, что его разыскивают Все гончие псы Арасаки А ты, Ви, приводишь его прямо ко мне Назови хоть одну причину По которой я не должна позвонить нужным людям Причина в деньгах Ты слишком любишь деньги, Вакака Если ты нам поможешь, мы заплатим Что может быть проще? Ну, хорошо Говори, но помни Телефон у меня под рукой Нам нужна информация о параде Который будет проходить в Джопантауне А, дело в Арасаке Опять Объясни мне, пожалуйста, одну вещь При чём тут я? Неужто мистер Дэшон не отвечает на звонки? Гора, вы не знаете, почему жирная задница Декса сейчас вне зоны доступа? Его нет в жилых Его зарезал и выкинул на свалку какой-то наёмник из Арасаки Неприятная история Вы что, мне угрожаете? Нет, конечно Ты спросила, что случилось с Дексом Я тебе ответил Это факты Ничего больше Хорошо, иначе бы вы отправились за ним следом О, Кадаса У нас СВИ благородная цель Нам просто нужны сведения Это вопрос жизни и смерти Сведения на этих щепках Сколько это будет стоить? Я немного поиздержался Я вижу Берите бесплатно, это подарок О, Кадаса Дороже всего стоит то, что ничего не стоит Так вы берёте или нет? Подарок? Почему? По своим причинам Не испытывай моё терпение Джапан Таун На время парада Всё движение будет перекрыто Гвоздь программы Платформы Даши Они пролетят здесь Высоко над улицами Вдоль всей трассы Много балконов, мостов и точек Откуда их будет хорошо видно Почётная гостья Ханака Арасака Произнесёт речь Самой большой платформы И это произойдёт Здесь Об охране ничего не знаю Но из-за недавних событий Она будет очень серьёзной На последнем параде Арасака разместила агентов в толпе Помимо этого были несколько снайперов И дроны Ну и дополнял эту весёлую кампанию По крайней мере один нетранер Они будут использовать городские камеры наблюдения Точка доступа вот здесь В старом центре управления Полезная штука Советую обратить внимание После парада платформы покинут Джапан Таун А мы, как всегда, останемся по горло в мусоре Который никто не будет убирать Конец Это всё, что я знаю Этого должно хватить Ну тогда, идите своей дорогой И что, ты даже не спросишь, зачем нам всё это нужно? Такое любопытство дорого обходится Тем более Я же всё равно скоро всё узнаю Спасибо, Вакака Благодарю вас, О Кадасан Вряд ли кто знает Уэстбрук лучше тебя Мои мужья знали Уэстбрук Они все были большими шишками в тигриных когтях Короли Джапан Тауна Чем занимались? Тем, что приносило больше выхлопа Продавали секс и серые технологии Не могу не спросить Сколько у тебя было мужей? Пять И все безвременно погибли Такая трагедия Не боишься, что трагедия повторится и с тобой? Выживаю, как умею Мне девятерых сыновей поднимать Нам с тобой ещё нужно рассчитаться Помнишь Сандру Дорсет? Я не забываю о таких вещах Вот твоя награда И очень приятный бонус Загляни к риперу У него для тебя подкожный имплант Сможешь пользоваться умным оружием Тигриные когти такое любят Прекрасная, умная женщина Скорее всего, этих данных будет достаточно Но я попытаюсь разузнать ещё что-нибудь сам Я похожу вокруг И позвоню нужным людям Как только станет что-то известно Я с тобой свяжусь Удачи вам, Гора Тебе тоже До скорой встречи Что дальше? Вызываем наряд? Или по-быстрому пристрелим этих, затащим внутрь? Я же говорил По смерти смотрят на репутацию На статус Привет Залетай Нас не пустят в любом случае Как так? Почему вы не поехали в клинику? Тут безопаснее, чем в клинике Сука Скажи что-нибудь, Шам Пожалуйста Нет Все мои проблемы Эти заговоры Всё из-за тебя Ты же знаешь Я всё потеряла Из-за тебя Не надо орать Повторяю ещё раз Научись сама решать свои проблемы Лишь ты, Бестия Иди нахуй Не советую с ней связываться Бестия Есть разговор Все в порядке Как тебя зовут? Я Ви И что тебе от меня надо, Ви? Да Это она Столько лет прошло Ты только посмотри Сидит себе на диване в посмертии Сейчас аккуратно Она тебя насквозь видит Говори, как есть Это девица Отчего она выбесилась? Её спроси Наверное, рыдает где-нибудь тут В углу Мне нужна помощь Хочу кое-кого найти Кого? Одного крутого инженера Андерса Хельмана Он из Иросаки Секунду Андерс Хельман Пробьёшь мне его? Ха Спасибо Рано благодаришь Во-первых, моя помощь не бесплатная А во-вторых Все эти люди Декстер Дешон Джеки Уэллс Ти Бак Я о тебе много слышала, Ви Ты буквально идёшь по трупам Скажи, может тебе просто не повезло? Узнаю, сучка Спроси её про Росака Тауэр Как меня подстрелили у неё на глазах Они знали, на что шли Такое может случиться со всеми Без исключений Даже с лучшими Даже с тобой, бестия Росака Тауэр Помнишь? Кого ты там потеряла? Какого-то Джонни Ты подготовился? Конечно Но меня чувствами не проймёшь Чувствами я давно завязала Дело есть дело Нужна моя помощь Выкладывай Эдди Ага Должно хватить Угу Приходи завтра, поговорим Э, слышь Работа нужна? Я к бестии Она меня ждёт Привет, это снова я Что там с Хельманом? Два, пожалуйста Освободи место Садись Надеюсь, ты его нашла? Такую целеустремлённость редко встретишь Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти Этого я тоже давно не слышала Бутылку оставь Не стесняйся, можешь угощаться Твоё здоровье Твоё здоровье Оно тебе понадобится Спасибо, Никс Королева по смерти Кто бы мог подумать? На, держи щепку На ней много всего интересного И она поможет? Знаешь, бестия была та ещё бесчувственная сволочь Но она всегда доверяла чутью По-моему, ты прошёл её проверку Посмотрим, что ты нарыла Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости Зато он засветился в секретных файлах Цянь-Ти Это дочка Кантао Китайской корпуси Это кефиговый листок Кантао проводит через неё разные деликатные операции Понимаешь? Он, наверное, работал над чем-то секретным Теперь его защищают от Арасаки Ага От Арасаки или другой корпорации Которой нужно то, что он знает Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев Кантао Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою Одно Ави, поддержки с земли нет Накладных на товар тоже нет Странно Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации Если хочет продать что-то из-под полы Но Глянь загруженность Которую вбили в систему Слишком малый вес Груза на борту нет Зато смотри, какой шикарный список пассажиров Охрана Кантао плюс какой-то ВИП Угадай, откуда перевозка Из Центин Это Хельман И это хорошие новости Сейчас начнётся А что за плохие новости? А плохие новости их место высадки Видишь, всё это Воздушное пространство Найт-Сити Понятно То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция А здесь уже слишком близко Кантао Стоит нам косо посмотреть на Ави Они сразу отправят своих амбалов Зато вот тут Равнина Джексона Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантао Сегодня тебе везёт Мёртвая зона Там я его и возьму Тебе нужен кто-то из местных Чтобы организовать весь движ и подогнать технику Кто-то из местных? Ты знаешь там наёмников? Только одну Панам Палмер У неё тёрки со своим кланом Но она настоящий кочевник И знает те места Вот она тебе и поможет У неё не будет выбора У неё не будет выбора Звучит не слишком обнадёживающе Для нас обоих Ну, а за такую цену ничем больше тебя обнадёжить не могу Это мой единственный шанс добраться до Хельмана Понимаю Хозяин барин Ви, тут что-то не так Как-то это странно Кочевникам нахер не упали ни города, ни их жители Всё зависит от клана, от их связей И от того, как дерьмова им живётся В целом, ты прав Аль-Декальда редко имеет дело с городскими У Панам другое мнение? Вот-вот И не только об этом Почему Панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох Большой подвох Панам иногда перевозит для меня товары А в последний раз Всё пошло не по плану Она прокололась Мягко говоря Провалила всю операцию Потеряла товары, машину Она сделает всё, чтобы вернуть груз Для неё это вопрос чести Ладно Я могу ей помочь Но мы же не знаем, где искать Знаем Я знаю Ты знала, но не сказала Панам Со мной тоже будешь играть в кошки-мышки? Моя работа Замечать расклады И использовать возможности Допустим, я ей обо всём расскажу Что она сделает? Конечно, схватится за ствол И начнёт играть в святую месть Финал немного предсказуем Я огорчаюсь Когда хорошие исполнители Дохнут по глупости Ха То есть я для неё единственный шанс А она для меня Две пешки на доске бестии Ты быстро учишься Для пешки Эх, Ви Окей Расскажи, что ты знаешь Под Найт-Сити Есть заброшенный город Рокки-Ридж Панам знает где Езжай туда и верни товар Тачку тоже Сначала, конечно, свяжись с ней Я пришлю тебе контакты Да уж, наконец-то Пойдём уже отсюда Всё ясно Спасибо Удачи Алло Привет, Панам Это Ви Ви? Что за Ви? Откуда у тебя мой номер? От бестии Ммм, круто Заебись Во что ещё эта старая сука Меня втянула? Не знаю, что у вас бестии И знать не хочу У меня для тебя дело Очень рада Но у меня пока тоже дел хватает А груз и машина Не хочешь их вернуть? Могу с этим помочь Товарный склад на Бонита-стрит Который на выезде из города Встретимся там До встречи Эй Привет, Панам Ты Ви? Где моя тачка? Зачем она тебе? Что не так с этой? То, что она чужая Я спросила, где моя тачка Бестия сказала Мы можем помочь друг другу Как я не догадалась Значит так Или говори, что знаешь Или иди нахер И бестию тоже с собой прихвати Ясно? Эй, тише Успокойся Ты мне не указывай Хорошо Смотри Я знаю, где груз И твоя машина Но В одиночку ты их не вернешь Все это слишком рискованно Так что Давай договоримся Чего ты хочешь? Надо поговорить с одним чуваком Корпораты везут его под охраной Нет, похищение это не мое Тем более на разборке с корпоратами Нужно куда больше людей и техники Там только одно ави Оно будет пролетать над равниной Джексона Твою ж мать Поможешь мне Скажу, где тачка И помогу вернуть товар Идет? Ну, не знаю Я Черт Ладно, идет Только у нас ничего не получится Если мы не вернем мой Тортон Где он? Разве товар не важнее? Да хер бы с ним С такой тачкой я могла браться за любые перевозки А без нее мне только пиццу доставлять И то Машина в руки Риджа Как я понимаю, ты знаешь, где это Там и твоя тачка, и товар Нэш, я тебя выебу и высушу Сраный ты мудила Ну а что, Чумба? Это он тебя подставил? Ты его так не называй Хорошо Напарник Бывший напарник Херовая история Этот сучок меня кинул Зажал мою машину и товар Теперь собирается загнать все сам в руки Риджа Но его ждет горькое, блядь, разочарование Ну, поехали в руки Ридж Погодь Мне сначала надо подумать Черт Да Нам нужна подмога Завернем по дороге кое-куда Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику Пусть пока помаринуют этого мудилу Она хочет с ними договориться за спиной убийсти Смелая девочка Или тупая, как пробка Привет, босс Нэш хочет передать вам груз в руки Риджа Правда, я об этом узнала задним числом Босс, я с ним разберусь Только дай мне шанс Босс, ну ты че? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь После заката? Окей Нет, встречу не отменяй Просто не приезжайте, я разберусь Ты еще спрашиваешь? Само собой Спасибо, босс Ты не пожалеешь Все Мне дали время Кто такой этот босс? Надеюсь, с ним не будет проблем Босс, честный мужик Шестой улицы Берешь заказы у банд А что, нельзя? Бандам нужны курьеры А мне нужны деньги Как всем Ну Куда теперь? В лагерь Аль-де-Кальдо Надо повидаться кое с кем Из моего плана Да не то, чтобы этому рада Не твое дело У меня остались там друзья Думаешь, они нам помогут? Вроке Риджи Я надеюсь Я знаю про твоих друзей Бестия сказала, вы не особо ладите Ну, раз бестия сказала Значит, так и есть А что, нет? Хочешь меня выбесить? Ладно, молчу Это временно Мы по-прежнему семья То есть, все сложно Да, можно и так сказать Я, кстати, тоже бывший кочевник Серьезно? Никогда бы не подумала Да Из семьи Бакеров Пришлось с ними разбежаться И переехать в Найт-Сити Значит, между нами что-то есть общее Ладно, поехали Садись Ох ты, кого пыльная буря принесла Это Мираж или у меня Белочка начинается? Да идите нахер Ну-ну А это кто? Нянька моя Ви, это Скорпион и Мич Мои старые друзья Привет, парни Здорово Каким ветром тебя занесло, городская штучка? В городе стало скучновато Ты вообще представляешь, как старик психанет, когда тебя тут увидит? Я буквально на минуту Солу говорить не обязательно По нам Время не ждет Я знаю Стелеты меня наебали Теперь я хочу наебать их Но без вас не справлюсь Поехали со мной Вчетвером мы их раскатаем Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра Но сейчас вообще никак То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут Пока не вернем в строй генераторы У них батареи скопытились Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Справимся и без них Пасть закрой Митч, не будь говнюком Помоги Не в этот раз Мы нужны клану Блять, ну пиздец Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? По нам Это не для Сола Это для клана Ты же понимаешь Слушай, из лагеря мы не выйдем Это без шансов Но про снаряжение Сол ничего не говорил Ладно, поняла Тогда я возьму твой карабин И своего по мелочи Бери, что хочешь Только будь осторожна Да уж, ладно, спасибо Сейчас гребу снарягу И больше вас доставать не буду У тебя остался только я Угу Ты расстроена? Да нет Скорее разочарована Можешь помочь? А что внутри? Пару мелочей, которые могут пригодиться Бери Отлично, это все Поехали Ну, мне пора Да, да, вали уже давай Звони, если что Присматривай за ней, Ви Кидай в багажник Можем ехать Залезай А ты, похоже, не признаешь авторитетов Чего? Сначала Бестия, теперь Сол Он же ваш главарь Их главарь Ты вроде как хотела свинтить поскорее Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался Что случилось? Мы переехали в Калифорнию Только потому, что он обещал нашему клану перемены Говорил, что мы начнем с чистого листа Сам видел, чем все кончилось Пары палаток на куче песка Ну, пиздец, земля обетованная Я хотела чего-то другого, получше Сол просто трус Он скоро похоронит этот клан Я уверена Скорпион и меч хорошие чуваки О таких друзьях можно только мечтать Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере На Солы и генераторы можно забить Но клан превыше всего Только я теперь сама по себе Они все еще считают тебя своей Вон как о тебе заботятся А у тебя как? Есть близкие? Нет, пока что нет Но, может, скоро будет? Окей Эти ребята были в армии? Скорпион и меч? Да, панцербой Были контрактниками на последней войне Панцербой? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал Митч был в охране Им обеспечили самые крутые боевые импланты И кошмары до конца жизни Мне говорили, что Рокки Ридж это пыльная дыра посреди ебаного ничего Жители или переехали в Найт Сити, или просто куда-то свалили Вот ты уже почти все знаешь Местные ждали, что туда протянут автостраду Ну, тогда там хоть как-то можно было бы жить Но не срослось И много таких заброшенных городов? Сотни? В стране-то тысячи Ехала я как-то по и 80 Остановилась после заката Когда машин уже не было И тут услышала Что? Как воет ветер в заколоченных окнах Как по песку шуршит перекати поля Так и умирают города Потихоньку Не с громом, а со всхлипом Все, мы приехали Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами Времени в обрез будем импровизировать Сперва все осмотрим Может найдется что-то полезное Руки Рич мертвее мертвого Все поломано, ничего не работает Ну что, нашел что-нибудь? Тут ничего не работает Все отключено Мы это исправим Стилеты подъедут только после заката И тут их будет ждать сюрприз Надо только подключить питание Проверим вон ту подстанцию Окей Я нашел выключатели, но питания тут нет Неважно, спускайся Я знаю, как удивить этих мразей Смотри Перекресток подключен к этой подстанции Правильно? На крыше распределитель Если включим свет, тут станет светло, как днем Понимаешь, к чему я? Пойдем по классике Старая добрая диверсия Она самая Во-первых, мы не знаем, много ли их приедет Скорее всего, целый табор Во-вторых, надо будет прорваться к моей машине Если они собьются в кучу, у нас ничего не выйдет Тогда устроим на перекрестке маленькое световое шоу Ага Вдохнем жизнь в этот пыльный городишко Пускай поищут, кто это приехал такой Изобретательный Только сперва надо запустить терминал внизу Без него от распределителя никакого толку Пошли, подключим его к аккумулятору от машины Живо заработает Едут на моем тортике Видишь его? Да как его не заметишь? Лучше не светиться Попробуем сделать все потихо Если что, я начну их отстреливать Идет? Идет Ну и где этот ебучий босс? Эй, ждите их здесь Готовься Шоу начинается Да будет свет Зацепичи по тачке Он уводила Девица с ракезом Норм примета Подожди в машине Пересядь Я поведу Ладно, ладно Отдаю руль профи Наконец-то Ну, скажи, крутой малыш Просто мечта Понятно, почему ты хотела его вернуть Он меня дополняет Видишь Справились и без Митча, и без Скорпиона Не радуйся Еще не конец Нет Товар у тебя Машина у тебя Но я не получила Нэша Его не было в Роккеридже Этот мудак не приехал По нам Слушай, у меня есть план Нет Мы собирались найти машину и товар Мы их нашли Шестая улица ждет сигнала Твою мать! Послушай меня Я знаю, где у них нора Чуть дальше по старой недостроенной автостраде Они нас не ждут Я прямо уверена Мы не договаривались охотиться на Нэша Я же думала, что он приедет в Роккеридже А он не приехал Может и в этой их норе его тоже нет Он точно там, Ви Этот ебучий стилет меня кинул И я этого так не оставлю Он должен сдохнуть Без вариантов Понимаешь? Ладно Где там у них логово? Буквально за поворотом Спасибо Понимаешь, Нэш Я ему верила Он первый, с кем я начала работать после Аль-де-Кальда После переезда в Найт-Сити Я доверяла этому уроду Не стоит рисковать жизнью ради мести Интересная мысль Но все мое существо требует другого Выясним, кто был прав Ну что, вперед? Пизда ему Он мой! Господи, давай аккуратней Что тут так? Ты что, думал я тебя прочу? А ну, стоять! Иди! Девало, блядь, свое, свали Очень круто, видишь? Смотри, смотри, смотри Прямо, мащик какой-то Довольно? Хм Привет, бести Как ты там сказала? Научись сама решать свои проблемы Правильно? Нэш мертв Одна проблема решена Ты довольна? А что с товаром? Нэш его уже не доставит Но если вежливо попросишь Я, наверное, смогу помочь Помочь? Не заплатили вперед, дорогая Но спасибо за предложение Я уж думала Не забыла ли ты о делах, пока играла в Вендетту? Сука Может, пора уже забыть о бестии? С чего бы? Она не стоит ни секунды твоего внимания Пойдем Бестия, конечно, сжет напалмом Расчетливая, циничная сука А раньше была добрая и ласковая, да? Да хера с два Просто она забыла, как сама была на нашем месте Надо бы ей про это напомнить Привет, босс По нам Как там, Нэш? Не могу до него дозвониться На твоем месте я бы ему больше не звонила Нет смысла А ты, девочка, не промах Уважаю А это кто с тобой? Бонус? Смотрю, чтобы никто не рыпался О, этот-то бычет побольше, чем Нэш, а? Ну, как видите А он прикольный Держите Товар первоклассный Ага Ну, порядок? Проверь счет по нам Через пару минут он тебя приятно удивит Спасибо, конечно Но разве не бестия должна мне платить? Ты норм Заслужила себе на чай Поехали Все нормально Ну что, пойдем выпьем? Стелетов выкосили Шестой улицы угодили Хороший день для Панам Палмера День еще не кончился Может, ты меня сейчас доведешь Я не могу Привет, Ноа Привет Что, новые дела? Или новые знакомые? А ты попробуй угадай У тебя все в порядке? Эти суки больше не приходили? Стелеты? Нет Пока все тихо Они вернутся, конечно Но мы тут и не такое видали Что принести? Два броза-то Пока все А что ты привезла для шестых? Что за груст-то? А ты не видел? Балуперидол Лекарства для киберпсихов Они их продают? Ну да По своим каналам Подпольным клиникам и рипперам Ну, значит, за твоего тортика Спасибо за все, напарник Еще одно можно? Спасибо На здоровье Дай знать, если что, будет нужным Ну, ладно Переключаемся на мои проблемы Что насчет Хельмана? Я придумала план, но он пока черновой Не надо еще подумать и кое-что подкорректировать Потом обсудим подробности Проще всего было бы снять номера тут Недалеко и удобно Возьмемся за работу около полуночи Чтобы поменьше светиться Как тебе? А может, снимем одну комнату? Пожалуй У НО в каждом номере по две кровати Как раз сэкономим Я не это имею в виду Да? А что ты имеешь в виду? Ну Я рад, что мы познакомились Поэтому Я тоже рада, Ви Это мог быть очень тяжелый день Но благодаря тебе все прошло хорошо Ну, может, мы Ну, как-то отметим это дело? Конечно, почему нет? Можем и отметить Но не сегодня Я просто падаю с ног Но мы возьмем одну комнату на двоих Только на эту ночь Пойду, посплю немного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Доброй ночи Угу На заводе по утилизации отходов На заброшенной станции моста На уличном рынке В южной части Джапантауна Он на пешеходном мосту над улицей Поднимись на лифте Там легко потеряться Я сейчас иду туда Не заставляй меня ждать Привет Привет Я проверяла подвеску Гидравлика должна быть исправна А то нам еще по ухабам трястись Ну что, как спалось? Нормально А ты? Отдохнула более-менее? Тебе ночью кошмары снились Ты кричал? Серьезно? Не парься Мне не привыкать Митч и Скорпион Когда вернулись с войны Орали во сне каждую ночь Много месяцев Чтобы тебя не тревожило Все пройдет Будем надеяться Ты придумала что-нибудь Насчет Хельмана? Ты удивишься, но да Смотри Ну, рассказывай Ключ — это мы Кусачки — это Ави А отвертка — это то место, где Ави должно пропахать носом песок Знаешь, как мы спустим его с небес на землю? Из твоего пулемета Нет, он пригодится потом Броню такого Ави этот калибр все равно не пробьет Так что мы сделаем по-другому Вот наше решение Микроволновая электростанция А микроволновая электростанция? Ну да Надо туда завалиться Ну допустим А потом что? Потом? Потом бахнем электромагнитным импульсом по Ави Ну давай бахнем Как только оно окажется в зоне поражения Мы вызовем короткое замыкание У них на борту все повырубается В смысле, двигатели тоже? Абсолютно все Без исключения Двигатели, навигация, связь, все Только не забудь, Хельман нужен мне живым Постарайся не разнести это, Ави к чертям собачьим Да знаю, я надеюсь, он пристегнется У меня есть одна идея Но даже если она сработает, мягкой посадки не получится Ну ладно, тогда поехали Супер Садись, а то холодно Все в порядке Можно выдохнуть Патрулей вроде не видно Большая штука, это коллектор Смотри, видишь эти антенны? Каждая из них принимает волновую энергию со спутников на орбите Потом она превращается в электричество Станция обслуживает целый город? Честно? Да хер его знает Ничего, скоро выясним Так антенны идут по всей магистрали Угу И это нам на руку Они же все связаны Нам надо просто поковыряться в коллекторе Пойдет цепная реакция и будет импульс от всех антенн Ави попадется как муха в паутину Нам останется только ударить импульсом в нужный момент Тогда пошли ударим Когда приедем на станцию, я проложу обвод для детонатора А ты перегрузишь систему А если нам забить на сложности и просто взорвать всю станцию? Вообще я только за Но этот взрыв сразу запустит аварийную блокировку всех коллекторов Мы даже снять ее не успеем, как весь Найт-Сити будет знать, что мы здесь Мысль хорошая, но давай в другой раз Окей, перегрузи систему Это я хоть сейчас Надеюсь, там ничего сложного Я прав? Вроде нет Просто выкрутишь все на максимум и все Или сильнее, если получится Ладно И что теперь? Теперь ждем Нам надо приехать к станции, когда Ави будет на подлете Понял Отлично, поехали Ты раньше что-то такое делала? Сбивать Ави? Одной? Нет А что? Просто ты придумала крутой план С этой электростанцией, сетями, системами и импульсом Ну так Главное, какой у тебя подход Я действую по правилу трех Р Это что вообще? Разведка, разработка, реализация Прежде чем впрячься в любую херню, всегда делай три вещи Сперва разведай, какие будут трудности и оцени свои ресурсы Потом разработай план с учетом этих двух переменных Возьми то, что есть Найди то, чего не хватает Ну и, наконец, реализуй план Все просто Тебе надо придумывать принты для футболок Три Р – это все, что нужно тебе для счастья Ну, иногда еще пивка холодненького Эти три Р Ты изобрела? Не, куда мне? Узнала Вальде Кальде От Мичи и Скорпиона Их научили этому методу на войне А они уже вынесли его в жизнь Он мне уже пригождался И сегодня тоже пригодится А если что-то пойдет не так? Ну, тогда придется импровизировать А ты что думал? Я тебе дам беспроигрышный рецепт успеха? Блять, ну вот А я уже почти поверил С тобой не соскучишься Ну что, скоро уже приедем Еще раз Заезжаем, расхерачиваем систему И валим к чертовой матери Держись! Сейчас чуток тряхнет! Приготовься! Окей, я готов Дроны! Я займусь! Займись быстрее, пока в нас не попали Да, но тупить некогда Найди панель Ви Я подключу детонатор Давай! Ах, блять Терпим, дышим Черт, панам, по-моему, мы переборщили Жить будешь Классно? Все мигает, как ебаная новогодняя елка Ты хотела на максимум? Вот тебе максимум Зашибись! Съебываем, пока нас тоже не поджарило Ви, уебывай, пока с чипом ничего не случилось Спасибо за совет А я только собирался разложить тут плед и позагорать Уже крем для загара достал Я серьезно В следующий раз, мол... Джонни? Джонни! Твою мать! Так, я в норме Дельтуй отсюда нахер Не все прошло гладко, но главное, что прошло Что с детонатором? Он работает? Да, работает Я думала, сигнал просядет, но нет Надо просто отъехать, чтобы нас тоже импульсом не зацепило Нам вон на ту скалу Оттуда должно быть хорошо видно антенны Там подождем Понял На Всегда хотел нажать большую красную кнопку А когда нажимать? Я буду следить за радаром По моему сигналу ты пошлешь импульс Они не поймут, что это было И, кстати, да Мы собираемся сжахнуть по объекту Кантау стоимостью в миллионы евро-долларов И как ощущения? У нас только один шанс по нам Главное его не просрать Не ссы Я все довожу до конца Всегда Вот я заметил Тут тихо Ни городского шума, ни голосов Ни запахов Ничего нет От ветра это ощущение только сильнее Я уже и забыл, что такое тишина Угу Но насчет запахов я не уверена Койотов не чуешь? Серьезно? А я думал, это освежитель воздуха в твоей машине Очень смешно Лучше следи, когда появится Ави А то пропустим еще Вот оно Летит с пасифики Так Приготовься Еще секунду Еще Давай Бум Готово Черт, что такое? Что происходит? Твою ж мать Попали Панам, двигатели еще работают Они сейчас уйдут Ничего, не уйдут Нам надо их догнать Минутку Панам, ты что вытворяешь? Теперь догоним А, теряет высоту Ну все, им пизда Поехали Нормально После такого уже не полетаешь Они или сядут, или разобьют Ты засек их? Прием А, Ави без маркировки Теряет высоту Это Миша Скорпион Ничего себе, какого хера Заканчиваю все работы у генераторов Езжай за ними, я скоро Может батареи сами заработают Миша Скорпион, это Панам Не трогайте, это Ави Повторяю, не трогайте, это Ави Ага, еды Придется начать праздник без... Это Кантау Подождите меня А лучше мотайте оттуда Наверное, приехали вытаскивать выживших Они не в курсе, что это корпоранты Черт, меня не слышно Импульс забивает частоту Три сигнала на радаре Троны Да, приготовься Они хотят нас задержать Хера лысого Мы должны добраться до Скорпиона с печью Бананы Проблема Не стреляйте Блять, опять заело что ли Я посмотрю Держись, поедем на автопилоте Заело Вот сука Они у нас на хвосте Панам Знаю Гребанные защелки не открываются Еще чуть-чуть Панам Да ничего со мной не будет Вот так нормально Еще часик потяну Часика хватит Держись, поедем на автопилоте Держись, поедем на автопилоте Упал За этим холмом Ну, одной проблемы меньше Ах, сука По нам, все нормально? Долбаный рикошет Ты как, жива? А то Живее всех живых Чувак, ты где? Алло, Скорпион Простите дальше По открытому каналу Вдруг до них не дошло Что вы тут Ебануться Что-то случилось Ты слышал выстрелы? Ви, с ними что-то случилось Проверим Вижу, Ави Скорпиона нет И Митча Просроченный Ай, хуй с ним Ви, подключись к дрону Просканируем округу Надо узнать, что творится А нас не обнаружат? Я включу маскировку Сканеры у них вырубились Ничего, мы проскочим Погнали Подключишься к Визеру? Угу Ви Если они добрались до Аль-де-Кальто Если Митч и Скорпион погибли Я... Знаю, знаю Подключился Беру управление О, нет, нет, нет Гранатомет Мне жаль Это твой клан? Аль-де-Кальто Да Все погибли Все Ви, а если... Спокойно Мы пока ничего не знаем Корпораты ебучие Гранатомет Нас разъебут, если подойдем ближе Может его убрать? Может Сначала надо туда добраться Митч Он жив Их взяли в плен Если бы не эти блядские помехи Я бы их предупредила Это все из-за меня На кой хер они поехали за эти мавии? Бараны Слушай, мы видели Митча Наверное, Скорпион тоже у них Найдем их и освободим Если только они еще живы Они живы Все будет хорошо Смотри на установку Если подъедем близко, нас разнесут Давай так Ты останешься в машине, а я... Ага, конечно Размечтался Я с тобой Там мои парни По нам Ты, может, не в курсе, но тебя ранили Жди в машине Я попробую разъебать гранатомет Ну... Ладно У меня есть винтовка Митча Я постараюсь прикрывать тебя отсюда Хорошая мысль Я пошел КОНЕЦ Так, все чисто Еду к тебе Открывай дверь, я тебя прикрою Давай Не подходи А ну-ка, отошли и бросили оружие Или я стреляю Повторяю Бросайте оружие, быстро Спокойно Мы можем сделать так, что никто не пострадает Мы вызвали подкрепление Пиздец У тебя последний шанс уйти живым Серьезно Давай договоримся С чего мне вам верить? По нам Стреляй Чувак, на тебя всем насрать Ты тут ни при чем Отпусти его И скажи мне, где ваш пассажир Я не знаю, куда его забрали Ни хрена Врешь, сука Ты не знаешь Или не хочешь говорить? Дайте мне наладить связь Я позвоню своим И все узнаю Ну, только если Помнишь, что это? Заткнись, сука Блядь Панам Твою же мать Террасе Ты как? Ерунда, поцарапали Вы ебанутые Ты ранена? Погоди, сестренка, я перевяжу Забей Пойдем отсюда Мы не успели отойти По нам Они сразу перегруппировались Стали ракетами фигачить Я потерял всех Как всех? А Скорпион Он здесь? Митч Митч Он Он жив По нам, прости меня Я не успел Нет Нет Ты уверен? Нет Дерьмовая история Соболезная Жаль, что мы не успели Это были хорошие люди Прекрасные люди Они не должны были здесь погибнуть Я могла его удержать И я пытался Тебя бы он тоже не послушал Слушать было не в его духе Упертый засранец Раз вы были рядом, значит, тоже гонялись за этим Ави Может, расскажете, зачем? Все в порядке? Может, тебе помочь? Спасибо, что вытащил меня Жаль, не смог вытащить всех Ну что уж теперь Зачем вы поехали к Ави? Вы не видели, чье оно? В том-то и дело, что не видели Оно было подбито, а мы знаем эти места Сразу поняли, где оно упадет Я подумал, им нужна будет помощь В худшем случае мы бы просто забрали добычу Я не знал, что все так будет Мне нужен пассажир, который летел в этом Ави Ты что-нибудь знаешь? Видел его? Они забрали его На наших машинах Куда? На запад Их мало, небольшой отряд Охрана этого пассажира Они хотели связаться с базой Выходит, это вы их шандарахнули импульсом? Да, пытались вас предупредить Но связи не было Если они забрали тачки, поедем по следам шин По нам, смотри Ситуация неприятная, но мне надо догнать Хельмана Ты обещала мне помочь Это еще в силе? Я всегда держу слово Мич, я найду этих тварей Обещаю Езжайте, я позову наших Тут есть чем заняться Я оставлю тебе тачку на всякий Только аккуратно с пушкой Она любит ломаться Возьмем байки Давай так Кантао явно ищут ави С того момента, как потеряли с ним связь Лучше поспешите А нам Что? Ты же вернешься за машинами? Вернусь Надо валить, пока сюда не прислали спасателей Слушай Насчет твоего клана Твоих друзей Я понимаю Правда Я тебе помогу отомстить Кантао Я их всех урою, Ви Всех до одного Я пойду с тобой До самого конца Знаешь что, Ви Ты хороший Ты помог мне с Нэшем Потом с Мичем Я у тебя в долгу Так что Найду я тебе этого Хельмана А, значит, вот как Просто отдаешь долг? Нет Кочевники всегда помогают своим Так я теперь для вас свой Вольщен Поехали Надеюсь, они не слишком далеко Посмотрим Там начинаются следы шин Поехали по ним Эти ребята были тут Так, поехали за ними Ну вот и все Он так хорошо тебя знал? Может даже лучше, чем я сама Он говорил, что когда мне чертеет город Мы накупим консервов Набодяжим в термосы Кофе, списки И поедем, куда глаза глядят Он хотел ехать подальше Навсегда Клево И я бы так хотел Да Только он погиб Почему? Как всегда Почему везде сплошное дерьмо? Ну, слушай Всякое бывает Но ты-то жива И у тебя есть еще кое-какие дела Угу Как я могла забыть Окей Я тебя влюблю Дроны Патрули Они засели тут Ну да Хельмана они, наверное, где-то держат в заперти Блин, Ви, смотри Распределители выглядят нормально Не похожи на заброшку Они могли вызвать сюда новое, Ави Ну, скоро увидим Вы нам все боялись Белые импанты Выходи, не бойся Кто тебя послал? Эй, спокойно Нам надо поговорить Кто тебя послал? Иоринобу Арасака? Ты меня увезешь, или... Вот же крысеныш Сейчас или заорет, или убежит Заткни его уже Что, не любишь таких? Если что, он от тебя тоже не в восторге Вылезай давай Этот ловчила не знает, кого ему больше бояться Тебя или Арасаки Ничего личного Выходи, не бойся Выходи, не бойся Ты вроде собирался позвонить Мы тебя не тронем Мы тебя не тронем Когда найдешь Хельмана Да, точно Сейчас позвоню И не забудь У тебя есть туз в рукаве Это Хельман Постарайся на этом что-то выиграть Токемура спас мне жизнь Ты помнишь? Потому что это было в его интересах Это все бизнес Ничего больше Он тебе неприятель Токемура Хорошие новости Хельман у меня Живой? Что он сказал? Живой, живой Только не слишком разговорчивый Я везу его в мотель Сансет Хорошо Я подъеду Не отпускай его Как скажете Пока Прятаться Лучше вывезти его Туда, где тихо Согласен Похоже, твои новые друзья прикатили Это он? Да, он Вытащи его И закинь на мотоцикл Сиди смирно А вот и кавалерия Мич вызвал кое-кого из Альдекальда Все чисто На дороге никого не было Но лучше тут не задерживаться И зачем он тебе? Это долгая история Даже не знаю, откуда лучше начать Ну, в другой раз Сол Здесь мы закончили Все чисто Слышал, ты спас Митча Он и по нам Они оба мне помогли Надеюсь, он этого стоил? Я пыталась связаться со Скорпионом Может, я могу чем-то помочь? Ты уже помогла Я пыталась его удержать Круто Отворачивайся Делай вид, что меня нет А то у тебя всегда хорошо получалось Погоди Просто охренеть Да не парься из-за Сола Он потом успокоится Да, мне все равно А ему далеко не все равно по нам Сол сказал ехать за вами Когда про все узнал Он волновался за тебя Понимаешь? Это он сказал? Слушай Может, вы с ним пока в контрах Но мы одна семья Для семьи Сол сделает все Только Я уже не уверена, что я с вами одна семья Ты знаешь, что это так Возвращайся Понимаю Извини, что тебе пришлось на это смотреть У нас иногда бывают такие споры и травы Но ничего, переживу И ты тоже Ну, старайся, не лезь на рожон, окей? Ну, что теперь? Вернешься в Найт-Сити Я-то? Ну да, наверное Мне надо посидеть и подумать О разном Сол и Митч Они ведь правда считают тебя частью семьи Может, стоит дать им шанс? Не все так просто Как и в любой семье Они на подлете У вас минута Я тоже поеду Байк Скорпион остается тебе Осторожнее с ним Эй Где я? Что это за место? В мотеле В жопе мира А можно поконкретнее? Это не важно Тебе все равно отсюда не выбраться Зачем мы здесь? Я хочу поговорить про био-чип Который ты сделал для Аросаки Хорошо Только сначала давай кое-что проясним Тебя прислал не Йоринобу, Аросака? Нет Значит, у тебя ко мне предложение Если твой босс платит больше, чем Кантао Можем поговорить Меня никто не присылал У меня проблема, и ты поможешь ее решить Не понял А при чем здесь тогда био-чип? Твоя железка пытается меня убить В рекламе, по-моему, об этом не говорили Если у тебя какие-то претензии Рассказывай подробнее У меня в голове конструкт Джонни Сильверхэнда Его нужно оттуда убрать Как Сильверхэнда? Его конструкт? Это невозможно Откуда у тебя этот био-чип? Я украл его У Йоринобу Аросаки По заказу одной телки Которая потом меня кинула И ты решил, что лучше всего Будет засунуть его себе в голову? В тот момент других идей не было Потом я словил пулю в бошку И конструкт меня перезагрузил Я знал, что план Йоринобу провалится Кто бы мог подумать, что это будет именно так Уникальный прототип Аросаки Буквально оказался на улице Сука, убери био-чип из моей системы Это не так просто Я не понял сейчас Это же ты его сделал В чем проблема? Если ты говоришь правду То в голове у тебя новая экспериментальная версия био-чипа Просто так его не вынешь Мой рипер сказал Ты что, показал био-чип какому-то мяснику? Кто еще о нем знает? Да я чуть не сдох Или ты что думаешь, что я первым делом поехал сбивать Ави Кантао? Чем эта версия отличается от старой? У нее другой тип энграммы? Более... Разумный Агрессивный? Уникален сам био-чип А не энграмма Сильверхенда Все предыдущие версии чипа служили исключительно для контакта с записанными энграммами Они искались поштучно и стоили до хера Все верно А этих еще меньше Они служат для установки энграммы в новое тело Когда я уходил из Арасаки, проект был еще на этапе тестов Как по плану должна работать эта новая версия? Вы хотели, чтобы энграммы выкидывали людей из их собственных тел? Так и должно быть? Во время испытаний мы предполагали, что тела к моменту установки чипа будут уже нейронейтральными То есть мертвыми? Да Поэтому то, что случилось с тобой, так интересно И сколько стоит бессмертие? Кто мог бы позволить себе такой чип? Никто Эта модель должна была остаться в лаборатории Прототип делали по приказу Сабура Арасаки Он лично с самого начала курировал весь проект Если бы не Юринобу, никто бы о нем и не узнал А если бы не ты, проект бы не завершился успехом Это настоящий прорыв Ууу, как мне повезло Теперь я сама уникальность Так ты мне поможешь? Ну-ну Мне надо на него посмотреть Ладно Невероятно Это похоже на... Жесть какая Этот пиджак будет нам помогать О боже Что? Что там? Как жаль, что я не смогу это толком изучить Да, очень жаль Не быть тебе подопытным кроликом Говори, что делать Мне очень жаль, но у меня плохие новости Твоя нейронная сеть полностью разрушена Она не сможет работать самостоятельно? Единственное, что я могу сделать Еее, давай поторгуемся Это дать тебе координаты хорошей клиники в Швеции Там прекрасное оборудование Тебе помогут справиться с болью на терминальных стадиях Так что именно происходит у меня в голове? Это лучше ты мне скажи Каково это, жить с двумя личностями? Это не то же самое, что слышать голоса в голове Ты одновременно и ты И Сильверхенд Я вижу его И могу с ним разговаривать Это, конечно, не вполне разговор Но я понимаю, о чем ты Скажи, ты уже заметил, что конструкт влияет на твои решения? Блядь, может, хватит? Если надо что-то решить, Джонни становится просто голосом в голове Даже если у него другое мнение, он не может меня заставить Не поспоришь Таких упертых носителей еще поискать Ты не то, чтобы с ним сражаешься Его влияние будет проявляться постепенно Медленно, но верно В смысле? Ты начнешь делать то, что раньше казалось неприемлемым Для прежнего тебя Ты же знаешь, кем он был Это не просто рокер Это фанатик Террорист Самоубийца Ну, ебануца И кто же из нас втирает тебе хуйню? Поэтому я считаю, что тебе пора подумать об изоляции в клинике Джонни, по крайней мере, не продался, как ты Ты его защищаешь? Или это он сам сейчас говорит? Погоди, погоди Может, он даже пытался уже взять контроль над твоим телом? Только на минуточку Нет Слушай, а правда Хорошая же идея Слышь Шучу Ты смотри, этот пиджак тебе сейчас заболтает Знаешь что? Хватит с меня Ты тянешь время, что ли? Не пойму, никак ты пытаешься убедить меня, что бесполезен Тогда я просто стрельну тебе в башку и сэкономлю нам обоим время Ну, наконец-то Я попытаюсь тебе помочь Если ты пойдешь со мной в Кантао Забудь про Кантао Других идей нет, что ли? Если ты хочешь обратиться к кому-то еще Могу отдать тебе данные по проекту Полную документацию, чертежи, расчеты Кантао предлагала за нее довольно много Данные у тебя? Нет, блядь, у тебя Нахуй нам сдался без них Ви Такэмура? Что он тут делает? У него к тебе тоже пара вопросов Не огорчай его Вдруг он тебе поможет Почти закончили Где данные? Лучше, чем ничего Может, найдем кого-то, кто понимает этот технотрек Что вы с ним сделаете? Пока еще не решил Вы что, серьезно? Ну, я могу быть импульсивен Он ваш Я вас оставляю Я надеюсь, мы договоримся На твоем месте я бы приложил все усилия Ви Я запомню это Ох, как жарко У меня язык, как наждачная бумага А, неужели Ви не дал тебе даже стакан воды? Возмутительно Бесчеловечно И они такой Ты сразу почувствуешь разницу Я дам тебе целые ведра Нет, не стоит Блять Что за? Блять! Да сядь ты, господи! Это биочип? Ну, не третий же месяц беременности Очень смешно Шутки шутками Но выглядишь ты хреново Сука! У тебя сердце барахлит Посиди, отдохни А то обнулишься А нам еще дела делать Бла-бла-бла Ебать, Росаку Бла-бла-блять Взрывать Микоши Ты че, правда превращаешься в меня? Не скажу, что я рад Ты ебаный манипулятор Циник И эгоист Ты открываешь рот Только чтобы кого-нибудь облить грязью Ну, когда нужно Мы же нормально общаемся Может, пора чуть больше мне доверять? Знаешь Иногда ты бываешь просто Очарователен Харизма так и бьет А потом я вспоминаю Что ты взорвал ядерную бомбу В центре города И ни на секунду не пожалел об этом Мне нужно было только уничтожить Микоши Поэтому я оставил Росаке время на эвакуацию Ты знал, что будут тысячи жертв Не обманывай себя Ты и сам убиваешь Значит, дело только в количестве Я не хочу с тобой спорить Просто признай, что ты непредсказуем Как и ты Подумай, кем ты был раньше И вспомни, что ты делал недавно Маршрут ясен Видишь, к чему все идет? Я уже не понимаю, что делаю Раньше я Хотел стать легендой Найт-Сити А теперь хочу просто выжить Только перед лицом смерти Человек становится тем Кто он есть на самом деле Ты еще вполне успеешь кем-то стать Идем У нас много дел Идем Я не понимаю Неужели Росаке перестала хватать своих людей? А вы сами гляньте Ситуация в городе накаляется Пиджаки знают Проскочит искра Заполыхает весь Джапантаун Выдавление беспорядков Лучше доверить тем, на ком нет твоего логотипа А, вот и ты Ну, что мы здесь делаем? Ты скоро увидишь Мне удалось собрать дополнительные сведения Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру Сама? Его убийца Ты представь, какой цинизм Зачем Юри Нобу это нужно? Мне казалось, этот парень клал болт на традиции Так и есть Но дело не только в японских традициях Юри Нобу важно еще и показать силу Платформы наверняка будут прекрасны Но бдительное око сразу разглядит в них обращение к противникам Какое обращение? Я здесь, Кумин Думу Бойтесь меня Доходчиво ничего не скажешь Только я все равно не вижу, что это нам дает У меня есть мысль Взгляни на небо Этим маршрутом пролетят платформы Даши Если мне удастся попасть на платформу Ханако Сама Я смогу с ней поговорить Попасть? Как? Запрыгнуть, конечно И как вы хотите это устроить? Пока ты занимался своими темными делами Я собирал информацию о платформах Все они стоят в одном месте В промышленном парке Арасаки Там их готовят к параду Нам нужно всего лишь пробраться на территорию Найти нужную платформу И загрузить в нее вирус Тогда ты сможешь выключить охранные системы А я проникну внутрь Так, а дальше? У меня есть щепка с вирусом Пришлось много заплатить Но продавец клялся, что она сработает Где вы купили эту щепку? На той стороне В Кабуке Может и правда попался хороший софт А даже если и нет Я придумаю, как это исправить Я на это надеюсь Ну, идем дальше Получить контроль над платформой Это еще не все Меня беспокоит охрана Особенно снайперы Я буду для них легкой мишенью Но, кажется, решение есть Акада говорила о камерах наблюдения И если мы получим к ним доступ То узнаем, где позиции снайперов Ты устранишь их, чтобы я смог пройти Как-то странно получается Мне всю грязную работу за вас делать Ты хочешь поменяться местами? И что ты ей скажешь? Здравствуйте, меня зовут Ви Ханако сама меня знает Говорить с ней должен я А теперь Предлагаю провести тест Нужно проверить щепку Пункт управления камерами перед нами Тебе надо войти и запустить вирус в систему Больше ничего Ага А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пиво? Я никогда не пью на работе Я буду прикрывать тебя Теперь за дело Блядь, сработало Ну? Все готово Доступ есть Отлично Щепка работает Самое простое позади Пробраться в промышленный парк Карасаки Будет гораздо сложнее Но это мы обсудим потом Я буду на связи Аккуратная диверсия Это мой конек Все, я внутри Ищи самую большую платформу Пульт управления внутри Это может быть обычный компьютер Ясно А у вас как там дела? Хорошо Я приду в диспетчерскую Устрою полный хаос Очень хорошо Я готов Как только ты закончишь Я инфицирую систему Стреляй! Ну, платформа в нашем распоряжении Можете долететь до Токио, если хотите Возможно, я так и сделаю Спасибо Теперь моя очередь Видишь? Полный хаос Даже крыша понемногу Ви! Крыша! Уходи через нее Рядом несколько станет поменьше По ним ты спустишься вниз Ви! Лучше поторопись Арасака вызвала Ави Блядь, сработало Неплохо, Ви Так, что теперь? Теперь тебе и мне Надо отступить в тени Вооружиться терпением Я свяжусь с тобой Перед началом парада Постарайся держаться подальше От неприятностей Как будто это я их ищу Продолжение следует... Ви, слава богу Мне, наверное, нужна твоя помощь Наверное? Ну, хорошо Мне нужна твоя помощь Давай встретимся Спокойно, Панан Без паники Что у вас там случилось? Помнишь Соло? Старейшину моего бывшего плана Да Вы вроде как поссорились Теперь это не важно Он... Его похитили Это не телефонный разговор, Ви Просто скажи, где и когда У меня сейчас камень с души свалился Приезжай к Альде-Кальде Там все расскажу Альде-Кальде? Я думал, ты от них ушла А, долго объяснять Просто приезжай скорее Жду Ви, спасибо, что приехал Расскажи, когда ты успела помириться с Альде-Кальде Ты не подумай Они по-прежнему меня бесят Но, понимаешь... Это семья Ну да Ну рассказывай, что у тебя? Духи схватили Соло Этот идиот уехал с небольшим патрулем и так и не вернулся Это точно духи? Мы понаблюдали за их лагерем Они там держат пленных, в том числе кого-то важного Нам надо отбить Соло Не знаю почему, но я решила обратиться к тебе Я тоже когда-то жил с кочевниками Похоже, даже город не может нас изменить Тут сложно спорить Ну, дружба дружбы Но ты же не побрезгуешь Одну из лучших снайперских винтовок на западном побережье Град от Техтроники Ты уже видел ее в деле? Плюс получишь уважение Альде-Кальда Звучит неплохо Когда возьмешь ее в руки, поймешь, что это не неплохо, а круто Пошли, Митч по дороге объяснит, что к чему А вот и Митч Я запустил дрон над лагерем духов Глянешь или будешь дальше выражать мнение? Митч, как ты? Вот бы Изолента могла решить все проблемы в мире И вообще, ты бы лучше думал не про меня, а про Соло Будешь смотреть или нет? Ну, поглядим, что там Только недолго На дроне активная маскировка, чтобы стилеты не заметили Она быстро садит батарею Они засели на заброшенном цементном заводе С кучей тяжелой техники Духи, они как саранча Налетают на место и кормятся с него, пока не останется одна голая земля Но в этот раз Видишь стену? Они поставили какую-то примитивную охрану Значит, они хотят остаться подольше Зачем? Сказать сложно, но могу предположить, что это как-то связано с Солом Если он еще у них, мы должны его вытащить Эта караулка, наверное, как-то соединяется с лагерем Пройдем через нее Как вариант Еще есть проломы в стене или плохо охраняемые участки Видишь там следы? Смотри на следы колес Машины были нагружены Может, они везли технику А может, Сол был не единственным пленником Следы ведут к грузовику Можешь его просканить? Похоже, Сола держали здесь Это главное здание Сол, скорее всего, тут Комплекс большой Это все равно, что искать иголку в стоге сена Если они еще не разобрали там всю электронику Можно подключиться к камерам Надо только найти пункт управления Это переход Он соединяет гараж с главным зданием Окей С этим уже можно работать Вопросы есть? Да Едем за Солом Отлично Мич, фургон готов? Я сделал, что мог Поглядите сами Мощная работа Скорее, мощная импровизация Ну, это все, что у нас есть Чуть не забыл Я тут кое-что подготовил Если Сола еще не обнулили Ему пригодится вот это Обогащенный суперджет Лошадиная доза Быстро его на ноги поставят Надеюсь Вряд ли я смогу на себе его вынести Ну что, мы закончили? Ви, поедешь со мной? Да, конечно Поехали вместе Тогда ты садись за руль А чего не ты? Мне нужно немного отрегулировать оптику Не могу поверить Что его вот так изловили Ладно бы, кого другого Но Сола Ты говорила, что у него здоровье не очень? Да, но Он перевозил гражданских Через границу под бомбами Однажды угнал цистерну у Петрахема Открыл клапаны Вылил пару восьмерок И поджег пустыню Чтоб детишки порадовались Я вот помню Сола таким У всех свои кумиры Ну да Только Ни хрена себе Ты видишь Это будет буря так буря Выглядит страшно Страшно будет, если мы в нее попадем Надо ускориться Окей, повторим план на всякий случай Надо спрятать тачку Оставь ее около скалы Все, на выход Я буду наблюдать за тобой с расстояния А ты там внизу, береги себя Осторожно В этой башне сидит стрелок А вот и главное здание Берегись паразитов Сол точно где-то здесь Я это чувствую Помнишь, что я тебе говорила? Найдешь пункт управления Получишь доступ к их камерам Берегись паразитов Панам Кажется, я вижу Соло Его заберли в подвале И как он? Трудно сказать Там темно Хорошо Спустись и забери его Надеюсь, еще не поздно Панам Кажется, я его вижу Он что? Живой Вроде да Хорошо Хватай его и сваливайте оттуда Панцол Ты... Ты принес мне Ч... Чертвую сигару Сигару? Я же сказал вам, черти Сигару мне И ледяного бухла И пару девочек для компании А иначе Можете поцеловать меня В задницу Тихо, Сол Мы здесь вместе с Панам Панам? Но Она же Ушла Не совсем Мы тебя вытащим Ты? Я тебя помню Ты тот наемник Крепко тебя избили Без этой штуки Не обойдешься О да Ну чего? Как он? Теперь можем и потанцевать По-моему, неплохо Сразу потребовал сигару И девочек Это похоже на Соло Пора уже дельтовать отсюда Мы уже выходим Поняла Завожу мотор Сейчас буду у вас Ты что? Обошел все их патрули? Ага Если продолжим в том же духе Сможем выйти отсюда Без единого выстрела Точно Там должен быть короткий путь на поверхность Буря набирает силу Круто Засыплет наши следы Думаю, это еще один повод не ехать прямиком в лагерь Зачем такая осторожность? Только зря время потеряем Лучше задержаться, чем погибнуть Сворачивай на ферму! Нам надо спрятаться! Я ее помню! Там безопасно! Надеюсь! В дом! Быстро! Мне надо передохнуть Как раз успели кушать Что-то не хочется Я только что песка хлебнула Придется тут ночевать Электричество бы пригодилось Випа, ищи выключатель Я пока тут посмотрю Бульдозеры и экскаваторы Так и не приехали Толк туда же его предложение Все сделки с корпами Кончаются ничем Давай сейчас Давай сейчас Ого, работай У нас есть свет Черт, холодает однако Я пыталась включить обогреватель, но не вышло Может посмотришь, вдруг у тебя выйдет Хотя знаешь что? Проверь лучше снаружи Пробки выбило, наверное Вруби там все, если понадобится А я разожгу эту хрень Ты это видишь? Срок годности истек еще до прошлой войны Но надеюсь оно хотя бы не ядовитое Нам сегодня прям везет Везет Я бы сказал по-другому Нас ждет проповедь Лучше присядь Это может тянуться часами Проповеди не будет Но поговорить нам надо Насчет духов Этого нельзя было допустить Они хотели знать все Наши маршруты, координаты лагерей, перевалочные пункты Хорошо, что они не знают нашу ситуацию Один-два набега и семьи не станет А, сейчас не время спорить А если бы мы не решили внезапно нагревать к ним в гости Не стало бы нельзя Может ты и права Со стилетами нам не справиться в одиночку И надо продать нас биотехнике Ви, скажи ему, что это херовая идея Если хотите начать мордобой, давайте без меня Мы иногда ссорились Немного, как любая семья Забудем об этом Что ж, согласна Если захочешь вернуться, тебя встретят с распростертыми объятиями Но что-то нужно будет изменить Нельзя все время лезть на передовую Ну, начинается Знаешь что, милый, у нас еще будет время, чтобы вцепиться друг другу в горло Да уж, надеюсь Ну, вот А сейчас я бы с удовольствием вздремнул Нужна помощь? Заткнись А вы знаете, как называют такие бури в Северной Африке? Хабу Классное слово, правда же? Вау, что это было? Да, наверное, лекарство Хорошо бы, конечно А то он там явно успел нахватать по башке Забавно Что именно? Я редко сплю под крышей, но уже второй раз рядом со мной оказываешься ты Когда едешь день, потом ночью, с новый день Жопа прирастает к креслу И забываешь, что такое ночлег И как? Под крышей лучше? Нет, просто по-другому Можно даже представить, что мы в обычном маленьком мотеле Очаг есть, бухло есть Не хватает только зануды на ресепшен Может, вы чего-нибудь желаете? М-м-м Меня все устраивает Как вы оцените виски, мэм? М-м-м Теплая С легким металлическим привкусом Выразительная Но мягкая Четыре спите Мэм, без сапог вам было бы гораздо удобнее О, я их весь день не снимала Надеюсь, у тебя насморк Да ладно После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности М-м-м И что ты имеешь в виду? Для персонала Свободной Калифорнии Желание гостя Закон Сделаем все, что захотите Осторожнее, и мало ли что я могу захотеть М-м-м Знаешь что, Ви, надо ложиться спать День выдался не самый легкий Ви, я рада, что ты приехал Спасибо Это много для меня значит Ты слышишь? Нет Вот Ветер перестал выть С хабубом не знаю, если честно Но вот когда по равнинам начинает гулять чинук Я по ночам вообще не могу уснуть Просто лежу От лица персонала мотеля Свободная Калифорния Желаю вам влечь приятных сновидений Смотрите, кто живой Смотрите, кто живой Привет Привет Нормально спалось? Молодец, Ви Налет по всем правилам Как там Сол, в порядке? Трещина в черепе Шесть сломанных ребер, отбитые почки Но уже командует всеми направо и налево А ты? Ох, так себе Спина просто отваливается Вернусь в город, сразу поеду к Риперу Надо вытащить пару пружин А я спала как ребенок У тебя на плече очень уютно Даже жалко, что мне уже сейчас надо валить А, погоди Я думал, ты возвращаешься к Альде Кальде Остаешься в клане Все так и есть Пойдем Сол часто несет чушь и любит перестраховываться Но в одном он прав Духи и этот набег Это только начало Нам надо подготовиться Сол возьмет на себя лагерь, ну а я Ну а ты? А я займусь разведкой Стилетом было интересно, какие у нас маршруты Теперь мы хотим знать, какие у них А, чуть не забыла Твое вознаграждение Береги ее, она мне хорошо послужила Она в хороших руках Я знаю Ну что, ладно? Спасибо тебе еще раз Давай, удачи И тебе по нам И помни, я у тебя в долгу Ну все Посмотрели на жопу мира Пора и обратно к цивилизации Пора и обратно к цивилизации Парад скоро начнется Я буду ждать там же, где раньше Устоек? Только не привлекайте внимания Ах Ви, как раз вовремя Привет, Гуру Выглядите на все сто, а то и больше Правда? Я чувствую себя по-другому Я попробовал ваш местный бургер Ага, и как он вам? Легко зашел? Спроси у людей внизу Парад уже скоро начнется Я скорректировал данные ОКАДы Советую ознакомиться с ними перед ночью Парад Для начала вирус действительно работает И намного лучше, чем я ожидал У нас есть глаза и уши в комнате охраны Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы Их трое Нужно нейтрализовать их всех Пока они не сделали это со мной К ним можно пройти разными путями Первый близко, с ним проблем не возникнет Со вторым хуже До него надо сначала добраться Ну и наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей Мы вот здесь Платформа Ханако сама остановится здесь Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце С этих точек ты сможешь увидеть весь парад, как на ладони Только осторожно У снайперов обзор еще лучше Если они тебя заметят Бам! И нет вора И это не самое страшное Я должен буду запрыгнуть на платформу Залезть внутрь, через окно И встретиться лицом к лицу с Ханако сама Последнего я боюсь больше всего Ну как, все ясно? Ты готов? Погодите, а у нас есть запасной план на всякий случай? А как ты думаешь? Все думают, что я предала Росаку Мне предстоит разговор с сестрой генерального директора У меня нет запасных планов Должен сработать этот Я готов Вопрос, готовы ли вы? Я разработал план, так ведь? В нем упущена одна довольно важная деталь Ваш друг Ода Ода – человек чести Он никогда не причинит мне вреда Ага До тех пор, пока вы не свалитесь на голову Ханако А, я понимаю, о чем ты На первый план выйдут инстинкты и рефлексы Значит? Значит, мы будем надеяться, что я все еще быстрее него Удачи вам, Гора Срочное сообщение Ореком выразитель Я на позиции Платформы только что запустили Двигайся незаметно Иначе к тебе слетятся боевые дроны Еще я заметил нетранера в униформе Арасаки Она прячется где-то здесь Понял, я готов Ну что ж, начнем Вот, кажется, и все Кажется, да, очень хорошо Добави Добави Я ее отвлек Отключи ее Хватит работать, пора отдохнуть Блядь! Как же без вас-то Я дойду к рейдаму Я... У меня получилось О да! Он умер! Он дышит Пока что Прошу тебя, Ви Пощади его Больше тебе уже ничего не помешает Нужно как можно скорее двигаться дальше Вечно вы с вашей самурайской честью Ладно, сегодня вам повезло Скажите спасибо вашему другу Гору Это тебе спасибо, Ви Так, все получилось Я в системе Ханака внутри Пытается кому-то звонить Подслушай Не забудь выключить сигнализацию Вот так, я слабо в уйти Это было страшно О да, я не могу Нужно так сделать Если я не хочу, то Ви Я не могу 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 Горо, система заблочена. Можем начинать. Горо, система заблуждена. Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал, но мы в полной жопе. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать его в узде. Ноги в руки и сваливаем отсюда. Ви, ты еще жив? Да, пока что. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж. Номер 303. Постучи четыре раза. Быстрее. Заходи. Только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханако Арасаку и предложили ей... Блядь. Чай? Да. Она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Йоринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Я был в компеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Понимаете? Я такой наглый, потому что мне нечего терять. У меня в голове ваш экспериментальный биочип. Благодаря ему я смог выжить после того, как мне выстрелили в голову. Только вот теперь этот чип меня убивает. Энграма одного из ваших конструктов переписывает мое сознание. Если я не найду способ это остановить, то моя смерть будет очень печальной. Ханако-сама. Он свидетель преступления, которые совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама. Ты слышал? Иди, проверь. У меня очень плохое предчувствие. На работе! А я на спину! Сука! На землю, сука, не двигаться! Беги! Это последний шанс съебаться! Это Камура. Я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Что за хрень? Не смей падать в обморок, ты меня слышишь? Нам надо срочно валить из города. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондер не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Нет, серьезно. Кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ебаного ничего? Джонни. Что? Завали свой сраный ебальник. Будь добр. К чему этот словесный понос? Кому от него легче? Видишь, как роли поменялись. Джонни, твою мать! Теперь нам приходится сидеть и ждать, пока сюда вломятся штурмовики Арасаки. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Мне не усралось закончить, как Токемура. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блядь. Только один. Палец на спуске, Ви. И не звука. У меня послание. Для Ви. К двери не подходи. Ты спишь, что ли? Пора вставать. Кто там? Я спросил, кто там? Хочешь, чтобы услышал весь мотель, или все-таки откроешь? У меня оружие. Так что без фокусов. Наконец-то. Фу, блядь. Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да. Мотелю это последние звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется. Что начнется? Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханака? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Как вы меня нашли? Ты думал, что уехать из города будет достаточно. Так ему рассказал мне, что поставил на тебя трекер. Но это не так важно. Если Арасака хочет кого-то найти, она его находит. Фарфоровая сука. Жаль, что вы мне тогда не поверили. Может, Горо был бы все еще жив. Когда упоминаешь его, не забывай, что мы сейчас разговариваем только благодаря ему. Так что, прояви уважение. Хорошо. Йори Нобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты живое доказательство его преступления. Сперва вы помогите мне. Наверное, я неясно выразилась. Нам надо торопиться. Я тоже довольно сильно спешу. Умираю, понимаете? А из моего трупа будет довольно хреновый свидетель. Я понимаю. Расскажите мне все, что знаете о Микоше. Микоше. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности. Оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Я нашел вашего перебежчика. Хельман прятался под крылом у Кантао. Мы поговорили. Он сказал, что Инграма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получил чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним. И объясню, что из Иросаки не убегают через Черный Ход. Мне удалось связаться с Альт Каннингем. С той самой? Да, которая изобрела душегуб. У меня есть его измененная версия. Она должна нам пригодиться. Это все, что у нас пока есть. Что дальше? Предлагаю встретиться лично. В углях. В центре города. Там безопасно. И вот, что важно. И мне, и тебе теперь следует быть очень осторожными. Ну, я свое отработала. Знаешь что? Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Мы получили, что хотели. Тебя от Прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Еще вчерах она жила в волшебном мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось сегодня? Чужой город. Брат-убийца. Ну и херовый вор. Поэтому она и послала Прокси. Она одна. Ей страшно. Еще больше, чем нам. Ага. Щелк. Что? Что ты там щелкаешь? К твоему ошейнику пристегнули поводок. Ну как? Еще что-нибудь скажешь про фарфоровую суку? Блядь! Так, приготовься. Блядь! Джонни! Ты еще не умираешь. Я тобой займусь. Джонни! Так пахнет морской бриз. Вставай. Вставай. В Пасифике в это время красиво. Этот приступ меня чуть не обнулил. Почти. Мы в Пасифике? Что это за здание? Бывший отель Пистис София. Сейчас мы единственные гости. Хочу тебе кое-что показать. Хочу тебе кое-что показать. Идем. Почему? Почему ты привел меня сюда? Погоди минуту, сейчас узнаешь. Ты забрал тело. Не мог же я тебя там просто бросить. Ну как? Ты что, хотел принять таблетку? Ну что за херня? Если бы я хотел получить полный контроль, я бы принял ее раньше. Думаю, я нарушил твой план, когда внезапно проснулся. А я думаю, что ты боишься смерти. И хочешь на ком-то сорвать злость. Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Ты хотел знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Это твое? Было раньше. Теперь уже твое. Ого. Пятьдесят лет назад. Война в Мексике? Я был молод и глуп, как ты. И записался в корпоративную армию. В Мексике я понял, что какую войну не возьми, побеждают всегда корпорации. А проигрывают обычные люди. Ну и ты, конечно, решил рассказать об этом миру в песне. Сперва я свалил из армии, потом закрылся в этой комнате, лег на кровать и месяц тупо смотрел на вентилятор. Очень хотелось бы сейчас лечь и смотреть на вентилятор до бесконечности. Вот я и привел тебя сюда. Я не хочу, чтобы ты проводил недели и месяцы в бессмысленном ожидании. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Да, да. Закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Я... Я сделал бы то же самое. Да? Спасибо. Неужели ты правда думаешь работать с Ханако? Есть идеи получше? Еще нет. Но есть просьба. Какая? Адам Смэшер. Тот хуй, который меня убил. Что бы со мной ни случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. С чего это ты вдруг сейчас про Смэшера вспомнил? Не понимаю. Когда мы его видели... Не было случая поздороваться. Поэтому надо найти его и закрыть эту страницу. Это твое последнее желание. Месть? Это еще не все. Еще я хочу, чтобы с тобой пошла бестия. Для меня это так же важно, как и для нее. Не думаю, что бестия сентиментальна. Да, ты говорил, что она стала циничной сукой. Да и времени много прошло. Поэтому я сам освежу ей память. Просто прими таблетки Мистии, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с бестией насчет Смэшера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Хельман говорил, что ты попытаешься это сделать. Перехватить контроль над телом. Андерс Хельман? А напомни, чем он тебе помог? Может, не помог, но и не навредил. Бестия – это просто предлог. Для чего? А, чтобы я наконец забрал у тебя управление. Или придумал какой-нибудь самоубийственный план налета на Арасаку. Я же тебя знаю, Джонни. Последний раз говорю. Нет никаких планов. Ты пока не заслужил мое доверие. Это должно работать в обе стороны, Ви. Уж очень тебе нравится всегда и во всем меня контролировать. Мне и себя-то не нравится контролировать. Это ты принимаешь идиотские решения. Я могу только советовать. Или просить об одолжении. Вот как сейчас. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Я скажу бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет. Меня тут выгнали из ада. Решил к тебе зайти. Нет. Мне нужно просто сказать ей про Смэшера и повспоминать старые времена. Она сразу клюнет. Хорошо. Я это сделаю ради тебя. Спасибо тебе, Ви. Отвези меня в посмертие. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Мне вроде получше. Пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Отель Пистис София я правильно запомнил? Угу. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня. Я в ванной. О, боже. Вот как эта телка выразила благодарность за то, что ты вытащил ее из задницы. Закрой рот. Я ушла буквально на час. Как это случилось? Я не знаю. Говорю же, когда я уходила, Эва лежала в кровати. Как обычно. А когда я вернулась... Бля. Я же не знала. Я... Ты проверяла пульс? Ты... Ее больше нет. Как это случилось? Я не знаю. Говорю же, когда я уходила, Эва лежала в кровати. Как обычно. А когда я вернулась... Бля. Я же не знала. Я... Не вини себя. Твоей вины тут нет. Я должна была почувствовать, что что-то не так. Ну, не могла же ты сидеть с ней с утра до ночи безвылазно. Ясно же, что она уже решилась на это. Все равно, нашла бы способ. С ней надо что-то делать. Данна, мне проблемы не нужны. Позвоню копам. Перенесешь ее на кровать? Ну да. Это, конечно, многое изменит. Мне кажется, лучше ее оставить, пока не приедет полиция. Для них это просто еще одна мертвая шлюха. Им похер. Просто не хочу, чтобы она так жалко выглядела. Данна, у нас тут смерть от несчастного случая. Нордсайд, Джексон-стрит. Нет. Опасности нет. Это самоубийство. Как завтра? Нет. Сегодня. Она умерла. Вы не понимаете? Нет. Траума Дим не констатировала ее смерть. Если бы у нее была страховка, я бы вам не звонила. Если вы не поднимете свою задницу, я приду и разнесу ваш сраный участок к чертовой матери. Не хотите приехать, чтобы меня арестовать, а? Окей. Мне похуй, что вы там про меня напишете. Скоро приедут. Предложили подержать ее во льду до завтра. Представляешь уровень наглости? Это Найт-Сити, детка. Здесь отношения к тебе определяют по месту жительства. Не надо было сюда приезжать. Надо хоть одеть ее. А то она выглядит не как человек, а как тело. Подожди снаружи, ладно? Ви, закрой дверь. Пожалуйста. Есть сигарета? Разве ты куришь? Давно уже бросила. Просто мне сейчас нужно что-то, кроме воздуха. Дай закурить, Вей. Ладно, бери. Это был ее портсигар. Хочешь, могу отдать. Нет. Раз он тебе нравится, оставь. Я даже рада, что он оказался у тебя. Черт, Эва. Это я виновата. Я думала, если оставить ее в покое и дать время, она встанет на ноги. Не знаю, что сказать. Утешать у меня плохо получается. Да что тут говорить. Ты и так сделала для нее больше всех. Но у меня были свои мотивы. Ты же знаешь. Важно, что ты ей помог. Вернул возможность решать за себя. Да, но я не думал, что она решит. Вот так. Помнишь, Фингерс говорил, что Эва была у него четыре дня? Да, помню. Вот. А Том сказал, что она исчезла из облаков за неделю до твоего прихода. И это не выходило у меня из головы. Понимаешь? Не сходится. Я все думала. Куда могли подеваться еще три дня? Тогда я опять покопалась в ее виртах и нашла Дубмана. Он держал ее у себя. Насиловал. Делал с ней такое, что... А когда ему надоело, он ее продал. Что Дубман с ней делал? Ты видела? Да. И теперь хотела бы разведить обратно. Погоди, ты нашла еще записи? Я стала пересматривать поврежденные. Там, конечно, много помех. Трудно что-то разобрать. Но я все равно в этом рылась. В какой-то момент я нашла что-то вроде эха от нашей ссоры, когда мы виделись в последний раз. Но она тогда не записывала. Тогда почему это сохранилось как вирт? Не имею ни малейшего понятия. Может, она через какое-то время переживала это воспоминание заново. Может, имплант включался, когда ее... Ну, вроде как, знаешь. Форма защиты думать о прошлом вместо настоящего. Чтоб не так больно. То есть он не просто хитрожопая мразь, а еще и моральный урод. Выглядел нормальным. Он хорошо маскируется. Я ведь его знала. А тоже не думала, что он настолько отмороженный. И с этим пора что-то делать. Например? Пока не знаю. Позвоню Сьюзе. Спасибо, Вей. Прости, мне надо немного побыть одной. Я тебе позвоню. Тебе точно ничего не нужно? Нет, но спасибо, что спросил. Если что случится, я всегда на связи. Привет, Джуди. Как себя чувствуешь? Херова. Но у меня появилась идея. Рассказывай, что придумала. Бар Лизис когда-то был борделем. В какой-то момент тегриные когти убили там на одну девушку больше, чем люди могли стерпеть. Поэтому мы взяли все в свои руки. И теперь это наш круг. Так вот, то же самое надо сделать и в облаках. Ты уговорила Шельм захватить облака? Нет, я тебя хочу уговорить. В облаках есть те, кто нам поможет. Ты с нами? Ладно, сделаем это. Е-е-е, круто. Ну так, какой у нас план? Погоди, сначала надо поговорить с Майкой Моэдой. Без нее можно даже не начинать что-то планировать. Ты уверена, что эта Майка нас поддержит? Если бы я была уверена, я бы ей просто позвонила, а не уговаривала тебя помочь. Давай по-другому. Ты можешь гарантировать, что она нас выслушает, а не вышвырнет в окно? Да, конечно. Ну это уже что-то. А ты эту Майку хорошо знаешь? Даже слишком. Когда к ней пойдем? Рано утром. Облака будут закрыты. Сможем поговорить без свидетелей. А сколько рано? До восьми. Встретимся у входа. Хотя нет. Давай лучше на балконе над клубом. Зайдем незаметно. Никто не узнает, что мы там выйдем. Договорились. На балконе. Привет, Ви. Спасибо, что пришел. Говорить с Майкой, это как играть в 3D-шахматы. Не дай сбить себя с толку. Я готов. Идем. Джуди Альварес. Сказала бы, что рада тебя видеть, но я терпеть не могу лгать. А еще, как ты знаешь, я ненавижу незваных гостей. Ага. Я даже знаю, почему. Мне казалось, после Шельм тебе падать уже некуда. Но теперь вижу, что ты скатилась еще ниже. Ты дружишь с теми, кому здесь очень не рады. Я о тебе говорю, Ви. Я пришел за инфой и получил ее. Я старался, чтобы никто из тех, кто встал у меня на пути, не закончил бы в пластиковом мешке. Спасибо большое. А что тебе надо на этот раз? Снова будешь мучить наших кукол? Начинаю думать, что ты только болтать и умеешь. Какая жалкая попытка меня спровоцировать. Что дальше? Угрозы? Мы пришли поговорить. Выслушай предложение Джуди, или случится то, что тебе очень не понравится. О, неужели я потеряю молодость, деньги и влияние? Поверь мне, что бы ни случилось, ты узнаешь об этом последней. Хм. Мы хотим вырвать облака у тигринных когтей. Клубом должны владеть куклы. Ну ладно, пошутили, посмеялись, а теперь, думаю, пора прощаться. Мы должны что-то сделать, иначе со всеми будет как с Эвой. Дубман насиловал ее, пока она была без сознания, а потом продал. Как ненужный хлам. Если вы перейдете дорогу когтям, это ударит по всем куклам. То есть, ты против? Я вроде бы ясно выразилась. Давайте я сделаю вид, что вы не приходили. По старой дружбе, Джуди. Буквально через минуту охрана поймет, что вы здесь. У вас будет два варианта. Или вы сами отсюда выйдете, или вас вышвырнут. Это не угроза и не фигура речи. Просто дружеское предупреждение. С меня хватит. Я ухожу. Разумный выбор. А чтоб ты не думала, будто я совсем отмахиваюсь. Через пару минут Форест будет на техническом этаже. Один. Ты пойми, я тебе не враг. А я не спрашивала твоего мнения. Ты выбрала не ту сторону, Майка. Позволь мне самой судить. Мне кажется, она тупо боится. Если что-то пойдет не так, она потеряет работу или вообще жизнь. Поэтому лучше оставить все как есть и не рыпаться. Между вами что-то было? Давно. Мне тогда просто было одиноко. Как и всем в Найт-Сити. Она тогда была совсем другой. И я тоже. Людям, которым важна только выгода, нельзя доверять. Никогда не знаешь, что им покажется более выгодным. Дружески похлопать тебя по плечу или всадить нож в спину. Да, полностью согласна. Просто она когда-то мне очень нравилась. Я не сразу поняла, кто она на самом деле. Но какая бы ни была, без нее никак. Блин, а ведь я могла утром уехать поплавать. Мне кажется, тебе сейчас не помешает отдохнуть. Да и мне тоже. Да, только это будет не совсем отдых. У меня есть одна идея, я над ней работаю, но пока не уверена, что все получится. Ну да. Я что-то не очень представляю, как ты валяешься на шезлонге и пьешь коктейль через трубочку. Если я лягу на шезлонг, я начну думать, как все могло бы быть. А мне как раз этого и не хочется. Погоди минуту. Что сделаем с Дубманом? Так, а что ты сама хочешь сделать? Я хочу, чтобы кто-нибудь разрядил прямо ему в рожу обойму. А лучше две. Кто-нибудь? Да. И я хочу, чтобы это был ты. Ты уверена, что он придет? Ты же видел, Майка. Неужели ты думаешь, что она стала бы его тут держать, если бы он не выполнял ее приказ? Лично я не понимаю, почему этот гандон еще жив. Так что, идем к нему? Конечно. Время убивать. Поехали на лифте. Так будет быстрее. Технический этаж. Знаешь, кто хуже корпоратов? Суки, которые метят в корпораты. Ты про Майка? Какая же мерзкая баба. Да. Но надо признать, она верно оценила ваши шансы в этом деле. А вы тут, блядь, откуда взялись? Где Майка? Зачем она меня позвала? Эвелин умерла. И ты пришел мне об этом сказать? Как это, блядь, мило с твоей стороны? Вот тебе. Поставь свечку. Ты насиловал Эвелин, когда она была беззащитна. Я мог бы свернуть ей шею и повесить голову вместо люстры, пока она бы не начала гнить. А я ее отвез к Криперу. Так что мне за это причиталось. Она должна быть благодарна. И вы тоже. Ну так вот тебе моя блага... Я думала, что почувствую удовольствие. Олегчение. Все. Нажимай первый этаж. Хочу уже выбраться отсюда поскорей. Мне казалось, вот он сдохнет, и мир станет лучше. И чувство было такое... такое сильное. Ну так мир и стал лучше. Одним махом мы спасли всех, кому этот выродок мог навредить. Подумай об этом. Они даже не узнают, что им что-то угрожало. Надо вернуться к Майка с козырем в рукаве. Что, взывать к ее чувству справедливости не помогло? Майка убедит только конкретику. Минуту назад мне казалось, что ты хочешь все бросить. Ви, я целыми днями обрабатываю вирты в подвале. Какие шансы, что кто-нибудь придет и отстрелит мне башку? Мизерные. Как и сострадание Майка. В отличие от тебя, я не привыкла подставляться. Но это все равно еще не конец. Знаешь, я тоже люблю конкретику. А, то есть для тебя тоже главный расчет. Скольких ты положишь, сколько используешь патронов и сколько заработаешь. Не всех кормит искусство и мечты о свободе. Иногда приходится спускаться на землю. Так, что дальше? Надо подумать. Нужно больше людей, это точно. Я поговорю с куклами. Позвоню тебе, как что-нибудь придумаю. До скорого, Ви. И спасибо. Привет, Ви. Ты готов? Ты уже выяснила, как идти к Хироме? У меня есть чертежи здания, так что все схвачено. Ну, не совсем все, но до пентхауса доберемся. Проще всего подняться с технического этажа. Я знаю, где там проход. Ну что, начинаем? Да, пора бы. Сначала заходим мы, потом вы. Идите прямо в облака. Наконец-то движуха! Осторожно. Не нарвись на кого-нибудь. Мне нужен приборный щиток с твоей стороны. Можешь с ними разобраться? Перекис. Эй! А что потом? Идем на штурм? Том и Рокси должны быть уже в облаках. Начинаем по знаку Майка. Они разбираются с охранниками, а ты с Хироми. Но сперва тебе надо проникнуть в пентхаус. Ладно, я пошел. Тебе в лифт с другой стороны. Береги себя. Как обстановка? Мы внутри, в облаках. Кто на какой этаж? Я возьму на себя первый, а Том пойдет наверх. Мы готовы. Жуди, я на крыше. Прыгай вниз, на балкон. Только осторожно, ладно? Я надеялась, ты проберешься сюда по-тихому. Я тоже. Иди к камере наблюдения перед комнатой охраны. Иначе все быстро бы накрылось. Всегда любил женщин, которые способны по достоинству оценить чужие усилия. Эта милашка как раз из таких. Может, перейдем к делу? Почему их там трое? Я не понимаю, что она хочет сделать. Вот наша цель. Хироми Сато. Кто эти двое? Они будут смотреть наше представление. Это боссы Хироми. Сегодня у них на глазах он будет подыхать в луже собственной мочи. Мы так не договаривались. Посмотри на меня. Видишь? Видишь это выражение неудивления на моем лице? Знаю когтей. Для них власть всегда связана с силой. Мы будем говорить на их языке. Майка? Я отключу их от Вирта, и они будут недовольны, что их так грубо разбудили. Мы должны сделать так, чтобы взамен они получили зрелище не хуже. Понятно? Майка, наш план не предусматривал свидетелей. Это же демонстрация силы. А любая демонстрация требует публики. Я лучше всех знаю, как разыграть этот спектакль. Поверь мне на слово. Я уже все обдумала. Много раз. То есть ты хочешь заменить Хироми? Хм. Даже если для этого придется вступить в тигринные когти? А ты знаешь какой-то другой способ защитить облака от других банд? Не нравится мне все это. Поздно сомневаться. Том и Рокси уже все сделали. Ваша кукольная революция уже началась. Или мы сейчас вместе выиграем джекпот. Или потеряем все. Делай как знаешь. Она, конечно, не Паркер. Эй, что происходит? Кто это? Это вестник последних дней Хироми Сата. Он уже однажды подверг опасности клиентов облаков. Он убил Освальда Фореста. Теперь он вторгся в личные покои мистера Сату. И это еще не все. Посмотрите, во что превратился наш клуб под руководством Хироми. Что? Что за херня? Я долго смотрела, как Хироми Сата совершает ошибку за ошибкой. Но сегодня... Сегодня мы все увидели, что он стал бесполезен. Ви, что она вытворяет? Облакам нужен новый менеджер. Джуди, не отвлекай. Я правильно понял, по этой пламенной вещи, что новый менеджер уже стоит передо мной. Если позволите. Ну уж нет. Мы должны были от них избавиться. Я так понимаю, это ваши условия? Ви, надо их прикончить. Мы для этого сюда и пришли. Все, хватит уже болтать. Давайте разберемся по старинке. Больше я какого терпения не буду. Ви, какого хера ты устроил? Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Поверь мне, прекрасно понимаю. Или ты больше никогда не появишься в облаках, или я прямо сейчас тебя прикончу. Отличный план. Ты только об одном забыл. У меня тоже есть кукольный чип. Ладно, бью, матывай оттуда. Выход на нижнем уровне апартамента. Там рядом будет лифт. Том и Рокси в безопасном месте. За ними не гнались. Ты... Ты ее убил? Господи, боже мой. Ты ее убила. Да, она сама на меня кинулась. Как иначе-то? Это все только отговорки. Можно было иначе. Майка прекрасно понимала, что делает. Она знала, как это все кончится. Считала себя неприкосновенной? Ну, в этом она ошиблась. Я должна уложить это в голове и побыть... ...одна. Увидимся еще. Пока, Джуди. Привет, Ви. Как дела? Я думал, мы уж не встретимся после всего, что было. Да не будь ты занудой, а? Не говори глупостей. А что там у Шельм? Сходки, идеи? Все как обычно, да? Не знаю. Я с ними почти не пересекаюсь. А че так? Да ничего нового. Бесят они меня. Вот и все. Ничего не слышала про облака? Как у них там? Да ничего интересного. Новые условия. Все как-то пытаются адаптироваться. В том числе и я. В том числе и я. То есть, пока не получается? Да нет. Почему? Ты как будто загрустила. Эм, да нет. Джуди. Давай не будем про облака, про Шельм, про Росаку с Милитехом и про то, что мир катится в сраное говно. Я не хочу сегодня думать о плохом. Если можно. Ладно. Рассказывай теперь, что мы тут делаем. Слушай, я последнее время много экспериментировала с виртами. И придумала, как записывать дорожки двух актеров одновременно. Хотела с тобой это протестировать. Если ты не против. Снимать вроде можно где угодно. Зачем было ехать именно сюда? Это дом человека, которого я когда-то знала. Теперь он стоит пустой. Я тут иногда останавливаюсь. То есть, мы будем писать в доме? Нет. Мы будем писать под водой. Я против. Не соглашайся. Пустища другого подопытного кролика. Ну как? Ты в игре? Конечно, в игре. Супер. Тогда пошли. Все железо у меня здесь. Окей. Переодевайся, салага. Давай установим тебе скролли. Вода ядовитая. Это не страшно? Для того нам и нужны костюмы. Ты бы хоть сначала спросила, умею ли я плавать. Не боишься, что я пойду на дно, как мешок с камнями? Может, пойдешь. А может и нет. Я готова рискнуть. Классно смотришься в гидрокостюме. Даже не пытайся. Ну ладно, погнали. Ледяная вода, жди меня. Ну все, мы готовы. Сначала ты. Не отплывай далеко и старайся погружаться медленно. Все-таки куда мы плывем? Куда-то на среднюю глубину. Там темно, но течение не сильное. Должно быть безопасно. Хочешь точные координаты? Нет, не надо. Просто буду держаться рядом. Ну и отлично. Мы здесь ищем что-то конкретное? Нет. Просто смотрим, что тут есть. Мне почему-то тут очень спокойно. Такое чувство, что мы вне времени. В каком-то пузыре. Еще немного побудем и поплывем дальше. Давай посмотрим, что дальше. Ага. Как раз покажу тебе кое-что. Ты не представляешь, как странно плавать там, где... Где ты бегала в детстве. Пока вокруг текла обычная жизнь. Да. Немного представляю. Ха! А церковь не изменилась. Она всегда была старая и выглядела, как будто ее забросили к нам с другой планеты. И у нее были треснутые колокола, поэтому они звучали довольно жутко. Хрипло так. Странно, я про них вообще не помнила. А сейчас как будто их слышу. Не знаю, как это может быть, но... Я тоже слышу колокола. Ты слышишь мои воспоминания? Наверное, побочный эффект. Закрыто. Жалко. Да погоди. Можно поискать какой-нибудь другой вход. Я только за. Тебе нравилось ходить в церковь? Че думаешь, я туда ходила? Я вообще не обращала на нее внимания. Стоит себе и стоит. Когда мы узнали, что Лобон и Бент собираются затопить, то все пришли сюда и обсуждали, как этому помешать. И чем все кончилось? Сам видишь. Я нашел пролом. Кажется, через него можно проплыть. Ммм, жди меня. Я сюда однажды забралась, когда никого не было. Встала у алтаря и начала представлять, что думает священник, когда смотрит на тех, кто пришел на службу. Я не понимала, как у него получается читать мысли и все знать про людей. А потом, как заору, мне захотелось послушать эхо. И тебя не выгнали? Я сама убежала. Там было такое эхо, что я чуть не обосралась. Подумала, что это голос моей совести. Я очень следилась того, что мне нравится одна девчонка. Женя Чаплин. Ви, пожалуйста, прошу тебя. Ну, еб твою мать. Ты жив. Что случилось? Ты отключился. Как ты смогла меня вытащить? Не знаю, не думала. Как-то не до того было. Осторожно. Ну, не спеши. Короче говоря, ты спасла мне жизнь. Спасибо. А я говорил, что плавать в ядовитые лужи – плохая идея. Если б меня еще кто слушал. Ядовитые лужи – это твой конструкт? Ты его слышишь? Ну, не то, чтобы просто в моей голове появилась мысль, которая была не моя и не совсем твоя. Не обращай внимания на его трюк. У нас сложные машины. Да о чем с тобой говорить? Думаю, тебе пока нельзя садиться за руль. Я тоже подустала. Машину везти не хочется. Может, останемся на ночь? Что думаешь? А почему бы и нет? А чей это все-таки дом? Ты сказала, что знала хозяина. Один наш сосед ни за какие деньги не хотел уезжать из лагуны Бент. Хорошо, полицейские успели его вытащить, пока не пришла вода. Он построил себе домик, чтобы жить поближе к лагуне. Но потом заболел. Тогда вода была гораздо более ядовитая. Ты, наверное, замерз, да? Сейчас сварю кофе. Ты какой пьешь? Просто черный. Как сердце наемника. Ой, забыла включить генератор. Давай я. Тебе сейчас лучше отдохнуть. Я буду очень осторожен. Жалко этих людей, которые из затопленного города. У кочевников много таких историй. И вначале каждый всегда у кого-то отнимают дом. Готово. Готово. Будь осторожна. Джуди! Конечно. Черт. Ты что-то сказала? Я не расслышал. Что-то случилось? Нет. Ничего. Не гони, Джуди. Мы с тобой все еще сонастроены. В облаках все плохо. Гондоны из тигриных когтей отомстили за Хироме. Перестреляли почти всех. Том погиб. Роксана еле выбралась. Дом закрыли и неизвестно, когда откроют. Ни говорить, ни думать об этом не хочу. Я не хотела тебе говорить. Ты бы подумал, что я тебя во всем этом обвиняю. С чего ты взяла, что я бы так подумал? Не знаю. Прости. Давай закроем эту тему. Пойду прилягу. Совсем вымоталась. Эта телка меня бесит. Давай сматываться. Только смотри, не разбуди ее. Так не делается, Джонни. Сам вали, если хочешь. Я не оставлю Джуди одну у черта на рогах. Это каким говном надо быть? Я не могу с тобой говорить, когда ты впадаешь в сантименты. Пустая трата времени. Иди лучше спать, а то опять посремся. Пую ты думаешь, ты давай. Это первый Tamamen. Держи. Пойду, ничего нет. Наша власть. Подожди. Ты скажешь, что это можно сделать? Да, я тебе люблю тебя. Скажи, что ты можешь. Что я провела? Возьми, что ты можешь перенести. Посидишь со мной немного? Я, наконец, сварила тебе кофе. Доброе утро. Знаешь, вчера мне казалось, что я решилась. Я же вообще позвонила, чтобы попрощаться. Город меня переживал. А теперь выплевывает. Какого хера, Джуди? Ты что, реально уезжаешь? У меня был однажды странный разговор с куклой. Мне говорили, что надо сражаться. А я все думал, за что? Сейчас я, наконец, начал понимать. За дружбу, доверие. И ты говоришь мне, что уезжаешь? Ну, мы же с тобой будем общаться. Что? Дай мне руку, Ви. Поздравляю. Вы получаете неограниченный доступ к моей квартире. Во! Хочешь, чтобы я переехал? Смотри сам. Можешь просто приезжать под настроение. Даже не знаю, что сказать. Со мной такое в первый раз. Спасибо за доверие. Береги себя, Ви. То есть, это все? И мы больше не увидимся? Ты же еще буквально минуту назад сомневалась. Нет смысла тянуть. Мне хочется тут еще побыть пару дней. А потом уеду. Я рада, что мы подружились, Ви. Пока. Будешь вспоминать меня? Звони. Пока, Джуди. Ви, у тебя есть минутка? Да, конечно. Только, боюсь, минутки не хватит. Можешь приехать в лагерь. У меня проблемы. У тебя проблемы, и ты звонишь мне. Я думал, ты вернулась к семье. Ну да, типа того. Но я думала, что... Это значит, что ты не приедешь? Я правильно понимаю? Уже еду. Ох, спасибо. Прямо камень с души. Только мне нужна инфа. Что у тебя за проблема? Знаешь, будет лучше, если... Погоди. Это из засола. Насквозь меня видишь. Угу. До скорого. Каждые полчаса докладывайте лично мне. Ви, привет. Он что тут делает? Я запретил тебе даже думать о конвое Мелитеха. Так ты дружка позвала? Чтобы все провернуть за моей спиной, да? Ага. Поэтому я и попросила, Ви, чтобы он тут перед тобой покрутился. Думаешь... Вообще не понимаю, что здесь происходит. Нет, ну правда, Сол. Ты хочешь, чтобы этот Василиск просто ускользнул из наших рук? Именно. Это же такой шанс. Какой? Шанс загубить все, ради чего мы приехали? Какая-то унылая у вас дискуссия. Похоже, тема уже успела всех утомить. Нет, дискуссия закончилась давным-давно. Люди из биотехники будут здесь через час. Постарайтесь за это время не налажать. Офигеть! Будем теперь траву в зеленый цвет красить по его приказу. По нам, ты какая-то тихая. В чем дело? Не вижу смысла с ним спорить. Мы его не убедим. То есть, ты сдаешься? Ага, сейчас. Перехватим Василиска и подождем, пока Сол признает, что мы правы. Угу. Или вышвырнет всех нас из семьи. А что такое этот Василиск? Бронированный грузовой панцир Мелитеха. Корыто откуда-то из шестидесятых. Его хотят спихнуть в какой-то стране третьего мира, где он будет считаться новейшим чудом техники. Конвой Мелитеха поедет совсем рядом по 101-й трассе. Грех с ними не поздороваться. Скажи честно, твоя была идея? Как ты догадался? Кроме тебя, никто не мог так выбесить Сола. Не в бровь, а в глаз. Если бы он сам до этого додумался, ему бы казалось, что это лучшая идея в мире. Заткнись. Сол не настолько мелочный. Просто он трус. Он хочет перестраховаться и залечь на дно. Как всегда, ради семьи. Неужели стоит ссориться с Солом из-за панцира? Да, с Василиском мы сможем наконец вернуться в большую игру. Семья разваливается. Если мы упадем в яму с биотехникой, нас перестанут воспринимать всерьез. Окей. То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Сола? Кэссиди, Тед, Кэрол и Боб уже согласились. А почему, кстати, Сол так очкует из-за этого Василиска? Боится, что Мелитех нас раздавит, если мы их обнесем. Ему кажется, что с корпорациями лучше дружить. Как с биотехникой. Просто пиздец. Ага. А вы бы, наоборот, хотели… Мы бы хотели вернуться к тому, что умеем лучше всего к перевозкам. То есть к контрабанде? Я так и сказал. Я думал, вы с Солом уже закопали ружье войны. Я тоже. Но, видимо, перемирие действует только тогда, когда нас хотят убить. Вот именно. Ты же сама спасла ему жизнь. А теперь хочешь с ним разосраться? То, что я спасла ему жизнь, не заставило его ко мне прислушиваться. Так что мы вернулись к тому, с чего начали. Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви. Эй, разве я сказал, что согласен? Угу. Пойдем поговорим с остальными. Получается, на операцию согласились только четыре ветерана и все. Других мы даже не спрашивали. Слишком большой риск, что кто-то пойдет, но стучит Солу. Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск. Опасная эта затея. Да ладно. Ничего опасного. Этот караван даже охранять особо не будут. И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого зверя отправят на войнушку куда-нибудь в Банановые Республики. А мы найдем для него дело прямо здесь, в Америке. Снова пытались убедить Солу. И ничего не вышло. Ага. Так, слушайте все. Мелитех будет перевозить Василиска по частям на двух грузовиках. Погоди, чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер. Мы встанем уже до переезда через трассу 101. Нападем сзади и быстро оттуда смоемся. Вопросы, мнения, замечания? Ты молодец, Солнце. Да пусть ему по нам свои счеты с Солом. Ну а вы-то чего? Пару лет назад никому бы и в голову не пришло работать на корпоратах. Нам нужна техника и заказы, чтобы вернуть себе доброе имя. Сол бы это понял, если бы соизволил вынуть голову из своей задницы. Ладно, я с вами. Окей, спасибо. Сначала заедем на станцию. Там стоит локомотив, и мы заблокируем переезд. Поедешь с нами или встретимся там? Поеду с вами. Ну и круто. Поехали. А голос-то у тебя дрожал? Неправда. А, да ладно. Вспотели ручки-то? Да иди ты. Ты точно не оставила следов? Мелитех ничего не заметит? Ты что, во мне сомневаешься, Бобби? Окей, окей. Я ничего не спрашивал. В лагере точно не заметят, что вы уехали? Сол и так не хочет нас там видеть. Ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехнику. А ваши унылые рожи их не впечатлят? Это как пиздать. А что в итоге со стилетами? Думаете, скоро нападут? Сол так думает. Расставил часовых по всему лагерю. А тебе не нравится? Мне не нравится, что он лечит симптомы болезни, а не причины. Ты не скучаешь по Найт-Сити? Иногда скучаю. Мне не хватает ощущения какой-то новой жизни. Свободы. Но его всегда отравлялочка, скажи. Чувство, что свобода бессмысленна, если ты одна. Мне тоже было тяжело выйти из семьи. С другой стороны, я редко оставался один. У тебя кто-то был? Настоящий друг. Его звали Джеки. Он бы точно тебе понравился. Джеки, я запомню. Мы на месте. Мы на месте. Если тебе так нравится, давайте угоним поезд и успокоимся. Может, ну нахер этот Василиск? Действительно. Будем ездить по путям до сто первого, а потом обратно. Соло даже уговаривать не придется. Все готово? Конвой Милитеха поедет из Найт-Сити на базу, где у них встреча с покупателем. Мы должны будем их поймать на переезде. Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной. Ви, есть вопросы? Кто-нибудь знает, как завести эту штуку? Древняя хрень. Кэрол ее взломает. Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки, чтобы им управлять. Мне кажется, вышка давно обесточена. Мы этим займемся. Вы с Панам пока поищите код авторизации. Ну что, пора за работу. Я всегда любила поезда и станции, где соединяется много путей. Прикольно, когда рельсы сходятся. Да, точно. Когда смотришь на них сверху, чувствуешь… Свободу. Будто можешь начать тысячу путешествий одновременно. Наверное, чуть проще. Надежда. Так, мы на месте. Кэрол, что нам надо найти? Перфокарты. Что это? Примугольные карты с рядами дырок. Поможешь их найти? Само собой. Так, так, так. Кажется, нашел. Ага, отлично. Кэрол! Мы нашли карту! Что дальше? Вставьте ее в Риде! Ну, попробуем. Работает! Иди посмотри! Паровозик, который смог. Ви, я хотела с тобой поговорить. А че такого-то? У меня к тебе есть довольно глупый вопрос. Я знаю, я сама тебя позвала, но… Почему ты мне помогаешь? Потому что для тебя это важно. Только поэтому? Прости, это как-то грубо прозвучало. В общем, Ви, я… Прости, пожалуйста. Я не умею говорить про чувства и вот это все. Но мне не хотелось бы облажаться. Ну, начало положено. Обычно я сначала делаю, потом думаю. Да-да, я заметил. Я знаю. Понимаешь, для меня важны импульсы. Когда я действую интуитивно, тогда я типа честная. Но с тобой, Ви, я хочу быть аккуратнее. Почему со мной все по-другому? Потому что ты мне дорог. И я боюсь сказать или сделать что-то глупое. И остаться одной в пустыне. Я лучше просто буду рядом. Пусть даже как друг. В следующий раз иди за импульсом. Окей. В любом случае, я тебя предупредила. Думаю, нам уже пора возвращаться. Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да. Хэрол время от времени проверяет их каналы связи. Все идет по плану. По крайней мере, пока. Давайте еще проверим. Солнце, присядь на минутку, пожалуйста. Ты успокойся. У нас все под контролем. Конвой едет прямо к нам в руки. Просто выдохни и расслабься. Ты так паникуешь. Будто ты первая, кто вышла против Соло. Ой, давай только без этого, а? Не надо меня утешать. А я знаю этого человека? Знал, Скорпион. Он вернулся с войны накрученный. В голове полно идей. Куча новых контактов. Стал убеждать Соло объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что Соло? Отчитал его перед всеми за то, что сеет смуту в семье. Потом целый год не давал ему ни одного заказа. Вот уж утешил. Спасибо. Ты сказала, тебя не надо утешать. Давайте-ка выпьем за Скорпиона. И за Джеймс. За Скорпиона. Я попробую немного поспать. Давай. Наш конвой в ближайшее время все равно не приедет. Как-то вдруг прохладно стало. Неправда. Но это мило. Может, тоже немного поспишь. Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю. Посмотрю на звезды. Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно. Вот тут Большая Медведица. А вон там справа, видишь, звездочка мигает? Эээ, да. А видишь, да? Это значит, что у Большой Медведицы течка. Спокойной ночи, Ви. Окей, они подъезжают. Ну что, все готовы? Поехали, Ви. Кто? Или, вон. Или, чтобы вы были в библиотеке. О, какого кто? Все, пошел, родители. Давай, разгони его! Они едут быстрее, чем мы думали. Не уверены, что нам хватит скорости. Отцепим один вагон, быстрее пойдем. Винни, тупи, расхерачивай сцепку! Мы близко, но скорость слишком низкая. Стреляй в эту чертову сцепку! Зашибись! Я их вижу! Отрежем их и окружайте! Ну что, парни, забирайтесь, назовите их. Вели задницы, Тедди. Они об этом пошли. Бля, теперь заело, что ли? Нет! Пять машин! Быстро, быстро! Наш пукал задали! Что? Митч, Боб, вперед! Все идет по плану. Ладно. Будьте осторожны, поезд отправляй. Окей, погнали! Ну, понеслась. Черт, сработало! Само собой, я же еще тогда говорила. Ну, как оно там, Ви? Весело было? Еще как. Радуйся, что тебя не подписали собирать этот чертов конструктор. Это великая честь достанется Митчу и Тедди. Так, я потеряла канал Милитеха. Пиджаки, наконец, поняли, что их прослушивают и сменили коды. Как раз вовремя, на мой вкус. Если хочешь, я с ним поговорю. Не, спасибо. Хочу сама разобраться. Бля, к баналу! Ну, понеслась. Объясни, что это такое. Сам видишь, что это. Василиск. Я вижу два грузовика с логотипами Милитеха. Черт, по нам. Они видны за много миль. Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Стелеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам еще и от Милитеха прятаться. Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй, вперед! Мы оставим себе Василиск, хотя бы, чтобы вспоминать, кем были Аль-де-Кальда. Или, может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападет? Когда я закончу с биотехникой, мы соберем семейный совет и обсудим твое поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А Василиск, мы можем его собрать? Делай, что хочешь, только мне не попадайся. Боб, Миш, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно. А что нам потом с ними сделать? О, у меня есть идея. Ничего себе у тебя легкие. Да сама в шоке. Кажется, последний раз я так делала, когда мне было десять. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Все хорошо? Да-да. Хотя та часть, где мы грабили караваны, нравилась мне гораздо больше. Если я опять понадоблюсь, просто позвони. Ви, конечно, позвоню. Будь готов снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи. Ви, мы закончили с Василиском. Хочешь на нем проехаться? Конечно. Скоро буду. Блядь, Ви, он потрясный. А я уж понял. Было бы у меня больше времени. Да-да. Ну как, все готово? Привет, Ви. Еще не все. Милитех мог оставить в системах лед. Кэрол проверяет. Пиджаки еще не обращались к вам насчет потери? Нет. Думаю, нам удалось сбить их со следа. Грузовики с большими логотипами. Мы оставили у лагеря стилетов. Это почти так же смешно, как насрать кому-нибудь по дверь, позвонить и смыться. Выглядит так, как будто его только что пригнали с корпоративной войны. Неплохо. Я закончила. В системах чисто. А, кстати, что тебе сказал Сол? Пока ничего. Мы стараемся обходить друг друга стороной. То есть он что, не будет собирать совет? Да ясно, что будет. Просто хочет подольше подержать меня в неведении. Всегда мечтал погонять на такой махине. Вот именно так всякие наивные сопляки попадали на фронт. Их даже вербовать не приходилось. Тебе просто показывали технику. Ну тогда запрыгивай. Все готово. Ну что, давай его заводить, что ли? Голову береги. Вот черт. А до нас никто не делал пробный заезд? Может, нам лучше... Все нормально. Я сейчас разберусь. Оооо, да! Это не самая новая модель, но Митч и Боб сделали, что могли. Как тебе тут? Очень уютно, по-моему. Управляют им прямо с места. Нужно только подключиться и все. Никаких рычажков, кнопочек и мигающих лампочек? Никаких. Импульс поступает прямо в кору головного мозга. Василис как бы становится продолжением твоего тела. Такое вот мистическое единство. Панам, ты когда-нибудь управляла таким? Нет, а что? Не доверяешь мне? Я еще могу выйти? Нет. Тогда доверяю. Раз тут все такое мистическое, зачем второй пилот? Для поддержки? Я расскажу, когда отъедем от лагеря. Заодно и потренируемся. Смотри. Чтобы контролировать панцер при сенсорной перегрузке во время контакта с врагом, нужны двое. Один ведет, а другой управляет пушкой. Тебе понравится, я уверена. Окей. Вот так нормально. Сначала проведем пробный запуск без меня. Нужно же два пилота. Ты же не будешь сразу везти и стрелять. Начинаем? Панама. А это все так и задумано? Нейронная синхронизация всегда занимает какое-то время. Скоро все будет нормально. Вот видишь. О, начинаю понимать, что ты имела в виду. Осваивайся. Да не бойся, я не смотрю. Просто сделай пару кругов. Главное ведет, прям как лодка. Ну да. Когда летишь про бугры и яму, можно не думать. Езжай к тем обломкам. Окей, что-то я гляжу тебе скучно. Тогда направь его вдоль ветряков. Когда скажу, повернешь перед последним вправо или влево. Ладно. Налево. Очень хорошо. Не останавливайся. Направо. Ты молодец. А теперь давай постреляем. Притормози и активируй систему. Что у нас в меню? Чудо не жди. Василиск это прежде всего грузовой транспорт. Но все равно должно быть весело. Так, подорви вон те машины. Круто! Машина теперь мертвее мертвых. Отлично! Окей, тренировка закончена. Ви, помнишь, что я говорила про импульсы? А, да. Тогда приготовься. Что происходит? Я подключилась, Ви. Наши нервные системы теперь соединены. А, ты же говорила про синхронизацию. Я из-за этого чувствую все в два раза сильнее. Это сенсорный отклик. Наши ощущения в любви. Хочешь, тоже попробовать? Окей. Давай опробуем эту систему. Вот так, чувствуешь? Да. Как люди вообще с этим сосредотачиваются в бою? Умножения не всегда не яркие. А вот так? А вот так, чувствуешь. ПОДПИАЛЬНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают. Ай, блядь. Нас нашли, надо проверить, что с лагерем. Это стилеты. Целая стая приехала разбираться. Они здесь тоже, Сол. Их много. Разберись с ними, иди сюда. Поможешь остальным. Едем сразу в лагерь. Надо помочь семье. Как мы так проебались? У вас там все? Прошу. Поздравляй. Парад. Что за херня? Все мы вместе и по отдельности должны думать прежде всего о благе семьи. Не начинай. Если я должна уйти из клана, так и скажи. Я уже задолбалась выслушивать твои наставления. Боюсь, придется их выслушать еще не раз. Потому что теперь ты будешь возглавлять эту семью. Вместе со мной. Что? Я хотел все обставить торжественно, но будь по-твоему. Все просто. Я ошибся. Ты была права. Надеюсь, в последний раз. Я же... Я столько всего сделала неправильно. Ты же говорил, что... Знаю. Теперь я думаю иначе. Ты рисковала собой ради семьи, хотя даже не знала, примут ли тебя там на следующий день. Окей. Окей, окей. Ну, тогда довольно много придется поменять. Да. И для начала надо убраться отсюда как можно быстрее. Милитех, скорее всего, будет нас искать. Это верно. Я распишу, как нам ехать. Поздравляю. Кошмар. Я голосовал против. Спасибо. Спасибо. Мне надо немного прийти в себя. Пойдешь со мной? Что за херня? Какой интересный день. Чувствую себя так, будто в последнюю минуту увернулась от поезда. Примерно так и было. Не знаю, как бы я без тебя справилась. Да ну, перестань. Нет, правда. Мы все у тебя в долгу. Ты можешь рассчитывать на Альды Кальды. Всегда. Буду знать. Мне больше интересно, скольких мы потеряли. Ага, за баром никого. Это мне нравится. Пиво? Лимонад? Мне пиво. Ну, за хэппи-энды. Кстати, про хэппи-энды. Надеюсь, ты не жалеешь насчет того, что было в Василиске. Я жалею только об одном, что у нас было мало времени. Значит, что-нибудь придумаем. Угу. Слушай, мы же... Мы же могли бы видеть это каждый день. Ви, оглянись. Посмотри на них. Вы можете стать семьей. По нам. Что ты? Останься. Поехали с нами. Я бы очень хотел по нам. Правда. Угу. Сейчас, наверное, будет но. Но я пока не могу. Сначала надо закончить кое-какие дела. Я понимаю. Такие решения с потолка не принимают. Я просто подумала... Ладно, забудь. Может, когда перенесете лагерь. Панама. Я... Ви, спокойно. Все хорошо. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Я помню, мы... Разговаривали, и... Вдруг... Ты потерял сознание. Надолго. Мы забрали тебя с собой. Куда? Мы перенесли лагерь в новое место. Здесь мы пока в безопасности. Не волнуйся. Нет. Ты еще не умираешь. Ви, пожалуйста, скажи мне, что случилось. Кровь, потеря сознания на несколько часов. В чем дело? По нам. Мне с каждым днем становится только хуже. Так, Ви, спокойно. Давай по порядку. Почему тебе становится хуже? Что с тобой происходит? Ты знаешь, Джонни Сильверхэнда? Ну да, по радио иногда гоняют какую-то старью. А что? В этом все дело. Джонни жив. Он сидит в моей голове. Он что? Как это? Я сейчас не поняла. Это что, метафора какая-то? По нам, конструкт Сильверхэнда прямо в эту минуту ломает мое сознание. Нет. Это просто, блядь, этого не может быть. Джонни Сильверхэнд? Да, жопа. Слушай, ты не пробовал с кем-то об этом хотя бы поговорить? С кем интересно? Это не то расстройство, с которым звонят психотерапевту. Конструкт он как рак, который растет с каждым днем. Ты правда не шутишь? Я пытаюсь с этим жить. Вернее, выживать. Но твоему здоровью это явно не помогает. Я пойду. Мне уже лучше, правда. Погоди, я пойду с тобой. А кто это у нас проснулся? Привет, Мич. Наконец-то. Мы беспокоились. Твою тачку я пригнал, если что. Вон там стоит. Но ты же еще пока не уезжаешь, правильно? Все в порядке? Спасибо. Еще на чуть-чуть останусь. Чувствую себя как дома. Помни, наше предложение в силе. Если что-то понадобится, Альдекальда всегда помогут. Хоть в чем-то мы полностью согласны. Если будет нужна помощь, ты знаешь, где нас найти. Может, тебя проводить? Я знаю эти места. Ездила тут когда-то. Здесь точно безопасно? Пока, да. Мелитех так далеко не заходит. Ну, и здесь наблюдательные позиции намного лучше. Эй! Добро пожаловать обратно в мир живых! Ну, наконец-то! Наш спящий красавец проснулся. Но ты же понимаешь, это... Это все временно. Скоро нам надо будет думать, что делать дальше. Ви, насчет того, что ты рассказал. Я не буду делать вид, что поняла. Мне кажется, до меня просто еще не дошло. Но все равно, чем я могу помочь? Честно говоря, не знаю. Погоди, должно же быть что-то. Или кто-то. Помнишь Хельмана? Это он придумал, как создавать конструкты личности. Поэтому ты хотел его поймать. Он не смог ничем помочь. Теперь мне надо придумать что-то еще. Ты придумаешь. Только потом позвони мне. Я помогу. Вся семья тебе поможет. Сол не шутил, слышишь меня? Спасибо тебе за все. За то, что поддерживаешь. Береги себя. И дай знать, когда... Короче, просто не пропадай. Что, снова к нам? Ну ты как? Готов? Вести должна уже сейчас прийти. Окей. Я готов. Ну, наконец-то. Ты какой-то другой. Прическу сменил, нет? Блядь. Как хорошо вернуться. Мне казалось, ты и не уходил. Что будешь пить? Блю глаз. Повтори мне. Сделаем. Теперь можно и начинать. Знаешь, что мне сейчас нужно? Оно есть в меню? Информация. Кассиус Райдер. Не знаешь, еще жив? Который татуировщик? Давно тут не показывался. Можешь сам пойти проверить. У него мастерская в Оцени, на Першинг-стрит. Ну, так что делаем? Козла? Или ту, другую? Другую. Он будет в восторге. Уж наверняка. Жеремая Грейсон. Он вроде работает на Смэшер. Но я тебе этого не говорил. Да я тебя вообще не знаю. Да. Кое-что общее у нас с ним все-таки было. Руби Холлинс. Сначала я ее трахал, а потом Грейсон. Эй, что за... Эй, бармен. Симона, Симона! Мастер аппетал! Симона, Симона! Ты выиграл! В какой руке? Откуда у тебя этот номер? Колись. Вот оно что. Ну, тогда тебе пизда. Есть кое-что получше. Эй, это ты, Руби? А ты что, обо мне слышал? Поехали. Расскажу, что именно. А ты покажешь, врут или нет. Только сейчас разберусь тут кое с чем. Эй, держи свои лапы подальше от Руби. Никуда она с тобой не пойдет. Она на работе, ясно тебе? Блядь, как я скучал. Жду тебя на улице. Заждался меня? Предлагаю поехать ко мне. Куда едем? На Мартин-стрит. Но сначала покатаемся. Тебе едет? Огонька нет? О, Боже мой! Блин. Я думала, мы умрем. Руби. Наверное, я позвоню. Позвоню. Руби, соберись. Мне надо поговорить с Грейсоном. Привет, Найт-Сити. Виль. Ты всегда с утра кровью гордишь? Пожалуйста, давай не будем про это. Окей. Я еще при первой встрече подумала, что кого-то ты мне напоминаешь. Не гони, тебе Джонни рассказал. А мы что? Ну, это... Нет. Он был слишком пьян. Он позвонил мне утром. Я, конечно, решила, что это ты. Подумала, какой милый мальчик. Жалко, что так быстро слетел с катушек. И что, приехала посмотреть? Просто из интереса. Ага. И встретила Джонни Сильверхэнда. Он рассказал тебе про Смэшера? Да. Я не знала, что он вернулся в Найт-Сити. Джонни узнал, кто на него выведет. Погоди. Грейсон? Джеремайя Грейсон. Работает на Смэшера. Джонни вытянул инфу из какой-то стриптизерши. Не спрашивай, как. Эбу Ники. Вот и вся инфа. Я посмотрю, что с ней можно сделать. Скоро мы доберемся до этого мудилы. Знаешь, чем занимался Смэшер все это время? После взрыва Арасака Тауэра в 23-м он исчез. Мы все думали, что его раздавило. Потом он вдруг появился, выполнил несколько больших заказов для Арасаки и снова куда-то пропал. Его много лет никто не видел. Никто. Кроме Грейсона. Я могу чем-то помочь? В таком состоянии? Нет, не можешь. Позвоню, когда что-нибудь узнаю. Окей. Надо же, этот мудак сидит у тебя в голове. Да блядь. Ты напиздел мне. Сказал, что только поговоришь с Бестией. Так я и поговорил. А стриптизерша? Драка в эмпатии? Татуировка? Это все части плана. Я должен был предъявить Бестии что-то конкретное. Эбу-Ники? Инфа по Грейсону, который может дать инфу по Смешеру? Инфа об инфе. Это конкретно? Бестии этого хватило. Заканчивай ныть и дельтуем отсюда. Куда ты меня притащил? Туда, где ты можешь наблевать на ковер, и тебе за это ничего не будет. Так что нехер выпендриваться. Ви, я узнала, что значит Эбу-Ники. Забросила удочку нескольким старым друзьям. Один из них был знаком с Грейсоном. Он поспрашивал своих. Выяснил интересную вещь. Это часть порта, территория Мальстрюма. Так почему часть порта зовут Эбу-Ники? Вряд ли в честь покойного мэра. Не угадал. Это старый контейнеровоз, который назвали в его честь. В смысле ты нашла Грейсона? Он правда связан со Смешером? Зайди ко мне в посмертии. Обсудим. Окей. Ну как? Тебе получше? Нет. Ну что, может передумаешь? Я проработаю. Она для меня встала не в всю инфу, сука. Ну знаем мы, сколько у них оружия. Да хуя! А толку-то, если непонятно, сколько их сидит в этом бункере? Ли, это Криспин Вейланд. Он нам помогает. У нас зато есть шап. Здорово. Хорошо. Открыли охоту на Смешера? Готов? По дороге поговорим. Короче, смотрите. Сначала мы зашлем дроны, а то мало ли, что если верня нас будет там ждать. Нет. Я свое дело сделаю. Не верю, что ты не хочешь посмотреть на дохлого Смешера. Хочу, конечно. Только не вблизи. А то ты понимаешь, эта сволочь любит воскресать из мертвых. Ага. Настоящая сволочь всегда найдет способ. Поехали. Мы едем. Удачи там. Ты сегодня будешь? Не знаю. Ужин можешь не греть. А с чем тебе там помог Уэланд? Он выяснял, застанем мы Грейсона дома или нет. То есть мы знаем, где его искать. У меня для тебя подарочек. А ну-ка, примерь. Это куртка Джонни? Копия. Сшита по заказу. Его куртка, наверное, уже давно рассыпалась в пыль. Спасибо. Залезай. Ну, хоть выглядишь теперь прилично. Джонни говорил обо мне? А вы же с ним все время болтаете. Говорил, что ты лучше всех. До сих пор. Лучше всех? Сколько же за это пришлось заплатить? Странно, что вы со Смешером не пересеклись раньше. Я о нем слышала время от времени. И ты не пробовала его выследить? Вот что, Ви. То, что Джонни вернулся, многое изменило. Окей, ясно. Хорошо тебя понимаю. Ты точно вписываешься? Думаешь, без меня будет лучше? Нет, просто не хочу, чтобы Джонни тобой манипулировал. Это же он одержим Смешером, а не ты. Правда? Я просто пытаюсь играть честно. Что ж, потом обсудим. Наверное. Все, дальше пойдем пешком. Может, нам повезет. Уберем Грейсона и Смешера за одну ходку. Эта мразь должна быть где-то здесь. И какой у нас план? Уайвант видел Грейсона где-то рядом с Портом. С ним был еще кто-то. Смешер. Надеюсь. Надо добраться до терминала Мальстремовцев. Там должны быть данные о Смешере. Нам туда, на главный склад. Бестия, откуда ты можешь знать, где у Мальстрема тут терминал? Я сама делала закупку. Это Афина Д-3, внешняя база данных. Не знал, что ты работала на Мальстрем. Я работаю на всех. Только на своих условиях. А я многое пропустил за эти пятьдесят лет. Ладно, давай начинать. Готов? Слишком много крутится всякой швали. Лучше подождать, пока стемнеет. И что мы будем делать столько времени? Ждать и смотреть. Окей. Можно начинать. Отлично, добрались. Просканируй, вдруг найдешь там что-нибудь полезное. Послежу за дверью. Не, она и так знает, где его искать. Тянет время. Говорю же, она до сих пор боится этого уебка. Видимо, они где-то на корабле. Осталось только это проверить. Сейчас направо. Не верь. Нужно обыскать палубу. Окей. Еще помню, как это делается. Зачем ты вообще согласилась? Хочу свести счеты. Отомстить за Джонни? И это тоже. Никого? Нет? Так я и думала. Блин, ты это слышишь? На кто? Грейсон? Да. Какой Грейсон? Этот говномер болит в меня из моего пистолета. Малориан 3516. Я бы этот звук за километр узнал. Вы не выйдите отсюда живые! Слушай! Это было круто! А ну подойди! Хватай пушку! Это, кажется, не твое. Грейсон. Привет, бестия. Мы, получается, играем теперь за разные команды? Но не то, чтобы я удивлялся. Ты у нас будешь загонять нож в спину своим вчерашним союзникам. Где Смэшер? Начинай отвечать на вопросы. Рана выглядит хреново. И я не вижу никого, кто бы рвался тебе помочь. Да я готов говорить. Ты никогда не думал, как бестия пережила это нападение на башни? И почему никого не отправили ее услеживать? Только ее из всей вонючей Атлантиды. Настоящая загадка. Чем же она поступилась, чтобы потом так удобно устроиться? Кого она предала? Чью жопу ей пришлось вылезать ради... Где сейчас Смэша? С семьей Арасака. Я думал, ты уже знаешь. Когда он сюда вернется? Никогда. Адама только что назначили аж начальником службы безопасности. Ему эта дыра в хер не всралась. Я остался тут только что, чтобы закончить его дела. Сука. Представляю, как это обидно. Смэшера вам теперь не достать. Как высоко не прыгаете. Но вы не расстраивайтесь. Он сам вас найдет. Он любит отдавать такие долги. Лично. Ты отведешь нас к Смэшеру, урод. Даже если бы я захотел. Он мне настолько мне доверяет. Эй, слушай. А чем тебе так интересен Смэшер? Ничем. Мне интересен Сильверхенд. И то, что с ним случилось. Джонни Сильверхенд? А что ты хочешь знать? Смэшер тебе не говорил, где тело Сильверхенда. А ты что, фанат? Эксгумировать будешь эту падаль? Или тебе просто рассказать, как он подыхал в луже мочи, когда его выжигали душегубом? Что они с ним сделали? Закопали рядом с месторождениями. В пустошах. По трассе. 101 на север. Потом на свалку. Если хорошо пороешься, может, выкопаешь из говна серебряную руку. Все, хватит. Добивай его нахуй. Давай закругляться. Меня уже тошнит смотреть на его рожу. Стой, подожди. Я вспомнил насчет Сильверхенда. Ты типа поклонник, да? У меня есть кое-что. Тебе сегодня повезло. Легко тебя задобрить, Ви. То, что я обещал, вон там. В контейнере на этом гиганте. А что внутри? Сам увидишь. У меня в кармане ключ-карта. Забирай. Какого хрена? Ну и зачем все это было? Мы ничего не нашли. Никаких зацепок. Черт, Ви. Ну скажи ей. Ну, кое-что мы узнали. Что они бросили тело Джонни на свалку. Как мусор. Смэшер. Блядь! Заткнись. Смэшер тут ни при чем. Он просто верхушка гребаного айсберга. Даже если мы его прикончим, что это изменит? Я пошла, а тут больше делать нечего. Тебе неинтересно, что там? Хочешь? Мне пора. Пускай идет, Ви. Она успокоится. Просто в такие моменты ей хочется побыть одной. Окей. Понимаю. Надо как-то спустить этот контейнер вниз. Если там есть что-то мое, я хочу это вернуть. Ладно. Поищем контрольную панель. Отлично. Твою мать. Я, кажется, знаю, что это. Ну-ка, что тут? Снимай эту тряпку. Ну-ка. Моя тачка. Садись. Даже разрешу тебе везти. Рычит, как тигрица. О, да. Пора узнать, где эти хуйсосы закопали мою брендную жопу. Не думал, что у вас везти и все было настолько серьезно. Еще бы не серьезно. Каждый раз, когда мы встречались, кто-то умирал. Очень романтично. И главное, в твоем стиле. Все время что-то происходило. У нее были заказы, у меня концерты. Так и жили. Никогда не было по-нормальному. Хотя, однажды я попробовал сводить Евкину. И что? И ничего не вышло. Как всегда. Уже недалеко. Все хуже, чем я думал. Приехали. Это должно быть где-то здесь. Охота же им была тащить мой трупак в такую даль. Но меня вообще выкинули на свалку. Так вот оно как. Здесь вообще ничего нет. Отчего ты ждал? Что тебе памятник поставят и цветами засыплют? Да нет. Не знаю. Знака. Хотя бы чего-нибудь. Тебе правда нужны эти бессмысленные знаки? Видимо, да. Я думал, я почувствую, что кончился какой-то этап. Что я попрощаюсь с прежним Джонни и... начну все сначала. А что ты чувствуешь сейчас? Словно меня никогда и не было. Или... словно я опять сижу в микоже. Сейчас мы это исправим. Так лучше? Немного. А если бы это реально была моя могила, что бы ты написал? Здесь лежит Джонни Сильверхэнд. Легенда Найт-Сити. Хорошо звучит. Только что это вообще значит? Чего я достиг, пока орал чебины толпе озлобленных детишек? Ты дал им надежду. Доказал, что пиджаки не могут купить всего. Я помню, что я думал на сцене. Типа, даже если все они погибнут за идею, она будет того стоить. Но когда я смотрю на тебя... Слушай, я понимаю, что проебался по всем фронтам. Я разочаровал или обманул всех, кто мне верил. Запомнился всем, как бесчувственный, эгоистичный мудак. Но кое-что мне все-таки удалось. Мне удалось не проебать то, что нас связывает. Это был долгий путь, но мы вроде справились. Большинство тех, кого я считал друзьями, даже в одной комнате со мной с трудом могли находиться. Ты оказался моим самым близким человеком, Ви. Мы же круглые сутки вместе. И, несмотря на это, я почему-то не вызываю в тебе ненависти. Сначала ты был абсолютным мудаком. И ты этого заслуживал. Помнишь, ты проснулся у Виктора, когда еще не знал обо мне? У меня глюки, я боюсь. А потом еще плакался Мисти, что не хочешь умирать. Помню, как ты среди ночи умолял, чтобы я покурил. И жаловался, что не можешь меня убить. Я и не знал, как далеко все зайдет. Когда ты говорил, что подвел друзей, ты имел в виду Бестию? Бестию. Альт, Керри, Сантьяго. Думаю, с Бестией еще не все потеряно. Я не могу общаться с ней, делая вид, будто за эти 50 лет ничего не изменилось. Она ушла совсем расстроенная. Мне кажется, мы должны что-то сделать. Может, ты и прав. Она вела себя странно. Ты должен с ней поговорить. Вообще-то, я обещал сводить ее в кино, когда-то очень давно. Хорошая мысль. Позвони ей. Спроси, когда у нее свободный вечер. Только это значит, что ты должен опять передать мне контроль. Да. Я ей позвоню. Спасибо. Поехали отсюда. Все равно тут не на что смотреть. Но приехать сюда все же стоило. Определенно. Спасибо, Ли. Я рад, что среди стольких голов мне повезло попасть именно в твою. Ли? Джонни хочет пригласить тебя на свидание. Что скажешь? Точно, Джонни. Не ты. Точно. Ты же сама говорила, что никогда нас не перепутаешь. Ладно. А куда мы идем? А куда бы тебе хотелось? Серебряный пиксель в Норт-Рухе. Идет. Я заеду за тобой в посмертии. Собирайся. Я кто-то решил нанять как приманку. Это комплимент? Ты выглядишь по-другому. Попробуй еще раз. Может, в третий раз скажешь что-нибудь хорошее. Эй, бестия, ты готова? Опять ты? Мы идем? А где Джонни? Он все-таки не смог. Я всего лишь шофер. Он у тебя на коротком поводке. Ты умен не по годам. Это Порже Джонни? Где ты его взял? Он стоял в контейнере. Помнишь, про который нам говорил Грейсон? Хм. Окей. У меня с ним связано много воспоминаний. Можно ехать. Серебряный пиксель – твое любимое место? Было когда-то. Я давно туда не ездила. Автокинотеатры вышли из моды лет сто назад. Но Серебряный пиксель еще как-то держится. А что, хорошее место для свидания? И мне так казалось. Поэтому я предложила Джонни поехать туда. Много лет назад. То есть это не его идея? Конечно, нет. Для него романтическое свидание – это налет на штаб-квартиру Аросаги. Ладно, Виль. Скажи мне, что происходит на самом деле? Не понял. Джонни никогда ничего не делает просто так. В чем же дело на этот раз? Джонни изменился. Он правда хочет немного побыть с тобой. Не жди ты все время подвоха, бестия. Ну-ну. Бестия. Просто пытаюсь осмыслить. Джонни Сильверхэнд вдруг перестал быть эгоистом? Определенно ты на него хорошо влияешь. Приехали. Черт. Да как же так? Быстро же время летит. Когда они только успели свернуть лавочку? Ви, а попробуй туда пролезть. Нас не остановишь. Решили свидание – будет свидание. Ладно, тогда действуй. А я посмотрю. Ага, это должен быть пароль. Кажется, мы и правда идем в кино. Бам-бам-шалава. Готовы, идем. Неплохо. Попробуй запустить проектор. Я пока выберу нам места. Ща все будет. Ладно, пойдем проверим проектор. Вход вот тут. Ага, кажется, я нашел проектор. Ты случайно не знаешь, как его запустить? Давай посмотрим. В последний раз они показывали Бушидо 10. Идеально. Да ну, блевотное зрелище. Ви, мы в автомобильном кинотеатре. Фильм тут вообще не важен. Просто что-то должно идти фоном. Кровь, кишки, сиськи не имеет значения. Ну, тогда Бушидо подходит. Ну, все, Ви, уступай место. Дальше я сам справлюсь. Развлекайтесь, молодежь. Я заняла лучшие места. Залезай. А, так вот как это делается. Бестии, мне больше не нужен этот мир. Но мне нужна ты. Джонни, я в тебе ошиблась. Ты казался мне другим. Ты так представляла себе это свидание. Многое должно было измениться, чтобы мы просто взяли и пошли вечером в кино. Но не думала, что все изменится настолько. Давай представим, что сейчас 2015. Мы только познакомились, и я еще не знаю, какой ты ублюдок. Мне нравится Бестия из 77-го. Эта версия намного хуже. Ладно. Допустим, сейчас 2015. Ты бы что-нибудь изменил, если бы мог. Неважно что. Я сделал бы все, чтобы не потерять тебя. Джонни, я ведь... Эй, это что такое? Ничего. Просто у меня было время подумать, пока тебя не было. Что было бы, если бы... Я верно понимаю, что дело не в Грейсоне и Смэшере? Что? Причем здесь вообще Смэшер? Мне показалось, что это твое больное место. Да, больное. Мне достала эта тема. Но я тебя прошу, давай не будем сейчас об этом. Ты как будто мне что-то недоговариваешь. Джонни, зайка, я очень многого недоговариваю. Но у нас всего лишь один вечер. Для меня это больше, чем я мог надеяться. Бестия, я здесь в чужом теле. В чужом времени. Но я здесь. Я здесь. Я здесь. Л Şimdi. Я здесь. Я здесь. JEAN- Джонни, я не могу. Это нечестно Нечестно по отношению к Ви? Нет, к тебе. Я делала вид, что ничего не изменилось, что я та бестия, которую ты знал Мне даже себя немного удалось обмануть Можешь не провожать Бестия? Блять Бестия ушла? Да Ну и из-за чего вы поругались? Без понятия Собирались хорошо провести вечер в кино Потом она разозлилась и не сказала из-за чего И у тебя нет предположений? Помнишь Грейсона? Он очень странно с ней разговаривал Даже не то, чтобы странно, он ее как будто подначивал Может, с этим что-то связано? Надо это обдумать. А пока отвези меня в Норд-Оук А как это тебе поможет с Бестией? Не с ней, с Керри На месте тебе все расскажу И фильм какое-то говно в конфетной обертке Можешь тормозить Ладно Теперь скажи, зачем мы здесь? Я слышал, Керри тут неплохо устроился Виллу отгрохал Где это ты мог слышать что-то о Керри? Да где-то в городе Желтая пресса только про него и пишет Ах да, тебя же не было А, да, да Это когда ты развлекался Так что, хочешь его навестить? Ну да Чего тянуть кота за яйца? И что мне? Завалиться к Евродину и устроить себе экскурсию? В газетах пишут, что у него депрессия Он пытался покончить с собой Волнуешься, что однажды у него получится? Да кто знает Просто я мог бы ему кое-что посоветовать То есть ты хочешь пообщаться лично? Мне опять отдавать управление? А че нет? В прошлый раз же ничего не случилось Дай уж мне отгул за примерное поведение Хорошо, только расскажи, что будешь делать Ничего такого, честно Просто хочу с ним повидаться Как ты ему скажешь, что это ты? Если у него правда сейчас в жизни какие-то проблемы Может лучше все-таки не взрывать ему мозг? Ви, у Керри всегда были какие-то проблемы в жизни Поэтому, несмотря на все, мы с ним и ладили Не переживай Ничего я твоему Керри не сделаю Для начала попробуем залезть к нему в дом Ладно, скажи, когда уступать тебе место Да уж, блевотный китч Надеюсь, хотя бы стоило до хера Чем-то же надо оправдать эту безвкусицу Тут он, наверное, сидит и думает А нахуя мне вообще это все? Он, похоже, в ванной Причем один Это хорошо, поверь мне Ну все, дальше я Пора его оттуда вытаскивать Закидывайся таблетками Мисти и начнем Окей О, так намного лучше Интересно, какие тут для красоты А на каких еще можно играть? Кто, блядь, тут? Ну, играй дальше Хорошо Джонни Керри Нет Это какая-то шутка Погоди Что Сильверхенд сказал мне перед смертью? Я сказал, чтоб ты перестал себя жалеть Ну и че, ты перестал? Сука Джонни Сильверхенд Откуда ты тут? Как? Сюрприз Долбоем! Окей, ясно Ты не ожидал, что я вернусь Нет, сука, наоборот Я пятьдесят лет только этого и ждал А я смотрю, ты немного изменился Новый стиль? Идешь в ногу с модой Да и ты тоже выглядишь ничего так Бля Джонни Мне надо накатить Ну, хорошо Давай рассказывай, почему ты выглядишь Как мелкий вор из по смерти Это Ви Он тебе понравится И че? Блядь, Джонни Мне это вообще ничего не объясняет Ебать ты устроился Погоди, это только начало Выпустил четвертый альбом и въехал сюда Хорошо продался, видимо Завали, Джонни Просто, блядь, не начинай С кем ты подписался? В смысле? С Росакой, блядь Да, с утра записываюсь у них на студии А вечером Юри Нобу заскакивает ко мне На барбекю Это правильно Так с кем подписался ты? МСМ Рекордс Что ж, тоже столб общества Давай, располагайся и рассказывай Где тебя носило столько времени Так ты что, тут один живешь? Не, еще мой повар Алиэль Ну, у него сегодня выходной И этот, потом Мигель Блядь, зачем я? Это не твое дело, Чумба Садись давай, рассказывай Это будет долгая история Да мне похуй Мне важно, чтобы в этой истории Каждый эпизод был трагичный, как пиздец Только вот не говори мне, что ты все это время Катался с кочевниками, подставляя лицо ветру Или что ты тусил на орбите И решил оттуда слезть Только для того, чтобы меня тут говном поливать Иначе я ебанусь Поверь, это трагедия А, бля, помнишь? Это был единственный раз, когда Генри пришел на репу чистый и трезвый Да, и играл какую-то хель Зато Дэнни была рада С кем-то из наших пересекаешься? Ну, только с Нэнси Ее теперь зовут Исида Бесс Работает на 54-м Могу узнать, что с Дэнни и Генри, если хочешь Можно снова собраться, я не знаю Поиграть вместе Неужто хочешь возродить самурай? Ну, так На один концерт Сыграем в какой-нибудь дыре, где нас никто не знает Мне же надо следить за своей репутацией Охуенно Я только за За и Битлз? Сейчас я перешлю тебе номер Нэнси А сам попробую выцепить Генри и Дэнни Но если меня не будет, договаривайся с Ви Ладно А вы дружите? Не, не особо Но ты же понимаешь, у нас нет выбора А как мне? Джонни, все норм? Нет Ты, наверное, Ви Джонни предупреждал, что такое может случиться Вы хоть нормально поговорили? Я уже чувствую грузение совести Ты это, посиди пока В себя приди Вообще ни о чем не волнуйся Так что там про концерт? Ты все слышал Когда эффект слабеет, начинаю слышать Ну? Хочешь увидеть самурай живьем? Другого шанса может и не быть Ладно Я звоню Нэнси Молодец Хвалю Нэнси? То есть Исида? Исида Бесс? Нет Это ее недооцененная и приутомленная система Стивен, 54 канал Слушаю вас Мне нужна Исида Ее тут нет Я звоню из резиденции Керри Евродина Круто Но Исиды все-таки нет Но мы ее ждали два дня назад Она поехала в Тоттентанс Чтобы снять сюжет о Мальстроме Звоните на следующей неделе Или следите за новостями Если с ней что-то случится Я первый об этом расскажу Ви, тут что-то не так Давай-ка с тобой скатаемся в Тоттентанс Ви, я понимаю, что дикие крики в Тоттентансе обычное дело Может там просто репетирует какая-нибудь группа Но не исключено, что все гораздо хуже Черт, картина начинает складываться Никто из журналюк не поперся бы в Тоттентанс Кроме Нэнси Классно выглядишь Минимализм У меня тоже раньше был такой хром Ну, иди Тоже в Тоттентанс? Заебись Третий Нажми кнопочку Я пальцев не чувствую Слышишь? Тинитус играет Наши ребята Люблю эту песню Заходи Сойдешь за своего без проблем На каждого найдутся свои методы Выжили при Ройсе И при ней как-нибудь выживем Сука Нихера себе Помнишь ту запись из All Foods? Это чувак, который увел бота шпиона Не Не-не-не-не Он же не тупой сюда приходить Так это ты? Не знаю, о чем ты Да, это он Ничего себе Какой бы был шанс отличиться Вон отсюда Живо Это шкет из All Foods Я не слепая Что тебе надо? Поостановку Я ищу Исиду Бесс Не в курсе, где она Работаешь с ней? Нет, хочу поболтать Она вроде здесь Поболтать Ясно Я тебя отведу Как-то все слишком просто Забей Сейчас главное найти Нэнси Вообще Я должна сказать тебе спасибо За что? То, что случилось на All Foods Оказалось мне на руку Рад был помочь Ништяк Я бы тут поиграл Я же сказала Я... Да-да Пишешь про музыку А теперь говори Да она сама... Как ты, блядь, ее обыскивал, Тандар? Она умудрилась позвать на помощь Это Нэнси Не позавидуешь ей Что? Никого я не звала И я его даже не знаю А мы знаем И нам не хочется, чтобы история повторилась еще раз Но понесла... О, боже Спасибо Давай отсюда выбираться Так ты вообще кто? Я Ви От Керри Евродина Керри? Что-то я уже ничего не понимаю Наверное, слишком много времени провела с этой ебанутой Я насчет самурая Потом поговорим Да Сначала надо выбраться Иди за мной Я знаю дорогу Слышишь меня? Ну как ты? Бывало и получше Эта идиотка подумала, что я пришла шпионить Пошли уже Надеюсь, моя тачка там же, где я ее кинула Так все-таки, зачем ты сюда пришла? Хотела сделать репортаж про музыку в тот Антанце Неудивительно, что Патриция не купилась Ну твою ж мать! А что? Рисунок на память Могло быть и хуже В пизду память Я сейчас собираюсь прямо в редакцию Хочешь поговорить? Поехали со мной Надеюсь, эта куча металлолома не развалится по дороге Ладно, так чего там о Керри? Он хочет возродить самурай Только на один вечер Нет, самураи без Сильверхэнда За Джонни я сыграю Ха-ха-ха-ха! Ты? Сильверхэнд все-таки был больше идеолог, чем музыкант Я справлюсь, не бойся Ну, если даже Керри согласился Что мне с этого будет? Встретишься со старыми друзьями Я тебя умоляю Дружили только Керри и Джонни Мы просто были вокруг и иногда с ними сталкивались А что ты хочешь? Взять интервью у Керри? Я могу сама его написать Из головы Мне нужны контакты всех его знакомых в индустрии Всего-то Думаю, вы договоритесь Приехали Вылезай Стой А что с концертом? Скажи Керри, я все организую На связи Окей, спасибо Ну что, дело сделано Звони Керри Привет Как дела? С Нэнси поговорил? Да Она согласилась Сказала, что сама все организует Опять всеми верт Но круто Ви Смотри, что у меня есть Не знаю, в курсе ли ты Но когда-то на ней играл Сильверхант Бля Нэнси просто менеджер Века Может, она и доступ к Микоши нам организует? Как думаешь А, ты... Ви Я был у Дэнни А, ну да Все пошло по пизде А где Керри? Сейчас должен быть Он сказал, ты хорошо играешь Надеюсь, это правда Потому что на репетиции времени нет Меня больше парит, кто сыграет за Дэнни Керри договорился с Дрозином из Головорезов Я его знаю Видела на сцене И как он вообще? Он нормальный Середнячок А вот ты темная лошадка Закидывайся Только не светись А если опять начнет рвать кровью? Отползи куда-нибудь в сторонку Сегодня вечер Керри Нэнси, кажется, не верит Что я могу с ними сыграть Ну, так она права Уступишь место? Развлекайся Субтитры делал DimaTorzok Понеслась О, здорово Вот, познакомьтесь Это Дрозин из Головорезов Привет Я обожаю самурай Ты тоже? У меня есть и альбомы Я офигел тогда Выдыхай, блядь Он тут на тех же правах, что и ты Хочешь поговорить со звездой? Обращайся ко мне И перестань трястись Фух Я, наверное, сам еще похлеще трясусь Ублики боишься? Или меня? Иди нахуй Я тоже скучал, Керри Ладно, работаем Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, поим, это какая-то херна Ты о чем? Нет, был же у меня реальный мандраж перед концертом Так, будто надо че-то кому-то доказать Себе, а тебе Да хер знает кому-то А я в итоге ничего никому не доказал Так просто Хорошо провел время и все хочешь повторить с меня хватит но тогда вот держи сувенир от меня уверен я же не буду без тебя играть это будет уже не то понимаю о чем ты а я все-таки еще немного поиграю хочешь новую покушать джонни его уже нет правильно да он тебя еще слышит да что ты говоришь спасибо большое я щас не в настроении вертеть столики и слушать голоса с того света знаешь я наверное лучше отдам его тебе перестань не стоит из этого ствола я чуть не завалил джонни когда он забрался ко домой то есть ты пытался застрелить меня да а до этого это не важно круто я как будто спал 50 лет а теперь проснулся пора браться за работу давай будем на связь круто все прошло да жалко что кер уже ушел надеюсь это было последнее желание теперь можешь делать что хочешь тогда надо скорее поговорить с хана окей как знаешь пойдем дерьмище это плохо кончится говорю тебе это фарфоровая сука точно нас подставит слушай да успокойся ты уже просто зайдем поговорим и уйдем она всех выгнала херова ты пришел прекрасно спасибо что вы пришли не за что ли спасибо тебе прежде чем обсуждать детали я хочу кое-что объяснить ты имеешь право знать почему я решила тебе помочь вы не знали можно ли мне верить убил ли юри нобу вашего отца что с тех пор изменилось я все знала самого начала вы знали как и все члены правления никто из них не поверил то что мы его отца могли отравить картина не складывалась слишком много деталей не совпадал раз вы все знали почему ничего не сделали только вчера почувствовали угрызение совести разумеется мой отец не было ангелом я не питаю иллюзий на его счет если надо было устранить врага он отдавал приказ без колебаний юри нобу считал это недопустимым но для отца цель всегда оправдывала средства в жизни ему было важно только одно знаешь что именно не знаю семья наша семья я должна была быть ее хранительницей заботиться о ней поддерживать мир соглашаться с ее решениями кажется юри нобу получил немного другие указания юри нобу поднял руку на отца но он один из нас он часть семьи я не надеюсь что ты это поймешь просто хочу объяснить как трудно мне было решиться на то чтобы выступить против своего брата ну хорошо это ваш брат вам сейчас тяжело допустим это я понимаю а почему вы передумали то я начала сомневаться еще во время парада мы получили предупреждение что нарушены протоколы безопасности опасения подтвердились когда я поняла что штурмовая группа моего брата пришла не спасти меня а убить да юри нобу просто решил вами пожертвовать отец был прав насчет ну вот юри нобу никогда не думал о нашей семье моя роль быть сердцем семьи пришло время семье арасака прислушаться к своему сердцу оно укажет путь ты принес душегуб как мы и договаривались держи ствол наготове и ни слова душегуба у меня с собой нет мы ведь не так давно знакомы хочешь подстраховаться понимаю но в этом нет нужды мы здесь потому что я могу спасти тебе жизнь я проведу тебя в микоши как ее же не существует в реальности точка доступа туда есть и она совсем рядом где здесь в найт-сити под эрасака тауэр нам надо уходить быстрее уйти хочешь как это ты догадался блять отвали не мешая слушать это очень плохо кончится а вот это уже интересно я вас внимательно слушаю мой брат чувствуешь вот так пахнет говно смотри не вляпайся мы должны добиться чтобы он ответил за свои поступки что уж там говорите все как есть я хочу его наказать не совсем вы хотите его убить я хочу чтобы воросаки все таки узнали правду и что вы собираетесь делать юри нобу скоро соберет заседание правления будут приглашены представители всех фракций это хорошая возможность рассказать им как на самом деле погиб мой отец я приведу тебя на эту встречу и ты дашь показания против юри нобу дашь показать слушайте можно я скажу прямо помоги мне избавиться от юри нобу и я избавлю тебя от конструкта допустим все получится что потом вы станете главой а рассаки откуда такое предположение я думал это логично так и муро говорил что юри нобу должен был передать вам филиал найти каждый должен знать свое место мой брат никогда этого я знаю свое место и ничего не хочу менять не хотите или не можете потому что вы женщина я сама решаю свою судьбу как и ты ну я должен обвинить юри нобу в убийстве перед всеми боссами а рассаки простите это больше похоже на приглашение на казнь я знаю мы предпримем все возможные меры безопасности и какие например увидишь интересное предложение мне нужно подумать конечно только недолго после парада юри нобу насторожился он может что-то подозревать все идем уже нахер отсюда все хорошо да да просто у тебя идет кровь блин кажется твое время уже на исходе лучше поторопись с решение да я подумаю тебе нужно на воздух быстро я предупреждал что творишь что я делаю показываю тебе что такое внезапно оказаться в ловушке я просил я предупреждал но тебе похоже на меня насрать зато ты не против бежать на поводке у этой фарфоровой суки нахуй иди я ни на что не соглашался ты просто до сих пор не понимаешь как действуют эти твари она с тобой лично встретилась рассказала о своих планах интересно с чего бы такая откровенность а с того что ты уже у нее на крючке но я могу попросить аль декальда помощи слушай я знаю что вы спа нам начали мутить я понял не дурак поэтому мне кажется что втягивать ее в наши разборки это херовая идея не повторяемых ошибок парень джонни были ты опять отрубаешься я что нет нет ты еще в мире живых пока что тише тише лучше не двигайся век больно я знаю ты бредил когда пришел так что я накачал тебя бета-галопередову но светочувствительность это хороший знак зрительные нервы не повреждены голова а я сейчас стабилизирую твой биочип такое чувство будто кто-то пробивал твоей головой асфальт как как я сюда попал приполз сюда на последнем издыхании испугал мести до полусмерти скинул со стола пациента которого я оперировал и потребовал чтобы я занялся отобой что скажи это был твой ангел-хранитель это ну был не совсем я знаю это меня и беспокоит Вик говори в чем дело ты дошел до критической точки попробуй сесть осторожно попробую кажется ощущения возвращаются не спеши очередная победа мирового масштаба ну что сидеть я вроде могу нормально но на этом хорошее похоже заканчивается сколько это еще будет продолжаться Ви ты мне скажи судя по твоему состоянию недолго в следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти ты откинешься где-нибудь в переулке у тебя последняя возможность найти решение своей проблемы понимаешь понимаю скажи что мне делать опять тебе еще раз повторить что ли все зависит от тебя не от меня и не от этого кто у тебя там в голове смотри видишь вон тот столик да а что такое там лежит последняя доза псевдоэндотрезина подарок от Мисти хочешь дать волю голосам у тебя в голове давай пыхни и уйдешь на второй план или пойди другим путем закончи игру по своим правилам я тоже оставил тебе подарочек блокаторы если пройдешь эти несколько метров дальше надеяться придется только на себя ну вот это наш последний шанс я забираю управление эндотрезин бестия Росака Тауэр иначе ничего не получится завали хлебало Джонни это мое решение и мне надо его обдумать хочешь пораскинуть мозгами ладно только не в этом подвале господи Ви ты думаешь вслух а? вслух? что? иди и сделай что-нибудь аааа наверное справлюсь в общем решай Ви только сперва надо выбраться отсюда заплатаны что делать кам��록 слушай, а кто бой то выиграл? Значит и слышал он поднялся волш нет как всегда как это это повтор я часто его пересматриваю отчего ты тогда так бесился если заранее знал кто выиграл хороший вопрос я просто пытаюсь понять когда волш совершил ошибку и что думаешь он вышел против более сильного соперника но все-таки немного странно называть это ошибкой вик ты столько для меня сделал я бы хотел сделать больше иди я буду закрываться приме лекарства и вперед до победного спасибо вик обязательно держись тут удачи вы я слышала ну твои мысли да неловко вышло извини правда не извиняйся я знаю что происходит и дальше ведь тоже легче не будет никому из вас если тебе надо определиться я знаю хорошее место ну что мне кажется вик уже сыт мной по горло не сердись на него у него сегодня заблокированы все чакры и он выпил слишком много кофе а у меня тогда что наверное аура меркнет да боюсь что да ладно веди что это вообще за место такое я когда-то водила туда джеки это недалеко джеки а он то здесь причем увидишь пойдем джеки а он был такой же мрачный кто джек вот и все чико мне конец надо же не похоже на джеки это было очень давно его мама как раз узнала что он присоединился к валентина когда с одной стороны синьора уэллс а с другой твоя банда правильный выбор сделать не получится да уж жизнь была несправедлива к джеки но несмотря на это он смог поверить в себя после того как я привела его сюда наконец-то выбрались на видишь я прихожу сюда когда мне надо подумать и побыть наедине с собой то что нужно садись тут и посиди пока все не обмозгуешь спасибо мисти тут правда очень круто слушай а что джек решил когда тут сидел что решил и я стану легендой этого города и на этой ноте я наконец оставляю тебя сиди на здоровье ты меня напугал вообще-то думал ты решил отчалить нет я еще здесь это пока если хочешь с кем-то попрощаться звони сейчас что хочешь сказать все пойдет по худшему сценарию нет но это в любом случае будет большой риск если у нас не получится короче чем будем сиськи мять звони давай если есть кому колеса подождут нет прощаться это не в моем стиле но дело твое долго мы с тобой сюда добирались да только подумай мы начали блять на сраной помойке а потом ты пытался меня убить вот вот а теперь мы с тобой сидим как ни в чем не бывало и любуемся видами найт сити вот только жаль мне что я не увижу чем все это кончится спасибо по твоему значит я все просру да не ты все остальные слушай хочешь взять в помощники по нам и ее гудронных крыс окей но их смерть будет на твоей совести хотя даже это в тысячу раз лучше чем поверить гнилым обещаниям и продать душу арасаки попробую попросить помощи у по нам ты уверен назад откатиться уже не получится я возьму с собой по нам у нас много общего я доверяю ей больше чем твоим друзьям наемникам хозяин барин понимаешь может быть это мой последний налет я хочу видеть что происходит все чувствовать до встречи в микоши джонни ну все я один привет по нам ты знаешь сколько сейчас времени знаю мне нужна помощь услуга за услугу это так срочно что нельзя подождать до утра мне нужно воросака тауэр сейчас куда прости я серьезно помнишь я говорил про джонни если сейчас ничего не сделать я умру так так слей топлива при чем тут арасака тауэр это их технология под башней должна быть точка доступа к цифровой как бы это сказать в тюрьме душ в тюрьме душ в тюрьме душ но это звучит тупо я знаю тюрьма называется микоши только там я могу отделиться от джонни других вариантов нет еще раз на всякий случай ты звонишь мне посреди ночи чтобы я помогла тебе попасть воросака тауэр иначе ты умрешь ну да что то вроде того окей в смысле окей где ты в клинике вика у рипера ага я знаю где это ты только не умри пока я еду могу попробовать круто не уходи никуда ясно я скоро ви это ты или да это я и что теперь пока что жду машину заходи подождем вместе а кто это у нас тут это мистер брайтман мы с джеки нашли его на помойке думаю он скучает по джеки не он один раз ты все равно ждешь может тебе погадать окей давай некоторые считают что неопределенность это зло и гадают чтобы от нее избавиться другим кажется что все зло от перемен это тоже неправда мы меняемся каждый день каждую минуту своей жизни бояться нужно не перемен а того в кого мы можем превратиться главное знать что идешь верным путем я придумала этот расклад специально для тебя и Джонни твое будущее это его будущее и наоборот окей я готов начнем с тебя ви шут кто бы сомневался теперь давай разберемся в его значениях шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового это внутренний ребенок любопытный но наивный и легкомысленный напоминает ви с которым я познакомилась мак это талантливый и харизматичный человек лидер прямо как Джонни карта перевернута это может означать зависимость и психические расстройства да это сто процентов Джонни он сам одно большое расстройство последние карты это ваше будущее влюбленные слава богу наконец-то хоть что-то позитивное равновесие дружба любовь ага ви ты кажется что-то от меня скрываешь а что почему у тебя странный взгляд нет нет все в порядке ладно а Джонни луна ну звучит вроде бы неплохо не знаю ви луна это тайна кажется это за тобой да эту тачку ни с чем не перепутаешь ты меня напугал до усрачки разве тебя что-то может напугать эй мы тебе поможем слышишь поехали скорей нас ждут в лагере удачи тебе дамы с возвращением в мир живых ты как ничего что произошло что произошло ты по дороге отрубился мы пытались тебя растолкать бестолку знаешь вей похоже тебе и правда становится хуже а нам велела мне за тобой приглядывать а где она к солу пошла сидят там припираются думают как тебя спасать тебе нужна помощь это уж ясно как белый день пойдем отведу тебя к ним ну что вей говорят скоро начнется война боюсь у меня нет выбора митч ну похоже что и у нас его нет люди уже знают что завтра выдвигаемся а они знают какая у нас цель посмотри вокруг вей это мелкие налетчики и контрабандисты реальный боевой опыт есть у горстки ветеранов поэтому пока они знают то что должны знать мы помогаем тебе ну вот не надо сол нормальный план не мути воду давай без этого мы посылаем семью на смерть а то блять я не в курсе но ты как всегда уверен что все можно исправить просто если вы ви ви наконец то ви как здоровье да что то вдруг сморило ничего такого я так понял вы тут план сочиняете осталось подогнать некоторые детали но в целом мы уже прикинули что и как вот сам посмотри мы рассмотрели несколько вариантов но по факту есть только один шанс проникнуть в Арасака Тауэр мы пророем туннель прорыть туннель под Арасака Тауэр? да звучит бредово но глупо упускать такую возможность корпорация Найт строит маглевный туннель для новой линии сечешь? он правда под охраной милитеха но с этим мы справимся если попадем в туннель то до фундамента Арасака Тауэра останется около 800 метров в туннеле работает ТПК корпорации Найт чтобы туда пробиться на такое расстояние ему потребуется несколько минут скажи ведь неплохо главное попасть внутрь дальше будем импровизировать охрана, систему безопасности, кратчайший путь в Микоши эти вопросы придется решать на месте ну что скажешь? что там на этой стройке с охраной? небось все оцеплено и полк милитеха в полной боевой? да нет там не такие масштабы полков не будет, но все же с улицы не зайдешь ожидается дежурный комплект патрульные дроны, их операторы, охрана по периметру ага ТПК это что? туннелепроходческий комплекс ну, такое огромное автоматическое сверло для бурения грунта захватим его, доберемся до Арасака Тауэр а оттуда в Микоши теоретически это реально других идей все равно нет, так что давайте готовиться нужно собрать больше информации только так можно понять в каких местах план дырявы да много где дырявый сол, это я тебе уже сейчас могу сказать только какие варианты? отменить операцию? позволить им умереть? ну ты права по нам, делать нечего, придется рискнуть это наш долг перед тобой поговорю с нашими, запустим дрон над этой площадкой а я загляну к Митчу есть у меня идеи, как уравнять наши шансы с Мелитехом зайди к нам попозже, пока оставлю тебя в когтях Соло только не решайте ничего без меня тебе что-то еще нужно? слушай, а как у вас дела с Панам? все в порядке? забавный вопрос до недавнего времени я думал, что все в порядке пока ты не появился а Панам тоже так считает? лучше ее саму спросить понимаешь, Ви, иногда чужой человек приходит в семью и видит только нескончаемые ссоры но вдруг семья замечает чужака и тут же забывает раздоры, встает плечом к плечу и становится сильнее, чем прежде понимаешь? да, вроде понимаю хорошо, а теперь говори, что тебе еще нужно? мне нужен доступ в сеть надо связаться кое с кем, кто поможет нам пройти в Микоши и кто же это? Альт Каннингем она не... это... эскин из-за черного заслона ты вообще в своем уме? с чего вдруг эскин станет помогать нам пройти в Микоши? с того, что я ее вежливо попрошу да блин, Ви короче, ладно мы и так сидим в говне по уши можем занырнуть и поглубже найди Дакоту она даст тебе оборудование и не будет спрашивать лишнего спасибо, Сол скажешь спасибо, когда выйдем из Микоши живыми и здоровыми рассказывать надо так в некотором царстве вот именно куда ни придем, мы везде чужие на своей же земле каждый штат теперь считай сам себе страна парни? говорят, у нас тут небольшой поход намечается скорее вы вылет Камикадзе заканчивайте тут вот, полюбуйся это тот самый? ну почти мы установили форсаж и тяжелую ракетную установку на крыше и еще мы уменьшили массу практически на 60% скажи красота ты за штурвалом, а по нам стрелок какой форсаж? стандартный нитро или военный? ну нет, на стандартном эту крошку не разгонишь то есть военная техника плюс впрыск оксида азота говорят, стилеты такое ставят на пикапы чтобы конвои грабить только штука эта очень нестабильная и казалось бы, разве возможно прокачать таким манером целый панцер? завтра выпустим этого зверя и своими глазами увидишь а что за пушка на крыше? скорострельная ракетная установка калибр 70 миллиметров синхронизируется с бортовым компьютером через личный порт и где вы все это нарыли? Тедди выгреб со свалки установка рабочая, тут все путем проблема была в том, что снарядов нет но нам повезло Дакота нам немного достала не спрашивай как а можно сделать пару кругов? для тренировки надо все-таки опробовать заранее, к управлению привыкнуть без проблем, только давай вечером нам тут надо еще в паре мест подкрутить ага, всего в паре да хватит уже бухтеть все мы успеем вовремя привет, меня прислал Сол я Ви, мы не знакомы Чемай, брат чего тебе нужно? мне нужно мощное оборудование для вылазки в сеть ну, залезай там будет зашифрованная борга мне надо, чтобы меня не засекли аппаратура справится? он еще спрашивает я направляюсь на фронтир, Дакота у тебя есть все, что нужно, чтобы пробиться на ту сторону не бойся пытливых глаз что, даже не спросишь, зачем мне это надо? ты не спрашиваешь меня, а я не спрашиваю тебя таков секрет долгих отношений, брат все готово можно залезать ванна со льдом обожаю привет, Кэрл помогаешь Дакоте? нет, сегодня помогаю тебе готов? не знаю, сколько это займет что бы ни происходило, не пугайся ладно? а если ты будешь на грани обнуления? ну все, поехали иди по векторам, брат привет, Альт привет, Альт ты пришел один Джонни пока недоступен пока значит ты задвинул его подальше как досадную помеху лишнего пассажира, которому лучше помалкивать на заднем сиденье а я думал, что тебе наплевать на Джонни что он перестал для тебя существовать если бы он перестал существовать говорить с тобой было бы не о чем извини уж я здесь не для того, чтобы обсуждать Джонни у меня мало времени, Альт мне нужна твоя помощь ты правда считаешь время своей главной проблемой? ты существуешь или не существуешь? два состояния, между которыми смерть ну это спорно ты разве не обманула смерть? а ты как считаешь? ну твой код, сознание и скины не подвластны реальности они живут вечно но мы не бессмертны лишь у Микоши ты начнешь это понимать ну так снизойди до моего уровня и просвети меня если ты всесильный и скин, то наверное можешь и это ловушки мышления ты ищешь простых ответов там, где их просто не существует такова иллюзия, лежащая в основе твоего мира сейчас ты с готовностью примешь любой ответ, который сочтешь утешительным это было бы по-человечески со мной случается в Микоши в Микоши эти ограничения больше не будут действовать там твое восприятие расщепится на миллиарды потоков информации там в Микоши, чего мне ждать? там ты перейдешь границу и вероятно в первый и последний раз ощутишь тяжесть собственного существования к этому времени никто не бывает готов а Джонни, что станет с ним? у меня мало данных, чтобы ответить на этот вопрос тогда что мы знаем наверняка? что Микоши перестанет существовать а что будет с конструктами? ты освободишь их? они интегрируются со мной интегрируются с тобой? то есть ты собираешься их поглотить? присвоить? теперь понятно зачем ты в это вписалась ты хочешь разрушить Микоши чтобы загрести себе все конструкты Микоши это тюрьма а я дам конструктам возможность стать счастью чего-то большего Джонни вряд ли был бы в восторге но Джонни здесь нет потому что ты хочешь принять решение без него то есть по сути сделать то же самое ну нет, сомневаюсь, что ты будешь говорить с конструктами и спрашивать их мнение в этом не было бы смысла хватит трепаться, давай к делу я переслала на щепку твоего нетранера программу тебе нужно будет запустить ее в Микоши она откроет тебе безопасные соединения что на этой щепке? векторный вирус? черный вход через него я пройду внутрь ты откроешь мне путь в Микоши и только так я сумею тебе помочь Альт, надеюсь от тебя не нужно ждать сюрпризов используй ключ, когда доберешься до Микоши мне надо найти какую-то конкретную точку доступа там будет непрошибаемый лед вокруг каждой это я тебе гарантирую чтобы войти мне хватит и небольшого просвета используй щетку в Микоши о безопасности я позабочусь до встречи мы его вернули Кэрол, щепка! успокойся, едва ты подключился у тебя температура скакнула почти до 40 аппаратура начала беситься как от вируса очень злого вируса что тут произошло? как что? ты мне аппаратуру поплавил у тебя резко возросла активность нейронов еще пару секунд и выжгла бы лобную долю это все равно, что пулю тебе в башку вогнать ты точно в порядке? извини, не хотел зашибись ну, это хорошо щепка я там на щепку одну программу записал не гони, нас окружает лед если его что и пробьет, то мои контроллеры сразу же охренеть убери это от меня да спасибо, Дакота не за что загляни к Солу он приходил, искал тебя иду Сол, ты хотел поговорить? залезай а что за собрание? возникла проблема? нет, никаких проблем залезай, дело есть что, мы куда-то едем? ладно, Ви дело очень простое мы, все кто тут собрался у тебя в долгу и это долг чести говори про себя, Сол но все-таки, несмотря ни на что ты человек пришлый причем и знает Сити, считай из другого мира спроси по нам, она знает и нам что-то нужно с этим делать да, Сол, исправим этот досадный недосмотр мы принимаем тебя в семью Альды Кальды а для своих семья всегда сделает все готов? охренеть, Сол у меня чуть сердце не остановилось а я Сол, вы все в этом уверены? а что, похоже на розыгрыш? я в курсе, что это означает я тоже когда-то носил цвета клана но принять меня в Альды Кальда это большой шаг просто ответь на вопрос ты готов? я готов теперь ты один из нас и ты Альды Кальда круто, что ты теперь с нами вид и не волнуйся, доставим мы тебя в этот Микоши правильно говорю? добро пожаловать в семью приветствуем нового брата клана Альды Кальда добро пожаловать в самую проблематичную семью спасибо спасибо я правда очень ценю вам все это черт что-то я разволновался ну дайте кто-нибудь платочек ну надо человеку глазки утереть на самом деле это просто формальность по факту мы уже давно приняли тебя в семью ты спас мне задницу, как изволил заметить Бобби Мичу тоже, не говоря о панаме да иди ты ну вообще, Сол Прак, будем честны для тебя моя жизнь была разбита на миллион кусков ты их разбил еще на миллион помельче но иногда это единственный способ сложить все заново ладно, слушай семья сегодня мы празднуем, но завтра у нас чертовски важный день доделываем что надо и отдыхаем рейд рейдом, но это твой вечер ну что, наслаждайся славой ты могла бы хоть предупредить? испортить все веселье? ты в своем уме все в порядке? да не волнуйся все путем а куртка тебе как? не жмет? села, как влитая вот просто надел и пошел а ведь так и есть ты заслужил эту куртку и доверие Альдекальда спасибо, панам захочешь поговорить? я буду там, наверху как думаешь, завтра все получится? я знаю этих людей некоторых знаю лучше, чем себя я вижу их настрой это затишье перед бурей завтра они пойдут до конца да, не сомневаюсь до завтра, сол постой хочу кое-что между нами прояснить ты многое сделал для этой семьи для меня больше, чем кто угодно но мне важнее всего клан сол дай закончить я так же знаю, что сейчас может нашу семью уничтожить разлад между мной и панам если мы пойдем разными путями в этот раз Альдекальда просто не переживут раскола ты понимаешь, к чему я сейчас вину? не знаю, согласна ли с этим панам вам всем кажется, что мы с панам сейчас по разные стороны баррикан а это не так? все наоборот, Ви для панам важна эта семья так же, как и для меня да, мы не во всем согласны но клану такой расклад может даже пойти на пользу я это уже понял и вы поймете то есть, зла ты на меня не держишь? завтра у нас важный день иди отдохни так вот, куда ты сбегаешь, когда хочешь подумать я не сбегаю классный вид да похер мне что-то не так? прошлой ночью я не смогла заснуть и сегодня вряд ли удастся что тебя мучает? дай-ка подумать завтра мне нужно вести свой клан на верную смерть вдобавок к этому, Сол вдруг начал во всем со мной соглашаться я даже не знаю, стоит ли мне этому радоваться люди в нас сомневаются, я ведь вижу но все равно все уверены, что в случае чего панам их вытащит конечно, ведь кто же еще? ты чувствуешь ответственность за них это вполне естественно меня пугает вовсе не ответственность я просто трезво смотрю на ситуацию Сол принял все неправильные решения, чтобы стать похожим на меня но только я знаю, на что я гожусь, а на что нет и я не могу обещать чудес и боюсь до полусмерти если завтра что-то пойдет не так, мы все по нам никто завтра не умрет откуда тебе знать? люди клана сильнее, чем ты думаешь пулям все равно, кто сильный, кто слабый Ви? да? ты не боишься смерти? я стараюсь об этом не думать так и я стараюсь, но что-то как-то не выходит о чем думаешь? о том, как первый раз просидела тут до утра я возвращалась в лагерь с дороги и решила немного тут задержаться голову проветрить чтобы потом с новыми силами подсапаться с Солом было совсем темно и пусто на небе густая чернота только слышно, как завывает ветер где-то и двигатели урчат я села и ждала, когда мир замрет когда мысли в голове сбросят скорость до нуля дождалась? нет в ту ночь я поняла, что покоя не будет что теперь я всегда буду мыслями в дороге даже если сижу в темноте на холодном камне может, пойдем обратно? нет, давай еще посидим немножко мне тут как-то стало легче я и не ожидала ладно, пошли уже, а то жопу отморозим Сол вернулся идем может, у него есть новости? вот красота так бы стояла и смотрела но лучше не заставлять их ждать не заставлять не заставлять не заставлять а остальное? если все накроется, нам придется по-быстрому снимать вроде все готовы насколько это возможно такой рейд для многих впервые думаю, Мич им все разъяснил я слышал, разведка особо ничего не дала век знает, что милитех против нас выкатит чувствуешь? напряжение? вот теперь они поняли, на что мы идем мы только что вернулись из-за разведки тебе надо это видеть ты вообще спал? с возрастом человеку нужно все меньше сна к тому же я бы и не смог уснуть перед операцией а вот этот материал дороже всяких сладких слуг посмотри спасибо план простой у нас две цели первая, проникнуть в Росака Тауэр и помочь Ви добраться до Микоши вторая, по ходу дела вынести оттуда как можно больше техники это решит наши финансовые проблемы в Микоши мы можем проникнуть только если сделаем подкоп в подвалы Арасака Тауэр для этого надо пробиться на стройку магливаного туннеля и угнать ТПК корпорации Найт важная информация при помощи дрона я обнаружил несколько чувствительных мест проникнем через эту долину вряд ли они ожидают нападения но действовать все равно надо быстро важно снять охрану прежде чем они успеют предупредить своих а если не успеем вот тогда пригодится Боб и его глушилка надо подобраться к их антенне и включить сигнал будем честны надолго их это не задержит надеюсь этого времени хватит а есть у них дроны система раннего оповещения всякое такое это не Форт Нокс но все таки Найт пользуется услугами милитеха так что все может быть патрули наверняка будут но у нас дроны тоже есть Тедди будет следить чтобы предупредить нас вовремя вокруг стройки стена наш панцер сможет выбить ворота да сможет легко пока все неплохо что дальше внутри надо найти ТПК и разобраться с управлением этим займутся Мич и Кэрол запустите бур и дорога к подвалам Арасака Тауэр будет для нас открыта оттуда ВИПа нам и я проходим на уровень лабораторий и ищем доступ в Микоши а пока будем делать подкоп там можно ждать сюрпризов если все пойдет как намечено никто не успеет заметить нашего присутствия если хочешь еще осмотреться пожалуйста у нас есть время мне этого хватит ну вот и все Ви ты готов? а как мы оттуда вернемся? тем же самым путем быстро зашли и быстро вышли наши люди будут ждать снаружи пока мы там ну Ви ты готов? готов конечно все все знают? ну тогда заводим моторы я знаю блин да ну ну Пора в путь дорогу. Колонна Аль-де-Кальдо. Вот это я понимаю зрелище. Ага. И лишь пустыня может быть прекрасней звездного неба над головой. Ты, поезжай со мной. Все меня хорошо слышат. Я установил общий канал связи. Специально для вас из Пустоши. В прямом эфире. Лазер, молчу. Ты дрон запустил? Птичка порхает и щебечет. Вы находитесь на территории преднадлежащей корпорации «Милитек». Покиньте территорию. Повторяю, развернитесь и покиньте территорию. У меня все плохо! Бобби, твой черед. Глушилка там наготове? Конечно. Разберемся. Она нам дальше проверила, где система работает. Проверяю. Нитроинжектор в порядке. Пушка тоже рабочая. Да, мы готовы. Ну, тогда погнали. Питание накрылась. Все системы отключены от сети. Можно это починить? Так что прямо сейчас. Черт! У нас проблема. Вся электроника вырубилась. Ви, избавься как-нибудь от дронов, пока я тут разбираюсь. Я собью дроны. Ты займись панциром. Черт! Да что ж за подстава-то? У нас возгорание в кабине. У нас за грех! Если нет, вылезай! Господи, народ, вы где? Я тут торчу у передатчиков. Куда вы делись? Падам, какие новости? Тут где еще? Минутку. Огонь локализован. Переключаюсь на аварийное питание. Часть систем перейдет в ручной режим, но ничего. Сол, они уже знают, что мы пришли в гости. Дроны летят прямо на нас. Нам нужно еще время. Ты продержишься? А у меня есть варианты. Работайте. Обо мне не беспокойтесь. Система заработали. Можем ехать. Все, Бобби, панцир снова на ходу. Держись, мы едем на колец-то. А то было уж совсем грустно. Последний остался, сучонок. Меня выцеливает. Ну, сейчас я... Бобби! Господи боже, Бобби! Бобби, прием! Нам надо... Прости, Митч. Мы не можем останавливаться. Не сейчас. Все. Ви, наш панцир, он долго не протянет. Я чувствую, питание скоро вырубится. Я все сделаю, чтобы не сдохнуть на дороге. Что угодно сделаю. Потом будем импровизировать. У нас получится по нату. Не сдавайся. Надо будет убрать корпоратов с дороги, зачистить путь и переехать через мост. Больше никаких ошибок, слышите? Нет. Мы и так уже успели обвести по самой неболунице. У нас все получится. Хорошо. Проезжай прямо в ворота. Мы внутри! Я же говорила, что системы выдыхают! Тяга, баллистика, ракеты! Как домино все сыплется! Что-нибудь можешь сделать? Попробую. Только я не уверена. Или починю, или это ведро реально на свалку пойдет. Вылезай. Помоги нашим. Мы прикроем, только давай скорее! У вас все в порядке? Лучше некуда. Ну что, наш черед? Ви, присмотри за ними. Хорошо. Наверху должна быть диспетчер, откуда можно удаленно управлять ДПК. Вижу терминал, подключаемся. Какие там протоколы защиты? Это не космическая станция, это просто очень большое сверло. Расслабься, Кэрол пройдет как нож сквозь масло. Так, ну что, запускаем этот бур и нацеливаем его прямо на Аросака Тауэр. Ему нужно будет время. Ви, тебе придется нас прикрывать. У нас гости! И много их. Ви, помоги нам, пожалуйста! Ёбаный Милитех, прижимает! Черт! Похоже, там направление задано автоматически. И как ты уговоришь его повернуть? Старым обходным маневром. Ты отключи автопилот и запусти аварийный режим вручную. Есть! Работает! На нас напали! Ну тогда поехали! Наступают справа! Вроде это все! Поверить не могу, удалось! Родной ты мой металлолом! Системы запустились! На дерьёмом заднице! Садись, Ви! Быстро! Я с вами! Мы едем. Выиграем для вас время, сколько получится. Спасибо. Мы присмотрим за Митчем и Гэрол и разберёмся со Шнусом. Надо перехватить Милитеховские железки. Иначе они двинутся прямо на наших. Как вам это, говнюки Милитеховские? Слушайте, мы добрались до дна. Гэрол его разгалывает. Медленно, но продвигается. Как там у вас? Что ж, хорошо защищённый крепко пассажерный брунт. Мы пока соображаем не разместить цели адреса. Ебаные, блять, корпораты! У них… Мы тоже не дурью маемся. Мы исправимся. Постараемся задержать их, сколько можем. Работайте! Есть! Прямое попадание! Воу! Вот это сейчас нормально попахнуло. Митч, у тебя все хорошо? Рвануло неплохо, да. Ну? Твою мать! Мы их уделали. От них только угольки остались. Зол, Митч, возвращаемся к вам. Хорошо справились, только у нас тут небольшая проблема. Очень уверен. После таких подвигов под сербои вас примут не глядя. Отличная работа, Митч, спасибо. А теперь… Надо разделиться! Стол прав. Кэрол, вы в Кэссиде остаетесь в тупну посту. Ясно! Митч, пойдешь с нами. Слушаюсь, мэм. Не будем терять время, пошли. Ладно, оставляю на автопилот и отключаюсь. Окей. Все нормально? Чего приди? Боб и Тедди погибли. И это моя вина. Тедди и Боб с самого начала понимали, на что шли. Все понимали. И я тоже. А если бы ты знала раньше, что будет? Поступила бы так же. Для любого человека из плана. Сол сказал мне, что какой-то твой друг поможет нам с Микоши. Кто-то снаружи. Да. Альт. А кто это? Ну, тут забавная история. Альт – это бывшая Джонни. Иди ты. Я не шучу. Она очень крутой нетранер, и лучше нее нет никого. Только она может провести нас в Микоши. Джонни, Альт. Короче, маленькая семейная афера. Ты ей доверяешь? Да нет. Тем более, выбирать-то не приходится. Просто я очень надеюсь, что она не выкинет какой-нибудь номер. Тебя это напрягает? Я доверяю тебе. Этого хватит. Если ты полагаешься на нее, значит, я готова положиться на твой выбор. Все получится. Должно получиться. Альт. Мы ведь уже почти у цели. Мы на месте. Далеко отсюда до Арасака Тауэра? Нет. Отсюда уже рукой подать. Ви, у нас куча дел. Тебе пора бы к этому привыкнуть, Сол. В жизни мало что идет по плану. Мы понятия не имеем, что ждет внутри. Ты нам нужен. Ребята, что такое? Мелитех отрезал наших настройки. Кэрол и остальных. Они долго не продержатся. Господи боже. Я беру панцир и возвращаюсь туда к ним. С ума сошел. Речи быть не может. Один ты панцир вести не сможешь. Только мозги свои тупые сожжешь. А что, есть другие идеи? Это же наши, по нам. Я их не брошу. Сол, и ты на это согласишься? Ви, объясните бы этому кретину. Митч прав. Втроем еще у нас есть шансы. А у них без Митча никаких. Ты точно уверен? Сол, это верное самоубийство. Вы о себе беспокойтесь. Они тебя убьют. Скоро увидимся. Кэрол, я иду к вам. Держитесь. Сол. Вернемся, с вас пиво. Он же... Скажи ему. Нельзя отступать, иначе жертвы напрасны. Вы двое поднимитесь и гляньте, в чем там дело. Как поедете, я за вами прикрою с тыла. Понятно. Идем, Ви. Митч? Здесь я. Видишь, живой. Береги себя, пожалуйста. Да что мне сделается? Вы сами там доберитесь живыми до этого Микоши. Ну, понеслась. Отбой. Только бы больше ничего не накрылось. Подключайся и поехали. Похоже, двигатель перегрелся, когда сверло застряло в железобетоне. При обходе должна отключиться блокировка системы. В случае чего воспользуюсь личным портом. Ну что? Момент истины. Хорошо. Включился ручной режим. Увеличивай обороты. Не бойся. Держится. Панам. Что такое? Панам, не молчи! Нет, нет, нет! Панам! Я здесь. Меня немного помяло, но жить буду. По нам. Я уж думал, ты... Ничего, Ви. Все в порядке. Сол. В туннеле пока чисто. Нет вести от Митча. Пока ничего. Я так и знала. Может, проблемы со связью? Угу. Пошли. Закончим с этим. Смотри прямо, видишь? А это что? А это сейсмические амортизы. Они защищают конструкцию от землетрясения. То есть мы еще под землей? Да. Надо искать способ подняться наверх. Тут какая-то техническая шахта. Вроде она идет наверх. Не торопись, а то нас поймают. Кхе-кхе. Я... Я не могу. А ведь если подумать, мы сейчас прямо в том месте, где взорвалась бомба, уничтожившая башню. То есть, получается, что здесь до сих пор может вонить? Кто знает. Класс. Ви, что с тобой? У него опять приступ. Эй, Ви! Времени уже мало. Я чувствую, нам надо торопиться. Кто-нибудь знает, где мы? Надо осмотреться, тогда и поймем. Там что-то есть. Только сперва надо убрать охрану. Не нравится мне это. Совсем. Думаешь, что-то серьезное? Конечно, серьезное. До вечера тут наверняка просидим. Ну, вот и все. Нет, очень редко. Вот это и пугает больше всего. Быстро и тихо. Жуха нету. У них там целая толпа. Похоже, конвойная охрана. Ясно. Ситуация немного осложняется. Видимо, они засетли вибрацию, когда мы бурили тоннель. Все бойцы Арасаки теперь на готове. Включилась аварийная блокировка. Мы заперты, как крысы в клетке. Где мы конкретно? На производственном уровне. И мы отсюда не выберемся, пока не отключим блокировку. Сол, далеко отсюда до Микоши? Лаборатория в соседнем секторе. Но туда еще надо добраться. Точки доступа есть? Нужно найти. Ищу. Погоди секунду. Одну нашел недалеко. Там сможешь подключиться. Окей. Надеюсь, разъем для щепки Альт тоже найдется. Высылаю кратчайший маршрут. Но сначала надо как-то блокировку снять. Только по-тихому. Никто не должен заметить, что мы пришли в гости. Не попадай сам на глаза. Окей. Я на месте. Вот это другое дело. Да. Альт, мы в Микоши. Да. Сколько времени тебе нужно, чтобы... Я думаю. Что у меня? Шорт, получилось! Значит, мы можем идти дальше? В Микоши? Путь открыт. Спасибо, Альт. Ты уверен? Все хорошо? У меня, да. У меня тоже. Пошли. Осторожно, Вик. И? Сол? Я тоже что-то не так. Это тишина. Только у меня сейчас мурашки. Что тут случилось? Скоро узнаем. Микоши уже близко. Они пытались бежать, а она превратила машину в капкан. Это твоя Альт пленных не берет. Охрана пыталась их эвакуировать. Это гражданские. За что их убивать? Она их всех обнулила. Они так и не поняли, что она прошла через ее. Безжалостная. Вряд ли она помнит, что такое жалость. Вроде это здесь. Мы дошли. От Микоши тебя отделяет всего несколько шагов. Кажется, ты наконец получишь свой шанс. Мы будем с тобой до конца. Аль-де-Кальда всегда держит слово. Кажется, уже недалеко, да? Нам надо пойти через зал. За перегородку. Там будет ядро. Давай-ка вместе. Субтитры сделал DimaTorzok. Дорога к ядру открыта, но времени у нас немного. Адам Смэшер. Я тебя помню. Ты когда-то пообещал, что убьешь Сильверхэнда. Я тебе открою маленький секрет. Джонни сегодня с нами. Он не может говорить, но я его чувствую у себя в голове. Что за херню ты несешь? В конце концов, Сильверхэнд добрался до тебя. Сильверхэнд... 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 Я справлюсь. Точка доступа находится перед тобой. Подключись к ней, войди в сеть и найди меня на той стороне. Давай, обопрись на меня. Да, пожалуй. Поехали. Продолжение следует. 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 Джеки! Теперь посыплются сочные заказы, Моно. Я прям чувствую. Где мы? Это сон, что ли? Все будет хорошо, Ви. Вот и видишь. Прощай, дружище. Увидимся в посмертии. Девушки отдыхают. Что под ногой шуршат. Улочки, что тянутся, как роковой момент. В тоскливом споре, где твой оппонент готовится тебя сразить, задав вопрос. Только не спрашивай, какой. Уже уходим мы с тобой. Получилось. Я буду жить. Надо признать, твой план был хорош. Ты меня, конечно, кошмарил, Джонни, но надо сказать тебе спасибо. Пока ты был со мной, я учился преодолевать любую хуйню. Теперь меня уже ничто не остановит. Я это чувствую. Серьезно? То есть насчет нас ты уже решил? Сначала надо поговорить с Альт. Где эта сучка? Ты что, до сих пор не понял? Чего? Ты о чем сейчас? Альт нас уже разделила. Она врубила душегуб, как только ты подключился к Микоши. Твоя баба времени не теряла. Я не его баба. Привет, Альт. С разделением душ мы покончили, я так понимаю. Что дальше? Мне осталось проверить контрольную сумму и устранить ошибки копирования эндраммы. Подожди, ты... Ты хочешь сказать, я конструкт? Она хочет сказать, что ты теперь как я. Осталось только пересадить тебя в органическую клетку с нейронами. Погоди, погоди. Я хочу узнать, что со мной случилось. В подробностях. Я использовала душегуб, чтобы разделить вас и создать конструкт Ви. Дополнительный энергетический протокол блокировал болевые ощущения. Из энграммы не удалось устранить все изменения, вызванные смешением сознаний, но ее целостность высока. То есть, ты можешь перенести его сознание обратно в мозг? Как если бы это был чистый носитель. Вы все еще собираетесь разнести микоши? Ага. По кирпичику. А что будет с теми, кого сюда кинули? Я освобожу их и заберу с собой. Ага, давай, пизди больше. Ты их всех поглотишь и сделаешь частью своего кода. И я бы сказал, это лучшее, что могло их ждать. Значит, все кончено. Ты выполнила свое обещание. Я не приняла во внимание только один аспект. Альт. Какой? При таких операциях тело – ключевой фактор. Чип реконфигурировал ДНК слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать нейроны. Блядь, давай сразу к делу. Ты умрешь вскоре после того, как я скопирую конструкт в твое тело. Этого уже ничто не изменит. Блядь. Тебе осталось жить еще полгода. Может, немного больше. Нет, нет, нет. Должен быть способ. Мы можем что-то придумать. Твое тело будет считать тебя чужаком. Погоди, это же мое тело! Биочип изменил его навсегда. Теперь оно принадлежит Джонне. Альт, дай нам минуту. Нам с Ви надо поговорить. Нам не о чем говорить. Я больше не могу. Я устал. Особенно от тебя. Круто. Значит, действуем по плану. Я ухожу с Альт в ебанное ничто, а ты забираешь тело. И куда она может тебя увезти? За черный заслон. Чтобы стать ее частью. Не знаю, что это значит. И что там за черным заслоном? Если я окончательно не слечу с катушек, меня там уже никто не достанет. Может, побудешь конструктом, пока мы ищем другое решение? Другое решение требует договариваться с Арасакой. Я пас. О, блядь. Стать невнятной тенью в цифровом безвремени я лучше сдохну. Когда получаешь возможность забыть о теле и повседневных заботах, начинаешь смотреть на все совсем иначе. То есть, тебе остаются только воспоминания о любви, о головной боли с похмелья, о вкусе еды, о горячем песке на пляже. Нет, спасибо. Значит, возвращайся к жизни. Хотя бы на полгода. Мне казалось, жизнь не стоит того, чтобы так за нее цепляться. Она и не стоит. Нет. Присмотрись. Видишь блики из-за черного заслона? Они дают надежду. Может, это адское пламя или небесный свет? Может, так Инграмма воспринимает код. Но это путь к выживанию. Мы научились превращаться в данные, но внутри нас все еще сидит зверь. Заглушить его инстинкт выживания почти невозможно. Да. Этот зверь – часть природы человека, как и сопротивление ему. Неужели нет другого пути? Повторюсь. Джонни может забрать твое тело, а ты можешь пойти со мной. Я имел в виду не это. Разве не может быть, типа, счастливый конец для всех? Для всех. То есть и для таких, как мы, не в этом городе. По крайней мере, у тебя есть выбор. Ты заслужил его своим упорством. Мост ведет глубже в киберпространство. Если ты перейдешь его, то навсегда утратишь связь с телом. Обратный путь к телу проходит через этот колодец. Понимаешь, Джонни, я хочу снова стать нормальным. Я хочу пожить еще. Пусть даже и недолго. Продолжение следует... Прощай. Прощай. Дерись до конца. Вот так тебе, Росека. Понравилось падать до самого низа? Ха-ха, три раза. Разбираем. Не волнуйтесь, что и массы в нашем чудесном наисти ничего не изверженно, как и следовало ожидать. В пыли и хроме жили. В пыли и хроме жили. Это в основе новости. Хорошая... Ты решила посмотреть на пейзаж Или просто становишься сентиментальной Значит, ты помнишь Тогда я думала, что это все на один раз Я помогу тебе, ты мне Черт Нет, нет, это я вру Да, у тебя был зуб на стилетов Ты хотела ударить по ним вместе с Митчем и Скорпионом Если бы они согласились, ты бы сразу послала меня куда подальше Ой, все Посмотри туда Где-то там эти твари из Зарасаки пытаются понять Как они все потеряли Скорее всего, когда-нибудь поймут Но мы будем уже далеко Честно говоря, не ожидал, что все так кончится Ты сейчас про Микоши? А, нет, про Найт-Сити Ты думал, что останешься навсегда Еще пару месяцев назад я готов был поспорить, что Никуда отсюда не уеду Да и я б не поверила, если б кто сказал Даже сложно поверить, что мы уезжаем Без тебя я бы вряд ли на это решился Так что спасибо А, хватит Лучше попрощайся с этим пейзажем Ты его точно больше никогда не увидишь Все равно тут нет того, что я пытаюсь найти Мы когда-нибудь это найдем? Сомневаюсь Может, это не так уж и плохо Найт-Сити научил меня быть осторожней с мечтами Они, когда исполняются, всегда умудряются как-то извернуться и Цапнуть тебя за жопу Блин, Ви У тебя опять кровь Ну, кровь и кровь Не волнуйся так, пана Ви, обещай мне Как только мы приедем на юг, мы пойдем к моим контактам Они починят Что там надо починить? Я клянусь Доедем до Аризоны, встанем там лагерем А потом начнем искать, кто может починить мне голову Просто же? По-моему, да Ну да, хороший план Знаешь, что Сол мне когда-то сказал? Человек по-настоящему свободен только раз в жизни Когда ему уже нечего терять? Ну вот, так и проведем следующие месяцы Как будто нам больше нечего терять Кстати, о птичках А что там с планом? У наших уже все готово Едем к ним, собираем добро и снимаемся с лагеря Дорога будет, скорее всего, трудная Ну, если не облажаться, проскочим границу за считанные часы Поехали отсюда Сейчас Постой Посмотри на этот город в последний раз Ну, если хочешь, конечно Не спеши, я подожду в машине Ну, прощай, Нэдсити Спокойной ночи и удачи Ух, не, 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 Хватит этого говна, тошнит. Почти все наши уже пересекли границу. Они будут ждать нас на той стороне. А наши сувениры из Микоши? Если бы мы подъехали к воротам с таким оборудованием, нас бы расстреляли без предупреждения. У Арасаки свои люди на каждом блокпосте. Мы проверяли. Но не все дороги так охраняют. Арасака. Прямо дежавю. Я что-то не то сказала? Просто вспомнил про Джеки и про налет на Арасаку. Сама знаешь, чем все кончилось. Прости, Эви. Ты чего? Не извиняйся, ты же ни при чем. Тем более, теперь все будет по-другому. Я уверен. Есть штука, по которой я буду скучать. Это какая? Жратва. Тайская лапша на седьмой в Хейвуде. Вареники в доках. Серьезно? Ну вот поездишь с нами, тогда и поймешь, о чем я. Ну, так дожду не дождусь. Но это с одной стороны. Новая жизнь – это сплошной хаос. Вот в этом я не сомневаюсь. Но зато это будет хорошая жизнь. Сто процентов. Ты скоро тоже убедишься. Банан, подруга. Ты сбегаешь узнать сеть или едешь к бабушке на пирожки? Прибавь газу. А то буря тебя догонит. Иди ты. Мич, привет. Привет, Ви. Рад тебя слышать, Чумба. Как ты? Дай мне еще месяцок, и я буду как новенький. Говорил же, все со мной будет нормально. Да ладно, Мич. После Микоши ты не очень-то и верил, что выберешься. И мы тоже. Он пару недель валялся в постели как овощи. Если бы не закаленные синапсы, точно отбросил бы копыта. Все-таки служба в панцирных отрядах не прошла даром. По-любому мы живы только благодаря тебе. Жалко, что Соло нет с нами. И Тедди, и Бобби, и Скорпиона. Уж они бы всыпали бы тебе за эти фокусы с Пансером, а потом обняли бы так, что из тебя бы завтрак вылез. Я знаю, Банан. Я знаю. Они дали нам шанс начать все сначала. Главное его не просрать. Я рад, что ты едешь с нами, Ви. Скоро увидимся. Чувствую запах озона, даже через кондиционер. Это та самая буря. Мы близко. Привет, Мич. Привет. Как насчет того, чтобы свалить отсюда нахер? Здорово. Как тут у вас? Все готово? Да, мы почти закончили. Ты нашел его, да? Там, где мы и думали? Значит, все идет по плану? Да, все на мази. Прибегай к нам, как будешь готов. Обсудим все вместе, что и как. Отлично. Тогда пройдемся по плану. Официальные КПП отпадают. Это ты сам понимаешь. Поэтому поедем по старому туннелю. Он рядом со стеной. Погоди. Ты сейчас про один из ваших знаменитых туннелей? Ага. Он, кстати, один из самых старых. Его выкопали сразу после Первой войны. Мы уже давно им не пользовались. Нам дали знать, что найтовцы нашли его и установили наблюдение. Вы его просканировали? По нему можно проехать? Он не обвалился? Да нормально все с ним. Главное, чтобы выдержал наш переход. А потом пусть обваливается. Он нам больше все равно не пригодится. Туннель это прекрасно, но до него еще надо доехать. И что вы планируете делать с охраной на границе? У них там техника во всех направлениях и дроны в патруле круглые сутки. А может и что-то потяжелее. Не ссы. Мы знаем, что там и как это обойти. Кэрол и Кэссиди отвлекут от нас корпоратов. И типа никто нас не заметит. Погранцы рано или поздно допрут, что что-то не так. Но когда их осенит, мы будем уже очень далеко. Да и с этой бурей нам повезло. Она заметет все следы. Вряд ли какая-то буря сможет сбить корпоратов с толку. У них будет куча других забот. А даже если не будет, пусть попробуют нас догнать. Быстро пожалеют. Допустим, мы перебрались. Что дальше? Ну, для начала поедем в лагерь к остальным. А дальше уже все вместе двинем к Тусону. Там станет полегче? Я правильно понимаю? Мы знаем эти дороги как свои пять пальцев. А в Аризоне есть те, кто давно нам должен. У меня были сомнения, но, похоже, теперь можно не беспокоиться. С сегодняшнего дня тебе больше не нужно решать все самому, Ви. Всегда будут те, кто тебе помогут. Ты привыкнешь. Ха, похоже, теперь я перед вами в долгу. Это еще что за херня? Мы тут все в одной телеге. Тем более благодаря тебе мы поперли у Арасаки столько, что можно собрать хоть авианосец. Поверь мне, в списке самых опасных преступников наши имена идут сразу за твоим. Ладно, пора выкатываться. А то еще бурей накроет. Мы готовы. Едем за вами по нам. Ну что, газуем? Угу. Тогда подключайся. Мы и так тут засиделись. Секунду. У тебя теперь новая жизнь. Ты должен начать ее как настоящий кочевник. За штурвалом. Поезжай прямо, огибай большие ямы и не теряй из виду остальные. Я разберусь с нитро. Смесь будет идти прямо в цилиндры. Потому что без ручной синхронизации нас разнесет к херам. Этого лучше бы избежать. Бля, до меня только что дошло. Что-то не так? Стена. Когда я была мелкой, ее, конечно, еще не было. Мне тогда казалось, что на севере все по-другому. Я думала, там меня ждет светлая мать его будущая. Я знаю, что было дальше. Когда ты оказалась по ту сторону, ничего не поменялось. И ты подумала, что в Найт Сити уж точно все будет иначе. Да, и конец этой истории ты тоже знаешь. А теперь, как видишь, я возвращаюсь к началу. Нет. На той стороне, быть может, все по-прежнему. Но ты-то изменилась. Ты сильно изменилась. Ну, как знать. Ты готов? Я всегда готов. Тогда поднажмем. Давай, полный вперед. Они выпустили дроны. Кэрол, Гассиди, поехали. Увидимся на той стороне. С нитро все окей. Попрощайся с Найт Сити. Это твой последний шанс. Мне уже нечего ему сказать. Заводи. Твое место за штурвалом. Ну, поехали. Как раз то, чего ты хотел. Твоя новая жизнь. Только не тормози по нам. Пожалуйста. Верно. Верно. Пожалуйста. Пожалуйста. Снижай. Пожалуйста. Пожалуйста. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот теперь все круто по нам. Мы едем домой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Привет, Ви. Как там жизнь в пустыне? Принимаешь солнечные ванны на свежем воздухе? Не забывай иногда проверять свои импланты. А то если песок или грязь попадут под изоляцию, то все, можешь ложиться и помирать. Я понимаю, в пустошах проще найти четырехзвездочный отель, чем нормального рипера. Так что, может, просто забежишь ко мне, когда опять будешь в городе? Думаю, я для тебя могу даже сделать большую скидку. До скорого, Ви. Ви, привет! Давно с тобой не болтали. Как у тебя? До сих пор все круто? Жаль, не могу посмотреть, как ты там шипуешь в Найт-Сити. Вообще, я просто хотела сказать спасибо за все, что ты для меня сделал. Стала свалить из этого долбаного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново. Я что хочу сказать, ты тоже уезжай, Ви. Вот сразу, как будет возможность, собирай вещи и беги, куда глаза глядят. Реально, сразу вздохнешь полной брудью. Я тебе гарантирую. Ладно, что-то меня понесло. Удачи тебе там. Это бестия. Я хотела... Автоответчик? А, ну и ладно. Ви, у меня такой вопрос. Ты сможешь передать от меня сообщение Джоне? Даже два. Первое. Он нагло разбалованный хер с манией величия. И второе. Я рада, что мы с ним поговорили. Это все. Берегите себя там. Оба. Ви, привет. Я как подумаю, что мы вместе провернули. До сих пор сердце колотится. Горстка кочевников против Аросаки. О-о-о. Как вы вообще живыми ушли. Все против нас было. Я думал, все там поляжут. Но у нас получилось. Я тебе скажу, почему. Потому что нас вел не кто-нибудь, а ты, Ви. Самый дерзкий наемник во всей Америке, от Пасифики до Апалачи. Не знаю, что ты будешь делать, какие у тебя планы. Но помни, мы пойдем за тобой в вагоне в воду, брат. Только скажи. Удачи тебе на дорогах. Береги себя. Привет, Ви. Я тут, в общем, подумала о тебе и решила быстро разложить карты. Я знаю, знаю. Надо было гадать с тобой, чтобы результат был яснее. Но мы так долго не виделись и... В общем, ты меня понял. И знаешь, что я вытащила? Колесницу, влюбленных и солнце. Похоже, тебя ждет счастливая жизнь. Не зря ты все-таки уехал в пустоши. Удачи, Ви. Будь свободен. Субтитры создавал DimaTorzok